Девушки отдыхают Отошел после вчерашнего? Ну, как говорят в Сербии, на сомневающиеся кобыли огород не спашешь. Так что забыли про Софию? Погружай меня в работу. Что у нас нового в отеле? У нас новое портье. Зовут Паша. И вот чтобы вернуть себе отель, портье Паша должен своим упорным трудом, в чьей-либо помощи, двигаться по карьерной лестнице. Как все. Смешно. Литературненько. Я не шучу. Ладно. Первое время будет тяжело, но... Я же мужик. Справлюсь. До свидания, Третья Гальня. Нафиг твой отель. Я сваливаю. Навсегда. Юль, прости, пожалуйста, я не хотела, чтобы так вышло. Юль, прости, пожалуйста... They said you. Я не хотела быom. Прошу прощения, вы не хотите пообедать или в кино? Скоротайте время, пока ждете хозяина квартиры. Как вы узнали? Вы с чемоданом в торговом центре. Ни на вокзале, ни в аэропорту, ни в гостинице. Судя по грустному виду, что-то случилось, вам срочно нужна квартира. Но, собственники, квартира днем на работе, и вы ждете вечер. Да, но в любом случае, это не ваше дело. Простите, простите, я сто лет не знакомил с девушками. Вместо этого я хотел сказать, что вы выглядите с новым... Войди, давайте. Все в порядке? Что? Что болит? Плечо? Потерпите, я вправлю. Может, лучше брать? Черт! Нормально? Спасибо. Мне лучше. Могу я вас как-то отблагодарить? Помочь с квартирой? А, нет, спасибо. Могу я вас как-то отблагодарю. Спасибо. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здрасте. Что в те? Я не вам. И вам доброе утро. Спасибо. Было бы с женщиной, как с машиной. Забарахлил, открыл клапанную крышку. Посмотрел, что там творится. Сальник, может, какой протекает. Если машина все время ломается, может, проще ее сменить? Я на Софию сколько сил и времени потратил. А что в итоге? Закрутила с этим избалованным Павликом? Он ведь изменился ради вас. Даже предложение сделал. А сейчас в Таиланде постигает целомудрие. Правильно? Ладно, Настя. Думаю, с Павлом просто не судьба. Правильно. Вот и мне с Валентиной не судьба. Тебе только дай повод выпить. Полынь? Тут и полынь, и сбиробой. Я тут всю подмосковную флору собрал. Ну как? Не очень. По-моему, с этим цветом я похожа на стерва. Прости. Тебе идет. Вам тоже. Вы хотели начать с чистого листа. Вот новый образ поможет. Может, просто напиться? Нет. Я каждый раз так новую жизнь начинаю. Лучше спортом займусь. Ты еще имидж смени. Волосы отрасти себе. И сменю. Давай промчись, зеленый змей. По трубам памяти моей не извергни яростное пламя, чтобы скорее забыть мне. Валя, валю. Валя. Мозги уже не идти. Здравствуйте. Какая приятная неожиданность. Дарья. Да. Ну что, Петр, снова будете меня анализировать? Попробую. По-моему, у вас какие-то планы на вечер. Какие же? Не хотите выпить кофе после работы? Я подумаю. Гениально. Ёлки-палки. Ну, опять предохранители вылетели. Ничего, ничего. Сейчас я до щитка доберусь. Тонарик опять не работает. Борис Леонидович, вам помочь чем-нибудь? Не надо, вы сидите, а то так, знаете, в темноте можно и напороться на что-нибудь. Ох ты. Какой темноте, светло ведь. Как это светло? Настойка. Да пились все-таки своей бурдой самодельной. Ослепли. Просто скорую вызову. Юля, сегодня ровно сто дней, как мы с тобой не разговариваем. Может, сходим куда-нибудь там, подпразднуем. Я подожду к давщину. Юль, ну хватит. У меня больше нет никого в этом городе. Дарья, как вы относитесь к паназиатской кухне? Вы знаете, я подумала, и у меня не получится, к сожалению. Вы не в духе? Вас кто-то за расставил. Извините, мне нужно работать. София Яновна, прекрасно выглядите. Этот цвет вам к лицу. Спасибо. Интересная шляпа. Добрый день. Любимый, пока нас не было, тут кто-то вынес модный приговор. Добрый день. С приездом. Спасибо. Как в прошлом свадебной путешествии? Да мы из номера почти не выходили. Так, любимая. Я пошел, много дел. Канаева, быстренько мне люкс подготовь. А ты ведь чьевых не получишь. Паспорт. Ты мою фамилию не знаешь. Дягилева. По правилам отеля вы... Даша, вы свободны, у вас обед. Когда я здесь работала, вы за меня не заступались. Шеф, давай. Орел? Нашел. Экспонат даст он в музее. Не, ну подфартил мне с туршефом, конечно. Твои ж умаи ж. Что случилось? Хозяин квартиру продает. 15 лям предложили, она меня выселяет на радостях. Прямо сегодня. Юля, ты, если хочешь, можешь ко мне переехать. Даша, я вас не отвлекаю от работы. Как вы здесь оказались? Легко. У вас сеть не запоролена. Вы что, взломали рабочий компьютер? Просто хотел спросить. Может, мы все-таки выпьем кофе, и я... Здрасте. Да, добрый день. Ты видел? Так, Валентина, за мной ухаживала. И по голове гладила. И на врачей кричала. А в глазах прям вот читается. Люблю тебя, дурака усатого. Как ты увидел? Ты же ослеп от настойки. Ну, я на полчаса все ослеп. Врачи сказали, это спазм глазной артерии. Да это неважно, ерунда. У тебя-то как? Не идет у меня София из головы. Да тебе не вещи новые нужны, эмоции новые. Вот я... Я на дачу оседлаю свою яву. А дашу это восемьдесят. И все. Вот все мысли дурные. О бабах, о каких-то воронах, которые мою вот вишню клюют. Борис Леонидович, а я вам поесть принесла. Валентина Ивановна, вы, да? Да, я, я, я. Валентина Ивановна, спасибо большое. Валечка, можно я вас обниму? Валечка, спасибо большое. Прости, мам. Я не понял, что стоим, кого ждем? А что случилось? Он ко мне приставал. И мне пришлось принять меры. Ты че, ножом, что ли, на моей кухне, что ли? Вы че? Эй, бу! Я ж говорил, на кирпичей навалит. Братан, какими судьбами? Работа нужна, братан. Свалил я от олигарха. Ты ж говорил, не жизнь, а эта самая сказка. Да? Да. Я в этой сказке чуть принцессой не стал. Как ты? Приставать ко мне начал, прикинь. Я, наверное, по лестнице пойду, чтобы вы не подумали, что я вас преследую. Да нет, все в порядке. Ну, где вы ходите? А что случилось? У меня часы пропали. Кто номер мой убирал? Пойдемте со мной. Ой, сдались мне ваши часы. Комиссарова, это ты все уперла? Это мои вещи. Ее просто из квартиры выселили. Сумки ее проверьте. Трусики на место положил? Это трусики? Да, это трусики. А это что? Это подстава. Напишу заявление в полицию. Ваше право. Валентина Ивановна, ну, я клянусь, я не брала. Да играл из Комиссарова. Дойдет до полиции и уволен. Юль, я тебе верю. Спасибо. Твоя гораздо легче. Ну, короче, через месяц увольняется один повар. Могу тебя пристроить? Не пристроиться, как олигарх, а пристроить. Ты издеваешься, что ли? Все, закрыли тему. Ну, все. Каким нафиг поваром? Я шефом работал. И что, теперь мне, что ли, увольняться? Ну, хотя бы су-шефом устрой. Ого, Федор, рад видеть. И я вас, Михаил Харлеевич. Ну, я не вижу ни одного голубя. По-вашему, я вру. На моем балконе орут голуби. Мешают спать. Ну, и где они? Так, может быть, это вы их распугали? Точно. Вы должны стоять здесь и охранять мой балкон. Как пугало на огороде. Светка, а ты что, хозяйка, что ли, уже? Ну, официально нет. Но Никита сказал, что сегодня вечером меня ждет сюрприз по поводу отеля. Не бойтесь, я вас не трону. А вот София Яновна, Канаева, кто еще себя плохо видит? Они точно вылетят. Прошу прощения, я решил, что вживую вы мне не откажете. Что мне нужно сделать, чтобы мы выпили кофе? К сожалению, мне не получится, потому что у моей подруги проблемы. Дайте угадаю. Ваша подруга горничная, а вот тот тип обвинил ее в краже часов. Да, еще пообещал написать заявление в полицию. К счастью, я видел его в бассейне. Следы растяжек на его теле говорят, что у него в прошлом были проблемы с лишним весом. Сейчас он в идеальной форме, но старые комплексы остались. В бассейне было множество симпатичных дам, но заигрывал он с самой страшненькой. Значит, он боится красивых женщин, которые обижали его в прошлом. Какая у него фамилия? Солонович. Гениально. Зачем вы только на работу пришли? Так уволят же. Кому я потом нужен, слепой, безработный? Кому-то-то нужны. Пойду работать. Через час будем ромашку прикладывать. Я буду ждать. Иваночка. Это просто счастье какое-то. Дядя Боря, на Оскар метишь. Не завидуй ей. А ты сколько это гадостей выпил? Пару глотков. А что? Прекрасно. Шеф, ну как вам? Достойно меню? Это шикарно. Шикарно. Ну как я такого профи уволю? Начнутся вопросы. Света, попробуй наш новый коктейль. Спасибо, но София это не поможет. Я как раз хотел предостеречь насчет Софии. Похоже, у нее не все дома. А вы не знали? Я нашел это у нее в кабинете. Похоже на этот раз. Это ты. Джигач, это прикол какой-то? После расставания с Софией я нашел похожую куклу. Только черную. Иголка там была чуть пониже. С тех пор у меня проблемы. С женщинами. Только никому. Окей? Окей. Какая у него фамилия? Солонович. Гениально. В школе его наверняка называли Сало. Попробуйте назвать его по кличке. Зачем? Вдруг он отзовется. И что тогда? Сало. Возможно, он узнает в вас какую-нибудь девочку из школы. Сало, ты? Выводить к нему в доверие и замолвить словечко за свою подругу. Да. Привет. А я смотрю твой паспорт. Солонович. Думаю, не похож совсем. Ну, я похудел, подкачался там. А, собственно... Узнаешь? Корчевская, это ты, что ли? Ну? Ирка, доска. Да. Сколько лет грудь-то у тебя так и не выросла. Угу. Ну, ладно я. Ты-то как изменился. Ты просто красавчик. У меня тренировки. На завтрак, на обед, на ужин. Хочешь, для тебя сделаю исключение? Конечно. Вечером свободно? Да. Встретимся? Давай. До вечера. Угу. Пока. Пока. Помогите! Сейчас приляжете? Вам нужен покой. Да-да. Так вот. Угу. Что это было? А, что это? А, это вы. Я хотел кровать нащупать. Нащупали? Что дальше? А что дальше? А что, можно дальше? Попробуйте. Попробуйте. Вы же слепой. Зачем вы свет выключили? По привычке. Признавайся, Плод. Вы не поверите. Ваши формы каким-то целебным свойством обладают. Вот я к вам прикоснулся и все уже прозрел. Туда, где найти невозможно Украду, если кража тебе по душе Зря ли я столько сил распозарил? Соглашайся хотя бы на рай, в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Никита, ты уверен? Да. Я понял, что отельный бизнес это не мое. И потом жене будет отличный подарок. Слушай, а помнишь Ромку, который за тобой всю школу бегал? Да. Спился. Ой. Жалко. Слушай, а ты уже написал заявление на ту горничную? Нет, еще. А что? Ну, просто я ее уже сто лет знаю. И она бы так никогда не сделала. Хорошо, я тебя услышал. Спасибо. Никита, вот эта ведьма хотела меня ослепить. Что? Света, а это уже перебор. А кукла Вуда с иголками в глазах, это не перебор? Так, подожди, а что происходит? Какая кукла? Михаил Чакович, покажите нам куклу. Светлана, я не понимаю, о чем вы? Ах ты сверху. Тихо, 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 тихо. Он сгохалился с этой чокнутой. Никита, пожалуйста, уволь их. Свет, послушай, я не могу никого уволить. Я только что продал долю отеля. У Леоноры Андреевны новый партнер. Зачем? В смысле, зачем? Ты же сама на отдыхе все время говорил, как здорово в Испании. Я решил тебе сюрприз делать. Купил там виллу. Я не это имела в виду! Что смотришь, Канаева? Тебе на ресепшн до конца жизни гнить. В смысле, Канаева? Подожди, подожди, ты вышла замуж за Ваньку Канаева? Да. Ты сейчас серьезно? За вот этого вот гопника? Да, сердцу не прикажешь. Я надеюсь, мой клиент приобретает отель, а не цирковой манеж? Ну что вы, это же единичный случай, да? Да? А вы попробуйте наш десерт. Этого повара больше не будет в этом отеле. Ты уволен. В общем, я решил не писать заявление в полицию. Спасибо. Можно сказать спасибо Ире. Спасибо, Ира. Ладно. У меня скоро самолет. Прям очень рад был тебя видеть. Я сама. Пока. Удачи. Пока. Я тебе дома все объясню. Дома? Юль, поехали ко мне, а? Михан Джекович, а что за кукла Вудду и почему меня ведьма называют? Понятия не имею. Может, вас подвезти? Попробуйте. Попробуйте. Ты как? Ты как? Я сейчас. Петр, спасибо вам большое. Я не верила. Я не верила, но ваш странный план сработал. Пожалуйста. Сегодня уже поздно, но, может быть, завтрашний вечер у вас свободен. Петр Алексеевич. Петр Алексеевич, я ее нашел наконец-то. Пятнадцать лет. Пятнадцать лет предложили, а она на радостях меня выселяет прямо сегодня. Эти часы у тебя украли. Петр Алексеевич. Может быть. Может быть. Петр Алексеевич. Петр Алексеевич. Петр Алексеевич. Нет. Крутая бородача. Петр Алексеевич. Петр Алексеевич. Н Nether. stringное ск Hawthorne. Зенависigger. Много с Capital М работниками. Президем Deaths Post. Петр Алексеевич. Да, я ни раз шумаámфер меня, hein. Нравится дв자 Christians. Петр Алексеевич. Он поusaivas. Много earплита. este Ресeling. Многорель. Корректор А. он Доброе утро. Доброе. А как вы здесь оказались? Совершенно случайно. Апельсиновый сок хотите? Свежевыжатый. Нет, спасибо. У меня аллергия на цвитерсовые. И на опоздание на работе. Увидимся. Все свободны. Первый принял. Второй принял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это все? Нет. Еще одно заедание. Прошу изыскать время и сходить со мной на свидание? Миша, не слишком ли ты торопишься? Да, Миша, не слишком ли ты торопишься? Ты услышал старую сербскую легенду про козла, который подал заявление в Орле, и его не взяли? И он все-таки остался козлом? Михаил Джакович, оставьте нас, пожалуйста. Привет. А я не успел отвернуться, а тебя уже все подряд зовут на свидание. Ты отвернулся на три месяца. Я хотел дать тебе времени подумать, и я вернулся за ответом. Или просто деньги кончились? Денег, правда, нет. И отверли тоже. Тетя все забрала. Ну, ты же знаешь. Но я здесь только ради тебя. Очередная сербская легенда. Знаешь что, Паш, хватит с меня твоих сказок. Все. Хорошо. Вы случайно знакомитесь. Он случайно появляется в отеле. Потом случайно ждет тебя в парке. Может, он совершенно случайно сексуальный маньяк? Маньяки жертвам паспорта не оставляют. А прописка-то у Петра Алексеевича московская. Зачем тогда в отеле жить? Я в номере. И снова здравствуйте. Можно мне мой паспорт? Конечно. Я тут подумал, может быть, мы сегодня поужинаем. Гарантирую, никаких цитрусовых. Сегодня не могу. Завтра? И завтра. Простите. Решила не ужинать с маньяком? Слушай, при чем тут он? Я бабушку давно неудила. Почти полгода. Я хочу съездить к ней хотя бы на денек. Сделать сюрприз. Ну что, послезавтра в семь? Знаете, спросите, послезавтра в шесть. И спрошу. Я настойчивый. А еще бы. Ты же маньяк. Юля. Коллеги, знакомьтесь с Полиной Александровной. Наш новый фитнес-энд-спа-менеджер. Угу. А старый кун оделся. Накупался энд уволился. Не помешали? Нет. Я как раз знакомлю Став с новым сотрудником. Замечательно. Тогда знакомьтесь сразу с домом. С сегодняшнего дня Павел Аркадьевич в портье. И просто Павел. А вас не смущает, что у просто Павла нет никакого опыта? Ну так и помогите ему его приобрести. А если... А если новая партия не исправится, вы можете его просто уволить. Повезло с тетей. Могла ведь и белбой им сделать. Так. На сегодня все. Все свободны. Ага. Спасибо. Добро пожаловать в наш дружный коллектив. Не забудьте, кто вас первым поддержал в трудную минуту. Спасибо, Сергей. Вообще, Арсений, для вас могу ли Сергей. Тебе идиот. Спасибо большое. Дарья, познакомьтесь. Павел бывший Аркадьевич. Наш новый портье. Ведите в курс дела. Это шутка? Ага. Черный юмор. Но я не хочу с ним работать. Я тоже. А придется. Можно подумать, что я сюда сам напросился, да? Михаил Джакович, а можно мне взять пару дней отгулов? Я бы хотела к бабушке съездить. У тебя практикант. Смену воспитай, тогда поедешь. Ну что, показывай, как у вас тут... Работают. Работают с этой стороны. Костяк, все-таки в садике опять деньги на ремонт собирают. Это вообще законно? Фиг знает. Надо у юристов спросить. Ты мне лучше подскажи, город в Сибири на Ка... Десять букв. Красноярск. Ты там родился. Совсем отупил на этой работе. Реально, Красноярск. Реально отупил. Может, таблетоз какие-то попить? Есть такая методика тибетская. Суточное молчание. Очень хорошо прочищает мозг. Реально? Реально? А что надо делать? А. Молчать. Помолчите хотя бы часов восемь. Точно поможет. Замет она. Кстати, я Петр. А вы Константин. Я тут пытаюсь понравиться одной девушке. И вы мне можете в этом помочь. И куда мы идем? В гости к маньяку. Вдруг у него там сердце вырезанное. Или мозги. Или мозги. Твои. Я в этом не участвую. Ты мне что, спасибо скажешь за честь эту твою непоруганную? О, Петр Алексеевич, здравствуйте. А я вас везде ищу. А я думал, только я вас ищу. Может, зайдете? Ой, извините, я по привычке. Эт, знаете, вы меня приглашали поужинать. Да. Вы знаете, я не против. Гиня. Я рад. Да. Так вы зайдете? Уборка закончена. Будьте добры, ключ от 304-го. 300 какого? Молодой человек, вы сначала меня поселите. Ключ отдать, секунда. А потом заселяйте, сколько хотите. Сколько хотите? Закончилось полчаса назад. Извините. Как дела, брата? Да занят, капец. Телочка? Телочка. Две. Йога меня хотят. У Лёхи завтра свадьба на кайманах. Полетели, устроим движение. Слушай, у меня тут дыжухи, душа трещина, я перезвоню. Так, еще раз. Кому что, тетеньки? Тетеньки? Что? Где ваш управляющий? Действительно, позовите управляющего. А, прошу прощения за нашего стажера. Он работает первый день в жизни. Сейчас, одну секунду. Все, готово. Вот ваш номер. Ваш ключ. И абонементы в СПА в качестве извинения за неудобства. У нас СПА супер, я вам это как бывший хозяин говорил. Я понял. Разговор есть? Босс, я от иду поговорю с супербоссом. Угу. Слушай, будем вместе ходить в туалет, испортим репутацию. Твоя давно испорчена. Короче, я могу вернуть тебе отель. В обмен на мою душу? На Софию. Вернее, на то, что ты от нее отстанешь. Я согласен. То есть, порукал? Только Софии ничего не говори. Все, спасибо большое. До свидания. Юрист сказал, что все эти детсадовские поборы незаконны. Чего молчишь-то? Что, обиделся? Костя, ты из-за того, что я тебя тупым назовала? Стасия Степановна, там гостю рыба не понравилась, ругается. Так, один обиделся, другой ругается. Отлично. Ну и денек. На Софию. Вернее, на то, что ты от нее отстанешь. Я согласен. Я его даже не уговаривал. А, ты тоже здесь? Прикинь, мне вот этот предложил поменять тебя на отель. Послушай, я все записывал. Я уже слышала. А кто-то тоже записывал? Да, Михаил Жакович. От вас я такого идиотизма не ожидала. Да вообще. А от вас, Павел Аркадьевич, вполне себе ожидаемо. Все? Померились с интеллектом? Работать быстро. Пожалуйста. Спасибо. Может, на него заяву в полицию накатать? За что? За то, что у него мои фотографии? Эх, жалко, я не успела там все обшарить. Ну, а тут же лучше откажись. Чтобы полной дурой выглядеть, да? Сначала отказалась, потом напросилась, потом опять отказалась. Ну, а чего? Мы девочки такие непостоянные. Ну, или скажи, что ты с гостями не встречаешься. Или... Ну, кто у нас тут за гостями встречается? Ты, что ли? Не твое дело. Рассепшн Павел, как я могу вам помочь. У тебя симпатичный мужской голос. Алло. Добрый вечер. Такси ждет. Это он. Кто? Гость, который хочет с тобой чуки-пуки? Мне повезло мужику увидеть Дашу у нас такая правильная. Пару минут, и я буду готова. Что это было? Так хотел отказаться, что аж согласились. Заткнитесь, оба! Вам больше заняться нечем? Пойду поем. Я тоже. Партия же может поесть. Эй! Привет, красотка! Хозяин здесь? А... Какой? У вас, как чего? Пятнадцать. Паха. Паха. А он... Павел Аркадьевич, он у себя. Я вас провожу. Угу. Видимо, вышел. Вы пока располагайтесь, а я его поищу. Спасибо. Значит, мы теперь с саркастическими смс-ками общаемся, да? Я молчу, чтоб помнить. Обиделся он. Кто тебе еще правду скажет, а? Никто. А жена скажет. Может, оторвешься от своего телефона? Или тебе может плевать на мое мнение? Может, тебе и на меня плевать? Вот не надо мне сейчас ничего говорить. Тупи дальше свой телефон. Он, видимо, тебе дороже, чем я. А чем вы занимаетесь? Венчурные инвестиции. Проще говоря, даю деньги умным людям, чтобы они делали деньги для меня. Но вас хотя бы полиция не ищет? Надеюсь, что нет. Павел, поднимись в 313-й. Там у гостя есть вопросы. Сейчас? Нет, завтра. Старик, что за прикид? Ролевые игры? Бухой? Фань, друг, короче, мне тут не игры, а папандос такой. Короче, тетька моя. Павел Аркадьевич, вы уже закончили проверку службы портье? Костюмчик можно забрать? Что за прикол? Павел Аркадьевич решил лично побыть портье, чтобы точнее понимать специфику работы. Павел Аркадьевич. Кстати, виски, как вы просили. Давай сейчас с пацанами накатим. Они на кайманах, у них мальчишник. Я позвоню. Миш, что за подстава? Какая подстава? Помогаю тебе, гузера мне не бить. Оле! Чё, кого? В Москву колен, блин! Здорово, парни! Вы чё не приехали? Пока. Привет, парни! Лёх, мои поздравления! Соболезнования! Спасибо, чуваки! Смотри, ты чё там себе накапал? Ну-ка давай в штрафную! А, нет, я не могу пить. У меня тут проверка не закончилась. Павел Аркадьевич, ну какая проверка, когда у друга свадьба? Э! Золотые слова! Лёх, твое здоровье! А где ресторан? А зачем портить такой вечер шумным рестораном? Ага! Пошел! Ну что, маньяк, показывай свои секреты. Ой, какой аккуратненький девочка! Даже я так свои трусы не складываю. Я так и знала, что ты на темной стороне. Как-то тут безлюдно. Так это же хорошо. Извините, это с работы. Конечно. Алло! Даша, он реально маньяк. У него ухо в холодильнике человеческое. Вон оно передо мной плавает, как селедка в уксусе. Так что давай, после ресторана никуда с ним не ходи. Да уже позднее я пошла. Вернее, ресторана не было. Вали по-быстрому! Или сразу мы с ноги! Все нормально? Да там проблемы на работе. Аккуратней. Иди домой, девочки. Здесь опасно. Мальчик, может извинишься? Если я не хочу, ты меня что, заставишь? Ты что, типа джедай? Нет, я инвестор, который вложился в новый электрошопер. Валя, 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 Валя! Валя, Валя, Валя! Даша? Все отменяется. Но деньги мы... Арсений Андреевич, как насчет романтического ужина? Почему нет? Ребят, давайте! Опа! Так, шампанского! Константин, срочно на склад у нас ЧП. Костик, ЧП это я. Я тут подумала, зря я на тебя накричала и... Это... Это было неправильно. Я бы... хотела... Извиниться. Костик, ты меня простил? Костик, ты меня простил? Да. Молчание золото. Алексей, где Павел Рыбак? Где второй партии? Я не знаю. У нас проблема. Павел самовольно занял люкс и пьет там с другом. Будем увольнять или пожалеем? А вы сами не знаете, что делать с партией, которая нарушает трудовую дисциплину? Вы уверены? Увольняйте! Паха, за тебя. Чтобы не переводились бабки в отеле. Бабы в постели. На здравие. Пиши. Пиши. Что? Заявление. По собственному. Или по статье тебя уволится за нарушение трудовой дисциплины. Паха. А что это? У тебя холоп такой борзый. Что скажет на это Паха? Ань, смотри, тут я теперь как бы сам холоп. Тетька отель забрала, сказала год партии вкалывать. Все правда? Я сейчас пацанам позвоню, а не оборлюсь. Вони уже на свои кайманы. Пардон. Я не имею писать заявление. Я напишу. А ты только подпись поставишь. Красиво меня подставил. Надо было Софью позвать. Перед ней было бы круче меня дерьмом поливать. Не хотел ее забрызгать. Подписывай. А ты думаешь, я боюсь отель потерять? Я ее потерять боюсь. Поэтому согласился навести этот балаган. Потому что хотел жениться на ней. Ей не нужен такой муж. А кто это решает? Я. Михаил Жекович, не слишком мне много. Вы за меня решаете. Соня, тебе будет лучше без него. Со своей жизнью я разберусь сама. Вы меня очень разочаровали. А ведь он прав. Тебе будет лучше без меня. Забудь про мое предложение. Тебе выделал хозяин отеля. А теперь я просто нищий холоп. То есть, только нищий. Это, типа, прощай? Это, типа, я согласна выйти за тебя замуж. Добрый удар. Ты как? Всю ночь отрезанные уши снились. Угу. О, бабушка. Привет, бабуль. Тамара Васильевна, здрасте. Здравствуйте, моя красавица. Внученька, спасибо за подарок. А цветы просто прекрасные. А какие цветы? Какой подарок? Ну, который Петя от тебя передал. Доброе утро. Так, ну, пожалуйста, не надо. Только не к бабушкам. Тамара Васильевна, бегите. Он у нас сейчас уши отрежет. Беги! Вы что там, пьяные, что ли? Ладно. К бабушке вы поехали, чтобы сделать мне приятное. Нож выточили, чтобы сделать приятно бабушке. Но откуда ухо? Из стволовых клеток. Из лаборатории вразец привезли те самые венчурные инвестиции. Угу. Фотка! А откуда у вас моя фотография? На фото не вы. Это моя жена. А, значит, вы женаты? Был. Но ее больше нет. Извините. Вы очень похожи на нее. Кстати, откуда вы знаете про фото и про ухо? Угу. Слышите, а где там бабушка? Ученьки. Константин, спасибо за информацию. По крайней мере, Дашиной бабушке ее понравилось. Опять мозг чистить? Субтитры создавал Денис А. ИНТРИГУЮЗСКАЯ МУЗЫКА You are the one thing So shine, shine on me tonight Алло? Кто это? Доброе утро! Ну как ты? А свылась? Когда тебя вижу, всегда все хорошо Паш, мы договаривались на работе Да ладно, ладно, моя белая господа Павел, вернитесь к своим обязанностям Добро пожаловать в отель «Ильон» Здравствуйте Ну ладно Что, серьезно такая фамилия? Гнида Как же вы в школе учились, Ольга Николаевна, гнида Вы что себе позволяете? Прошу простить нашего портье за неопытность В качестве извинений предлагаем вам номер «Люкс» У меня и так забронирован номер «Люкс» Пожаровать в «Люкс» Ваш номер двести второй, а паспорт мы позже вернем, он нужен для оформления Хорошо Ой, простите, я такой неловкий Ничего страшного Было даже приятно Ты не представляешь, что ты сейчас пропустила Сначала я заселил гниду, а потом транс Спокойно, 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 спокойно Давай, тушься, тушься, дыши, главное Дыши, главное, дыши, дыши Давай, поднапрягись, родная Головка показалась, я принимаю внимание Внимание, головка показалась, я принимаю Ушлите, новый король кухни Поздравляю, коллега, роды прошли Успешно Дост, а как же мне этого не хватало? Ай, мне Ну, теперь-то мы с тобой зажжем только Это да, да Че встали-то? Веселье закончилось, всем работать, обмылки Кальмар мне в глотку, какие мы серьезные Маш, я нашла милый ресторанчик и предоплата небольшая А не-не, не волнуйся, я все оплачу Ну, это же и моя свадьба А я против Не кипятись Прости, для меня это первая свадьба и последняя, я надеюсь И очень важно, чтобы я все оплатил Я понимаю Но Извините, у меня просьба стихийного характера Позже поговорим Извините Павел Да Вы не могли бы очень срочно купить два билета в Большой театр? Ага Если не хватит, я добавлю Наверное, да А Извините Ага Как же я ему завидую Кому? Себе, в прошлом Пришел, приказал, ушел Даша Ты не знаешь, как купить два билета в Большой театр? Гость просил Очень надо Знаю А по спорам ты не сможешь это сделать Прости Прости, прости Я тебя прошу это сделать Во имя всего, что между нами было Так, это было лишнее А я себя попрошу как друга Давай Ничего премии вам не будет Понятно? Извините Михаил А я, кстати, Алла Очень приятно А вы знаете, что в переводе с арабского ваше имя означает богиня? У вас не будет зарядки для телефона, я свою забыла Секундочку Прошу за мной Вуаля Какой вы быстрый Для мужчины это не всегда комплимент Спасибо, вы меня очень выручили Сколько я вам должна? Ну, вообще-то зарядка не продается, она мне дорога как память А если вы про чаевые, то с красивых девушек я чаевые не беру Ну, ты прям настоящий афро, Стас Михайлов Укротитель женщин Во-первых, не ты, а вы А во-вторых, работай, тетенькин сынок Вот вам самый полезный салат О, хорошо Все полезно, что в рот полезло Помидорчики, помидорчики Это что такое? Это Федя? А, я объясню сейчас Вы, наверное, видели в интернете там повар, который, который солит так через локоть А Федька придумал вот так салат заправлять Да, вот такой, как бы, писающий, как бы повар Такая, как бы, фишка Говорят, люди потянутся У нас ресторан со звездой Мишлен Да Если люди узнают, что у нас так заправляют салат маслом Да Это вообще масло? Это масло? Это масло, конечно, вот попробуйте Нет, нет, спасибо Арсений Андреевич Да Разберитесь, поставки обсудим позже Да, конечно, хорошо Ты нормальный вообще Так подставлять мне перед Софией Это ж ты меня так учил салат заправлять Федь, если она тебя увидит еще раз за каким-то таким делом, я тебя больше защищать не смогу Понял? Билеты в театр Да Вот Я не нашел Последний С вас еще двадцать тысяч Вы не смотрите, что там написано по сорок пять тысяч Это перекупщики просто совсем обнаглени Понимаю Спасибо Разрешите пригласить вас на балет в Большой театр? Еле достал билет Еле достали? Значит Да, было сложно Полдня простоял в очереди В результате купил у наглых перекупщиков Бедный, бедный Знаете, я сегодня не могу У меня другие планы А я нашел нам еще тридцать тысяч на свадьбу и то всего за час Здравствуйте, приятного аппетита Извините, что я вас тревожу Я, наверное, лезу не в свое дело Но я это не могу больше держать в тебе Не держите Вы очень нравитесь нашему выходу Джековичу Знаете, такой черненький, загорелый Он просто боится сделать первый шаг Но он очень нерешительный Нерешительный? Я бы не сказала Я его давно знаю Весь день только про вас говорит Да? Ну, что же он говорит? Ну, он говорит Если бы красота имела два конца В одном конце были бы вы А в другом конце Некрасивая женщина Короче, у меня с русским это не получается Но Понимаете, он Я-то таких комплиментов Насчет женщины еще не услышал Прикинь Это баба Джековича втрескалась Везучий Собака Да, короче, еле его отмазал А ему кофигу Субординации никакой Все, шуточки свои шутят Ну, что с ним делать, дядя Боря? Ну, посоветуй Ты же мудрый Старый За мудрого тебе спасибо Ну? Знаешь, я 90-е Открыл варек Ну, там, жвачка, сигареты Друга позвал Тогда с работы туго было Сначала все хорошо было И потом он Оборзел Я ему говорю Поезжай за товаром Угу Я не могу Угу Потом кирпич ему на голову упал и все Ты что, своего друга кирпичом, что ли? Не, да это позже уже было Когда он на стройке работал Когда я его уволил уже А Вот это я к чему говорил? Я не знаю У тебя два пути Либо ты его уволишь Угу Либо ты будешь терпеть Все Давай наливай, дядя Боря Сейчас хряпну, пойду с Федей поговорю Открыто! Вы просили меня подняться? Да Вот билеты Вы, конечно, очень симпатичный Но с вами я в театр не пойду Да что ж такое Никто не хочет со мной в театр Билеты не понадобились, спасибо Я надеюсь, вы не хотите деньги обратно Потому что билеты не возвратны По-моему Нет Сходите сами Спасибо Что за вопендрюля Я захотел с вами в театр Она не вопендрюля А особенная И как оказалось Неприступная Как и говорил Бывший хозяин этого отеля Нет неприступных женщин Здесь только неправильный подход Вот что любят женщины? Если б я знал А я знаю Они любят? Когда башню сносит Снесите ей башню Прыгните с парашютом Покатайтесь на воздушном шаре Займитесь серфингом Она не устоит А театр Это... Извините Все Так все Ушел Все Михаил Спасибо еще раз Что бы я без вас сделала? Я думаю, просто купили бы зарядку за углом Там магазин все для красивых женщин Обожаю мужчину С чувством юмора А вы не хотите сегодня вечером составить мне компанию и поужинать? Алла, я бы с удовольствием Но я боюсь вас подвезти Слишком много работы Ну если придумаете, вы знаете, как мне найти А я как раз тебя ищу Смотри, мне Айнурка фотки прислала Во! Помнишь? Это же первый день, как мы с тобой познакомились Ты, конечно, толстая, как белуга беременная Смотри, какие мы с тобой молодые Давай ищу Дарья, я тут подумал, если вы не хотите идти со мной в театр Может быть, вы хотите со мной полетать? Сами мы летать не будем Давайте просто покатаемся на воздушном шаре Извините, у меня много работы Ну, что с ней делать? С ней? С ней не знаю Приезжают завтра утром Извините Простите Дело важное Я хочу пригласить свою невесту в театр У меня два билета в большой театр Кого пригласить? А вы не знаете? Эта шикарная блондинка Согласилась выйти замуж за обаятельного сербского кастербайтера Это ненадолго Это вы в вашем браке? Михаил Джакович Извините Совет да любовь Ала Я знаю, что вы делаете со мной сегодня вечером Федор Федор! Ты почему не работаешь, а? Ты что думаешь, здесь можно что хочешь делать? Можно шутить, здесь можно бездельщить, можно здесь шутить, да? Я только что салат доделал Не надо доделывать ничего Надо... Работать надо Синь, я работаю Ты что так нажрался-то, браток? Кто-кто? Кто-кто? Блюдо от шефа Стейк по-дежонски Я сейчас, сейчас приготовлю Мы с тобой договорим, понял? Ты что, я сам приготовил, ты ж хлам Кто? Ты сам хлам Хлам Я шеф-повар хлам Ага Сам все сделаю Синь Да, Юль Привет, моя самая близкая подружка Понятно Что надо? Даша, поручай Меня тут, короче, на роль утвердили И через полчаса съемки Приведи, пожалуйста, мои туфли Они в шкафчике в пакете лежат Не поняла, а почему ты сразу с собой не взяла? Ну, так я думаю, меня не утвердят, как обычно Ну, привези тут недалеко Я тебя отблагодарю, когда Оскар получу Я тебя с Ди Капрю познакомлю Угу Ты пока Оскар получишь, Ди Капрю помрет Да ну, пожалуйста Жалко, что ли? Давай, присылай адрес Ваше блюдо от шефа Стейк по-дижонски Он передержан Я заказывал medium rare, а не medium rare Переделайте, пожалуйста Я хочу выпить за самую красивую девушку в этом ресторане За вас Звучит музыка Звучит музыка Шеф Эта иностранница уже достала, говорит, вы слишком долго переделываете Да Да пошел она Ух ты И ты вместе с ним давай иди, чтобы он по дороге там не потерялся Все Готово Сень, ты А, что ж ты делаешь? Упала котлетка Сень, Сень Отойди Отойди, я сказал Сказал Вот Вот Medium rare Что происходит? Вы сумасшедший? Кто такой? Пошел вон с моей кухни Я инспектор Мишлен Инспектор Пошел на... Руки убрал Уволен ты? Почему? Потому что ты мой друг, ты понял? Поэтому уволен Провалил Сень Я очень недоволен всем, что здесь увидел Так, так И что? Поэтому я лишаю ваш ресторан звезды Мишлен Это важная новость Окей Конечно, окей Такие вопросы Я хотел бы сказать Все, заработало Павел Аканьевич, вы видели? У Джековича-то получилось? Такую бабу зарканить Да, бабу А, и девушку Какую девушку? Он сейчас ее в номер приведет Раз денет А там его ждет маленький сюрприз А может и большой? Павел, извините Этот край муха А что за намеки-то? А я к тому, что Джекович сейчас в номере Развлекается с мужиком Я видел ее паспорт Она трансформер То есть он В чем дело? Это правда? Что правда? Что у тебя интим Это, ну как Ну, как Ну, правда Как же так, Миша? И что, мама Ты ничего не заметил? А? Я заметил, что София замуж выходит А я свободный мужчина Что хочу, то и делаю Не унывать же Один раз живем Тебе понравилось Еще бы Любому понравится Ну, ты не обобщай Миша Иду Ну, что же, старик Это все-таки Твой выбор И дело Твое все-таки Да Вот я подошла к бомжу, который играет на гитаре Вообще-то я не бомж Извините Видишь слева белый шатер? Вижу Давай выходи быстрее Забирай свои туфли, иначе я подарю их бомжу Я не могу, меня гримируют Заходи в шатер Видишь перед собой коридор? Шагай туда, Алиса Здрасьте А кастинг здесь проходит? Да, проходите Спасибо Это что? Сюрприз Сейчас мы с вами немного полетаем Что значит полетаем? Подождите, я не согласна! Зашу, вижу по лицу, вы не очень довольны Но оно и понятно Я вас обманул, подругу вашу подговорил Просто я хотел сделать сюрприз Сюрприз У вас все в порядке? Как вы думаете? Меня всегда тошнит на высоте, поэтому я не соглашалась Надо было соглашаться на театр Извините, мы вам тут Немножко Ничего Я такое каждый день вижу Все, кончилась романтика Опускаемся В ваш ресторан Лишили звезды Мишлен Руководство очень недовольно Арсений Только за ваши заслуги Мы вас не увольняем Но понижаем до рядового повара Богах Значит, а теперь послушайте меня Я либо шеф, либо не работаю вообще Синий глупи Мужу своему так скажешь Ну, значит, вы уволены Я уволен И кто у вас будет шефом-то? А кто у нас тут шеф? Поздравляю, значит, теперь вы шеф, согласны? Субтитры сделал DimaTorzok До свидания Увидимся Паша В общем, я знаю, что тебе это не понравится Но я верю, что ты поймешь меня правильно Я уже внесла стопроцентную предоплату за ресторан Ты на меня не злишься? Как я могу на тебя злиться? Потом Мы же договаривались Можно мне мою паспорт? Можно мне мою паспорт? Пожалуйста Спасибо Это же паспорт моего брата Вы что, заселили меня по этому паспорту? Простите, но просто такой, какой вы мне дали, я сейчас приоформлю Хей Хей Дорога Ну что, давайте. Не поминайте лихвы. Сень, не уходи с горяча, братан. Не брат ты мне. Ну как сюрприз? Понравилось? Как полетали? Слышь, Мариарти, на, забери свою тупень. Так тебе и надо. Похожешь на мой фитнес-браслет. А вдруг как в фильмах? Вышел за территорию отеля и башка взорвалась. Товарищи, товарищи, они уже даже не скрывают, что мы просто рабы. Вот они, ошейники выдали. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Надеюсь, все уже ознакомились с выданными гаджетами. За нами что, следить будут? Сначала следи, куда прешь. Я понимаю ваше недовольство, но это инициатива нового руководства, которое, кстати, сегодня вечером будет официально представлено. Браслеты помогут оптимизировать рабочий процесс. А по-русски можно? Если браслет покажет, что вы истощены или испытываете стресс, мы отправим вас на обследование или в отпуск. А, в отпуск вечный и неоплачиваемый. Если честно, я сама еще не разобралась в тонкостях. Одно могу сказать точно. Браслеты очень дорогие, поэтому аккуратнее. Если вопросов больше нет, все свободны. Свободны. Они еще издеваются. Не застегиваются. Свобода — это осознанная необходимость. Если вот становится природой... Дядя Борь, а вы не могли бы починить? Конечно. Ну, и после полета на шаре и совместного сброса балласта все еще больше запуталась. Я понятия не имею, как она ко мне относится. Может, я ей нравлюсь, а может быть, я для нее устаревший экспонат, как кнопочный телефон. Не знаю. Но хорошо бы это выяснить. Константин? Что за броновское движение? Болгался. Ну, мы нам штукенцы выдали, которые считывают все показатели. Говорят, тех, кто не напрягается, могут уволить. Гениально. Там же вся информация. Спасибо. Моя Афридита. Подожди, не шевелись. Да, ой, ошейники. Спасибо, Борис Леонидович, что починили мой... Без кастрюльный пистолет. Да. Без него, как без рук. Ну, вот так. Все работает. Спасибо. Да. А где Жеонок? Где Павел? Лешу послали в 301-й, а Павел готовится к мальчишнику. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Рад снова видеть вас в нашем отеле. Я вас, Михаил Джекович. Познакомьтесь. Это моя мама Анна Павловна. Очень приятно. Ой, вы не видели маркизу? Мамуль, присядь пока. Садись, садись. Маркиза, это кошка. Она жила с нами, когда еще маленький был. Михаил Джекович, сейчас очень хорошо. Прозвоните за моей мамой. Ей очень задолго, и всякое может случиться. Конечно. Я целый день на конференции буду. Пожалуйста, ваш номер 205. Спасибо. Подберемся. Мамуль, пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Не, не, не. Не, в отеле, в барчике одна. Да, я снял. Извини, я побежал. Тут у меня гость из Зимбабве приехал. Надо показать, как лифтом пользоваться. Константин? Все в порядке? Пресс напрягаю. Чтобы видели, что активность у меня высокая. Может, премию дадут. Скажи, в больничку отправятся. Эту штуку сложно обмануть. Она покажет, что вы испытывали напряжение, стоя на месте. Вы-то откуда знаете? Все вот тут. Вы что, браслеты взломали? Только даже. Смотрите. Это пульс, а это сердечный ритм. Это давление. Стоит повышенное. Вот это температура тела. А этот ползунок показывает эмоциональное состояние. Тут еще много всякой ерунды. Но главное, теперь я могу узнать, что она ко мне чувствует. Пульс ускорился. И температура растет. Похоже, Дарья возбуждена. Афродита. Посейдон вернулся. Да что такое возникнет? Сквозняк. Интересно. Что у нее там в журнале? Похоже, Дашку заводят прикольные оборотки. Вполне возможно. Принцип бритвы Оккома велит не усложнять. Вот. Поел и не хочет платить. Девушка, я хочу, но не могу. Денег нет. В стране кризис. Ну, звоните своим друзьям. Пускай привезут. Мы подождем. Долговато вам придется ждать. Я из Сумения. Друзей у меня здесь нет. Кость, ты с ним делать-то? Слушай, не знаю, о чем вы шепчете. На догадусь, вы, наверное, хотите позвать полицию. Это бесполезно. Статьи, по которым я могу привлечь к ответственности, ее просто нет. А сколько он наел? Вот. Девять штукарей. Подъем. Все. Костик, не надо. У тебя будут проблемы. Спокойно. Он просто отработает то, что наел. Подъем, подъем. Костик. Костик, убери. Михаил Джекович, тут, привет. Тут такое дело. Раньше нет пушу. У меня уже Зуенок отпросился. Да, лицо бледное, уставшее. Пришли показания за браслет. Тебе начинается простуда. Дуй домой. Тебе надо отлежаться. Давай, давай, дуй. Так что извини. Однако она его не справится. Просто у меня сегодня мальчишник. Ладно, поможешь одной госте и иди. Маркиза убежала. Вы знаете, она у меня совсем домашняя. Она молочко с колбаской только кушает. Задача весна. А София Яновна скоро выжнется? Через пару часов. У нее встречается кларист. Мне будто стало легче дышать. Я могу пройти мимо асимметрии. Меня перестало раздражать беспорядок. Прекрасно. Это основные признаки ремиссии. Поэтому давайте попробуем отменить препарат. Вы думаете, я смогу обойтись без него? Уверен в этом. Ваша предстоящая свадьба – лучшее для вас лекарство. Хорошо. Труд из обезьяны сделал человек. И тебя сейчас заставим эволюционировать. Давай. Теперь трудись на благославного отеля Элеона. Добрый день. Здравствуйте. А вы за подвесками королевы? Вам не нравится? Нет, почему? Очень даже оригинально. Извините, пожалуйста, если я вас обидела. Да нет, нет. Ничего. Садись. Слушайте, вы не имеете права удерживать меня против моей воли. Я тебя не удерживаю. О, наручники тебя держат. Я тут ни при чем. Садись. А, иди, иди. Лень, зайди. Кто это? Наел он девять шуткарей, платить не хочет. Что с ним делать? Да ничего с ним не сделаешь. Много таких было. Я же говорил. Ну ладно. Давай ключи от наручников. Так у меня нет. Это батина старая. Я их для декора повесил. Ты что, охренели что ли? Ну-ка, снимите их. У меня самолет через три часа. Ну-ка, тихо. Думать надо было, когда на халяву жрать шел. Верни телефон. Я позвоню в полицию. У них должны быть ключи. А ну дай телефон, а. А теперь что с ним делать? А я не знаю. Меня вообще здесь не было. Дядю Борю попроси. Он может поможет. Ну и руку ему отфигачит. Вы что, тупые что ли? Обычная домашняя кошка. Субтитры делал DimaTorzok Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. А-а-а. Летя тут... Усы не работают. Я сейчас не могу. Я с гостем. Он же все равно спит. Я уже не знаю, что думает. Всю статью перечитал. Он что, в наручниках? Да. Но он сам попросил. Говорит, мне надо. Говорит, пристегните меня к себе наручниками, пока я сплю. Меня просят, я выполняю. У каждого своей таракашки в голове. Ну, конечно. Ей понравилась не суть, но форма. Пауки. Генеально. Ну, и правильно. Пусть побегает, поищет кошака. За все его самодушство. Будь здоров. Спасибо. О-о-о. Я смотрю, у вас с Валентиной жизнь бьет ключом. Знаешь, когда идешь в буй, надо уж быть во всеоружии. Я пешком. О, Джекович. Бабуля пропала. Анна Павловна. Как? Она вызвалась помочь кошку найти. Мы договорились, она поищет на улице. Я в отеле. Ее что-то долго нет. Ты что, идиот? Нет. В твоем же быстрее. У вас есть ее номер телефона? Да. Так что нет никакой кошки. Меня из-за вас какое-то чудовище в подвале исцарапало. А вдруг оно меня заразило бешенством? Или какой-то редкой форме дебилизма, как у вас? Ну, прости. Я был неправ. Ты мне поможешь? Ее надо найти. Она же как ребенок. Я ищу снаружи, а ты в отеле. Хорошо. Черт. Вдвоем же быстрее. Алёна Павловна, у вас все хорошо? Ты что, устроился в Гринписть на полставки? А, нет, это Маркизу. Бабуля одна просила найти. Ничего смешного. А мы с Маркизой по телевизору новости смотрим. Если возникнут какие-то проблемы, звоните. Где дядя Боря? Пост ушел по делам. Болгарка есть. Да давай ты тут криминал не будешь свой делать. Э, мне наручники надо распилить. Мы дядю Борю баню строим. Она там, короче. А давай я топором разрублю. И не бойся, я барану со ста метров в глаз попадаю. Топором. Попаду. Фиама, решим твою проблему. Не надо, не надо, пожалуйста. Слушайте, у меня тут кошелек, он в носке. Пожалуйста, забирайте все, только не убивайте. Я вас очень прошу. Ну, так бы сразу. Все равно не дергайся. Мы ж наручники хотели разрубить. Это я на станции Восток. В Антарктике. А это Новая Гвинея. После укуса тропического шерстника. Хорошо, что вы побрелись. Вам так гораздо лучше. Спасибо. А это паук-птицеед. Хочу завести себе такого. Как вам? Ну, вроде симпатичный. Так, мы же договорились. Преступление. Так восхитительно выглядеть. И быть такой непреступной. Мне тоже нравится. Дарья. Да? Может, мы сегодня вечером сходим поужинать? Обещаю, никого не вырвать. Ну, раз обещаешься, тогда ладно. Дай угадаю. Он пригласил тебя под этим. Ты немного поломалась. Он показал тебе свою крутую яхту. И ты согласилась. Почти. Только показал мне не яхту. Какого-то огромного паука. С мохнатыми лапками. Мерзость. Ладно. Разве тебе не нравятся крепкие мужские лохматые лапки? Немедленно вызовите полицию. А что случилось? Я дженерал-менеджер отеля. Сущий пустяк. Меня удерживали против моей воли, потом пытались убить, а в остальном у вас прекрасный отель. Расскажите поподробнее. Я думаю, что нам как-то удастся уладить этот конфликт. Это что за псих? Ты бабулю нашел? Нет. Все углы обладил. Опаливай, конечно. А ты вообще не догоняешь. Это будет удар по репутации отеля. В первую очередь по Ол. По Софии. Да? Михаил Джекович, а мама не с вами-то моя? Не могу дозвониться ей. Нет. Она в номере. Пожалуйста, передайте ей, что я буду через полчаса. Ее с вами едет. Я пойду еще поищу. Пожалуйста. Оплаченный обед с чьими. С ним все нормально? Конечно. Мило поговорили, я ему объяснил, что так поступать нехорошо. Константин, это правда, что вы удерживали человека против его воли и угрожали топором? Вы уволены. Мы приносим вам свои извинения. Конечно же, мы купим вам билет в бизнес-класс. Ну, а пока предоставим люкс. Я бы поел бы еще. Ты что? В обед не наелся, паскуда? Тихо, спокойно. Аккуратно. София Яновна, выведите, пожалуйста, этого человека из отеля. Я не хочу, чтобы его увидело руководство. Константин? София Яновна. Сергей Юрьевич, мне нужен ваш совет как эксперта по недвижимости. Прошу пять минут. Анна Павловна, ваш сын приехал. Анна Павловна, Анна Павловна! Анна Павловна! Ой, нас нашли. А теперь мы вас искать будем. Сережа! Сережа! Маркизу нашлась! О, боже мой. Спасибо. Кот, привет, надеюсь? Да. Большое спасибо. Ларгиз. Где ты ее нашел? В шкафу. Окошко откуда? Спасибо тебе. Извини за неудачную сутку. Да ладно, зато я ее изучил, а ты как следует. И еще. София счастлива с тобой, я это вижу. Смотри, не облажайся. Вали уже на свой мальчишник. Можно было просто вызвать полицию. Но нет, ты же умнее всех. Константин, ей действительно нравятся пауки. Умер кто-то. Меня уволили. За что? Долго рассказывать. Ну и прекрасно. Ну, раз вы теперь безработные, давайте ко мне, личным помощникам. Так, а какие условия? Не переживайте, не обижу вашего благоверного. Прошу. Я думала, мы поужинаем в ресторане. В ресторане таких блюд не подают. На минуту оставлю вас одну, но ожидания будут стоить того. Обещаю. Ну что, мать-белый друг, будем тебя лечить? Валюша, тут все работает. Значит, у нас будет больше времени, чтобы заняться делом. Минуточку. Минуточку. Это вам. Мне? Хотите его подержать? Сейчас достану этого красавица. Подождите. Мне надо в туалет руки помочь. Боря. Боря! 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 Ну, это чудовище, ты представляешь? Даша! Даша! Ну что, в порядке? Нет. Вы чуть не прибери меня дверью. Ничего не понимаю. Да, я тоже не понимаю. Что вы там всё время смотрите? Это показатели с вашего браслета. Так, всё. Я звоню в охрану. Нет, не надо. Алло. Витинь. Ну, где ты, чувак? А что, совсем не успеваешь? Что дело? Ну, когда ты приедешь? А, ладно, старик, ладно. А, давай попрызять. Нет, никаких обид. Что с тобой? Скажите, горячее уже подавать? Доктор, скажите, а что могло стать причиной приступа? Скорее всего... ...переутомление. А почему тогда это устройство не показало? Зачем нужно найти чёртовы браслеты? Позвольте представить Петра Алексеевича Романова, нового совладельца отеля «Элеон». Пётр Алексеевич – бизнесмен, меценат, а с недавнего времени владелец 51% акции отеля «Элеон». Так что, его голос по любым вопросам будет решающим. Ну, наконец-то, я увидела своего нового партнера. Очень приятно. Заимно. Добрый вечер. С кем-то мы уже успели познакомиться. С кем-то нам ещё предстоит. Ну, я уверен, мы поладим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что ты про него слышал? Говорит, какой-то бизнесмен. Я бы на тебя гранула, это он флешку придумал. Едей и мерикосом продал. Бабок поднял кучу. Может, он даже не уж узнает. Вчера на вокзале себе чебурек взял. Ой-ой, какой вкусный. Чуть язык не проглотил я. Отель он наш купил, чтобы тебя в кроватку затащить. В этом же отеле. Везет тебе. Еще одного хозяина отхватило. Никого я не отхватила. Он меня все это время врал. Я вообще не буду с ним больше общаться. Ну и дура. Если бы меня так перло... Доброе утро. Мы вчера с вами познакомились, но так и не поговорили. Сразу хочу обозначить нашу общую миссию. В ближайшее время мы должны сделать наш отель самым современным и инновационным в стране. Поэтому в любое время суток я открыт к вашим предложениям и идеям. А что если предложить использовать отпечатки пальцев? Ну, вместо ключей. Как на телефоне. Брать отпечатки при заселении. Да. Чтобы гости подумали, что мы на ФСБ работаем. Я хочу, чтобы в нашем коллективе процветала атмосфера творчества. Извините, а мы будем только творчеством заниматься или работать тоже? Просто у ресепшн очередь? Да-да, конечно. Народ, еще одно объявление. Завтра будет нереальный бухач. Это еще на русском называется свадьба. Приглашены все, кто не бесится фьюерному. Будет пустая свадьба. Чуть-чуть. Миша, я надеюсь, что завтра все пройдет хорошо. И ты сможешь обойтись без своих обычных пакостей? Держи. О, Бадула вернулся. Слушай, я что подумал-то? Я, наверное, вспылил, наверное, я тогда. Ну, что, буду обычным поваром. Зато с другом в одной команде, в родном месте. Тебя Маринка, что ли, прислала? Я ей даже не говорил еще. Ты дебил? Быстро пошел к Феде и проси его, умоляй на коленях, чтобы он тебя взял на работу обратно. Я к этой гниде никогда не вернусь. Ну, что, дружище, возьмешь? Добро, пожалуйста, команда. Федор, здрасте. Здрасте. Скоро Тимур подъедет, привезет спиртное, икру, торт. Проконтролируйте, пожалуйста. У меня на лилии аллергия. Привезете мне их на похороны? Милая барышня, мне очень нужен мой костюм, да. Завтра у нас Зоенька юбилей, 40 лет. Да-да-да-да-да. Утром мы будем слушать музыку. Вот. Привет. Здравствуйте. Даша, я хотел с тобой объясниться, поговорить. Извините, я не общаюсь с малознакомыми людьми. Вы знаете, в прачечной не берут трубку. Давайте, вы поднимайтесь в номер, а я принесу ваш костюм. Благодарю. Благодарю. Дорогу. Жюль, Жекович, спасибо. Ты что, вся штука официальная, специальчик с сигаретой? Прекратите вы! Да? Что ж такое, да? Совсем ненормальные, что ли? Ты вообще шеф. Как ты себя ведешь перед подчиненными? О, быдло рыбное. Ты тоже хорош. Человек взял тебя на работу, так веди себя нормально. А что с моим тортом? Ай! Кто? Кто его туда поставил? Я, но я не специально. Я же тебя просила. Это подло, Миша. Вот умеет, Жекович, ни с чего косякнуть, да? Хорошо, что тебе не перепало, да, дружище? Да, дружище. Я тебе на радостях даже премию выпишу. Да? Конечно. Вот. Все. Отдохнешь, мясочек на заготовках. Фуагра поросячья. Да, Юль. Нет, нельзя мои штаны надеть. Но если ты хуже надела, зачем спрашивать? Подожди. Да, Павел Аркадьевич, сейчас принесу. Мы же его не оформили на номер? Угу. Да. Борис Леонидович, все в порядке? Да, да, вот, как вчера, как заказывали, 20 коробок, вот. Я на ночь эту еще пленочкой укрою, вот. А завтра на свадьбе, как долбанем, то ваше 100 тысяч в воздух. Очень красиво будет, но жалко. Можно было бы забор на даче поставить. Мой дружбан-старячка, это не ругательство, это имя. Согласился провести нашу свадьбу. А он лучший в Сербии, там она. Отлично. Пусть там остается. Я уже договорилась с одним из лучших ведущих Москвы. Ну, подожди, я никак. Я могу ему отказать так просто. Ты можешь ему отказать. Я могу. Отлично. Пусть нашу свадьбу ведет какой-то срачка. Срачка. И, кстати, он приедет сегодня обсуждать сценарий. Да, я по работе отошел. Субтитры создавал DimaTorzok А что случилось? Мы же всего три минуты медитировали. Просто нужно позвонить. Срочно. Жене. Все. Ну, что вы делаете? Узнал недавно то, что у трех процентов людей на всей земле отпечатки совпадают. Так я на нос поставил. Теперь никто не разблокирует. Вот еще б такое на ноут сделать. Случай был. Домой бабочка залетела. И Степка, мой сын, спросил, как она называется. Я в поисковике быстренько ввел бабочки Москвы. Так она мне высветила сайт с путанами. Настя потом историю поиска проверила, и это гениально. Она орала потом всю ночь. С возвращением. Поскольку на самогонный аппарат не похожа, спрошу, что делаешь. Зарабатываю на безбедную старость, Джекрид. Слышал, новому владельцу инновации нужны. Так вот, у меня вот эта идея с ветряными электростанциями давно засела. Знаешь, сколько они электроэнергию сберегают? У-у-у. А где здесь крышка эта была? А, я ее в коптерке забыл. Не трогай. Сейчас приду. Миш, ты совсем? Это не я, это само по себе. Хватит врать и перестань пытаться испортить мне свадьбу. Я ничего и не пытаюсь. Я вообще уеду из отеля? Чтобы ты так не думала. Что-то не похоже на костюм за три тысячи евро, да? Это какая-то путаница. Ваш костюм, видимо, еще не погладили. Как только он будет готов, я сразу его принесу. Сейчас приедет с ярко... До свидания, Анастасия Степановна. До свидания, Михаил Джекович. И все будет хорошо. Извините, я вас не заметил. Ай, нога-нога. Кажется, пересломал. Я сейчас вызову медиков. Вы гость отеля? Я к Павлу. Я должен везти его свадьбу. Вы с Речка? Да. Соня, извини. Я правда случайно. Я даже не знал, что он ваш ведущий. Ничего страшного. А знаете, Соличка, я обязательно передам Павлу, что вы не сможете провести нашу свадьбу. Мы вам заплатим. Миша, отвези его в больницу. Михаил Джекович о вас позаботится. А нам пора. Настя. Привет, Сень. Привет. Здорово. Помощь нужна. Что тебе надо? Спинку почесать? Или трусы постирать? У нас завелась крыса. Я утром положил в холодильник четыре банки черной икры. А теперь там только две. Нет, ты не мог. Ты же только пришел. Помоги на эти воры, а? А у меня времени нет. Мне он же пять килограмм морковки надо протереть. Ну, ты же поваров лучше знаешь. Кто из них мог? Ты башкой своей думаешь вообще? Здесь суперпрофессионалы. Я их собирал по всей Москве. Любой мог. Тимур икру только завтра подвезет. Ну, не в магазине же за сорок штук покупать. Если поможет найти воры икру, со шефом сделаю. По рукам. Видимо, инвертор. Китайский. Перегрелся. Спасибо тебе, что ты не сдал. Вот коньяк с меня. Это я его принес. А. Ну, и за это спасибо. Не понимаю. Я думал, она меня за ведущего вообще убьет. Она как будто обрадовалась. Замуж она не хочет. Все это взял. Я в женщинах разбираюсь. Ребенок. Сколько их у тебя было-то? Ну, не знаю. Вот. Может, пару сотен. Вот. Это потому, что экзотика. На тебе спрос. Я вчера видел, как она с Дэнди своим ругалась. Ну, сама она уже отменить свадьбу не может. Она ждет от тебя решительных действий. Да нет. Наоборот. Она вчера сама подошла и попросила. Миша, надеюсь, ты обойдешься без своих пакостей? Ты вспомни, как она сказала. Надеюсь, что завтра все пройдет хорошо. И ты сможешь обойтись без своих обычных пакостей. Да ну, бред. Я вообще не хочу эту свадьбу видеть. Уеду. Да не брала я костюм Павла. Что ты мне в уши дуешь? Мне девочки сказали, ты взяла. Подождите. Это был костюм дедушки. Из 307-го. Наверное, я перепутала. Иван Семеновича? Да. Не берет. Наверное, ушел праздновать годовщину с женой. Он как раз говорил... С женой? Она же недавно умерла. Как? Бедный дед. Постоянно сюда приезжал с ней годовщину праздновать. В этом году приехал один. А он говорил, что они сегодня встретятся. Ну, по ходу дела, решила с ней встретиться там. И в костюме Павла за три штуки евро. Бегом в 307-й. А вы еще тут? Мы же закончили брейфинг. А вы же ничего не сказали. Просто наушники надели, а мы уже минут 10 сидим. А, да. Ну, идите. Кстати, через пару недель мы полностью откажемся от ключей карт. Гости будут открывать дверь с помощью собственных отпечатков пальцев. Гениально, да? Да, очень здорово. Эту мысль мне подкинул Константин. Константин вообще кладезь идей, поэтому с сегодняшнего дня я назначаю его на должность креативного директора по развитию. Поздравляю. Поздравляю, Константин. Я вообще ему ничего не говорил. Крикил он директор. Походу, он в ванной. Лезвием себе по венам чирик. А? Ой. Ой, вы еще живой? Просто вы вчера сказали, что планируете увидеться со своей женой, и мы подумали... А, нет, нет, вы не так меня поняли. Дело в том, что она всегда со мной. Зоенька всегда в моем сердце. Утром мы с ней слушали музыку, а сейчас я сбегал за ее любимым эскимо на палочке. Вот, пожалуйста, прошу вас. Произошло недоразумение. Так. Я очень извиняюсь, но я по ошибке вам дала чужой костюм. А, да-да, кто-то я смотрю, он мне не по размеру. А вы не волнуйтесь, я его сейчас сниму. Спасибо. Вы не беспокойтесь. Это наша с Зоей любимая песня. Мы всегда в годовщину с ней слушали и танцевали. Я вас очень прошу, пожалуйста, давайте с вами потанцуем. Даш, ну потанцуй, а то я стригу, все ноги оттопчу. Дашенька. Да. Давай, потанцуй, а то он у себя чик-чирик. Буду рада. О, да, да, да. О, и еще одна маленькая просьба. Наденьте это Зоенькино платье. Оно вам будет очень к лицу. Очень. Ну че, поверхностный осмотр ничего не дал. Работал явно профессионал. Где стояла игра? Вот. Было четыре банки, осталось две. Давай, будущий су-шеф, отрабатывай должность. Ищи. Субтитры сделал DimaTorzok земля, земля. Я Юб-Питер. Подождите. Уходите. Ты где ходишь? У него пульса нет. Так он чаю попросил, у него голова закружилась. Скорую вызывай. Ага. А может, костюм Павлика с него снимет? Юля! А, София, там приехал гость, у него бронь на люкс. Они все заняты. Я не могу обратиться к Михаилу Джековичу. Он уехал, сказал, его не будет. В смысле? Совсем? Заселяй гостя в стандартный номер. И скажи Насте, чтобы организовала ему шикарный ужин. Соня твоя, как узнала, что ты уехал, сразу рыдать начала. Чтоб Павлик был, не хочет она замуж. А что случилось? Зато его будут хоронить в костюме новой коллекции данной уже линии. Ладно, не расстраивайся, он Сою уже пожил. Он так любил свою жену, Зою. Даже после смерти не могу ее отпустить. Надеюсь, он там с ней счастлив. Ну что, нашел я твою крысу. Оказалось, хитрый, рыжий, но тупой. Ян нам зовут. Ян? Ян, Ян, Ян. Я вон его патлы нашел в холодильнике, видишь? Навел справочки. Оказывается, его уже увольняли из другого ресторана. Забрось то. А икра где? Икры пока нет. Ну есть план. Значит, полкило икры сожрать он вряд ли мог. Значит, я за ним прослежу. Найду где спрятано. Принесу тебе. Ты зачем икру сперла? А что этот урод тебе на заготовки поставил? Я его утром, как человека, попросила сделать тебя су-шефом. Даже схватки сымитировала. А он отказался. Вот я взяла и сперла на зло ему. А как ты понял, что это я? Я волосы твои нашел. Ну, точнее, не твои волосы, а волосы с твоего платья, которой ты вчера мерила час на свадьбу. Еще час назад пришло смс о том, что с карты списано 142 рубля в продуктовом магазине. Ты все время покупаешь одно и то же масло, которое стоит 110 рублей. Вопрос, что стоит 32 рубля? Хлеб плюс Настя, которая пришла за ножом на кухню. Привет, Сень. Ну, конечно, сама ты за ножом не пошла. А вот отправить подругу, это хорошая идея. Слышь, Шерлок, а что ж ты дома тогда придуриваешься, что ты не знаешь, где у нас лежит туалетная бумага? Так, Марин, давай, значит, так. Ты сейчас возвращаешь все, что осталось, потому что я уже почти су-шеф. Это же, это же надо теперь покупать все в магазине. Это ползарплаты су-шефа, Марин. На твоем языке это 40 упаковок подгузников. Крыса хитровыдуманная оказалась, у которой ухо дергается, когда она врет. Федь, ты неправильно все понял. Твою мышь. Вы опять живой? Давление в норме. А, ну, у него же не было пульса. У пожилых людей пульс плохо прощупывается. Возможно, кратковременный литургический сон был. Настя, коричневые бантики убираем, все, собираем со стола, пусть их просто не будет. Почему ты не сказала, что старичку машину сбила? Я ему звонил. Прости, забыла. Да. Может быть, потому что ты его не хотела? Может быть, потому что вся свадьба на мне, я физически не могу держать все в голове. Значит, не хотела. Так, перестань себя вести как ребенок, ладно? И если ты до сих пор готов на мне жениться, без своего встречки, сходи за букетом невесты. Он на складе. Я тебя везде ищу. Вот. Твой костюм. А, не-не-не, я телефон не надену. Я же суеверный. А, Иван Семенович жив. У него был литургический сон. Извини еще раз. А если... София не мой человек? Вдруг я... Не люблю ее так, как этот дед Улья любит свою Зою. Ища стабильность. Сильную спину я жду опять. Когда не будем, как мы... Маша, у тебя свадьба. Ты просто испугалась. И желаю вам счастья. Давайте поприветствуем наших прекрасных молодоженов Павла и Софию. Перед тем, как официально заключить ваш брак, я хотела бы услышать, является ли ваше желание искренним и взаимным? С открытым ли сердцем, по собственному ли желанию и доброй воле вы заключаете брак? Ну что, Миша, финита ля комедия. Профукал ты своешь счастья. Прошу ответить вас, жених. Подождите! Я должен кое-что сказать. Соня, однажды я уже потерял тебя, поэтому не хочу, чтобы это случилось снова. Я всегда любил тебя и буду продолжать любить. Мы оба знаем, что должны быть вместе. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Со мной. Прошу ответить вас, невеста. Согласна. Соня, однажды я буду смотреть в окно, искать людей, искать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Михаил? А вы идете на свадьбу? Мы можем вместе сесть. Мне так будет проще пригласить вас на танец. Ненавижу свадьбы. Размышлять над крышами. Боже, какие красивые девушки в вашей стране. Разрешите вас фотографировать? Да, конечно. Один, два, три. Окей. Надеюсь, я хорошо получилась. Великолепно. В том числе и на фото. Благодарю. Спасибо. Хорошего дня. Все-таки я не зря сюда поехал. Я нашел это лицо. С ним наши изделия завоевают рынок. К сожалению, мистер Такеши, все номера с видом на реку заняты. Но, к счастью, один из них занят владельцем этого отеля. Добро пожаловать. Дайте мне полчаса, и прекрасный вид ваш. Все для наших гостей. Спасибо. Благодарю. Если бы вы нам, японцам, все так легко уступали. Еще секунду, дорогая, и ты окажешься на свободе. Я в дружь и к тебе. Дядя Боря, выручай. В 209-м проблема. Опять мини барокий рдык. Кто б меня выручил. У меня проблема похлеще у друга запой. Да ладно. У нас же такой праздник. Свадьба. Да она шесть дней как прошла. А я, может, теперь ее каждый день буду отмечать. Как Соня могла? Как могла ты со мной проститься и на чувства мои, и на плевать. Ничего, подожду. Тебе 30? Приползешь ты ко мне. 45. Твое. Красиво. За это надо выпить. Давай так. Пару капель. А то такими темпами можно и белочку схлопотать. Не боись. Пойду освежусь. И спать. Но официально не зафиганной так и не расписано. Павел, паспорт потерял. Обалдеть. И что теперь? Через неделю вторая попытка. Ой, Костик все-таки твой молодец. Так сказать, втиснулся в социальный лифт. Как бы только он в этом лифте ничего не испортил. Боюсь, что он не потянет. Петр Алексеевич дал мне задание. Да. К завтрашнему совещанию нужны идеи, как повысить привлекательность отель. Хорошо. Мы что-нибудь придумаем. Мы? Креативный директор. Я, Настя. Ну, как бы ты, конечно. Но я тебе помогу. Мы не должны потерять эту должность. Пять мы. Почему мы-то? Настя, это моя работа. Я сам все придумаю. Все. Жду тебя в машине. Музыка. 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 Кость, ты чего? Ну, Петр Алексеевич, посоветовал одну методику. Мозг, засыпая, иногда выдает очень классные идеи. Как бы на грани сознания и подсознания. Главное успеть проснуться и записать. Иначе утром не вспомнишь. Угу. Спать в тачке. Что за ерунда? Музыка. Здравствуйте, будьте добры, проследите, чтобы в мой номер не входили. Я вернусь вечером. Конечно. Доброе утро, Петр Алексеевич. Доброе. Извините. Уборка. Девушка. Канаева, твой муж, ты что, угораешь, что ли? Да ладно. Привет. Иди спи. А я уже стою сплю. Да, Юль. Сделай лицо попроще. Как у нее? Это кукла. Ага. Сто процентов реалистик. Пару размерчиков тебе твой Петя, конечно, накинул. Он не мой, Петя. Вот урод. А ты уверен? Тебе не приснилось? Нет. Одежда утром была мокрая. Я точно тонул. Точно помню, у нас с Софией все было. И даже не раз. И даже не раз в нашем возрасте факт запоминающийся. Согласен. Ну. Доброе утро. Доброе утро. Привет, Саня. Здравствуйте, Михаил Джекович. А что это с ней? Ну, ведьма понимает, что совершила ошибку. Ну, и даже не раз. Ошибкой была их свадьба. И вчера она это доказала. Так что шанс у меня есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Михаил Джекович. Здрасьте. Здрасьте. Да, шеф? Здрасьте, Виктор Петрович. Рад вас слышать. Ага. Ну, как вы поживаете? Ой, да. Путешествие. А чего так? Ну да, ну да. Нет. Там какая-то путаница. Звезда Мишлен у нас. Да. А, вы уточняли. Понятно. Нет, там так вышло. Я согласен. Да. Огуски. Да. Огрызки. Как? Рохитоиды, да. Ну, как там твои ночные идеи? Хм. Накидал несколько. Правда, вообще не помню, как это было. Ну, так в этом же суть методики. Сработало подсознание. Так ты, главное, не думай, что эти идеи плохие. Нет, они прикольные. Да? Ха-ха. Класс. Я просто очень рада, что у моего мужа такой гениальный скрытый разум. Спасибо. Вот одну помню, написал спать в тачке, только не помню, что это значит. Наверное, какая-то ерунда. Ты, главное, остальные идеи из вычетного совещания. Угу. 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 Настя, есть минутка? Да. Я по поводу Михаила Джаковича. Да-да-да. Я заметила, что он тебе нравится. Да? Да. Ну, да. Ну, и что? Мы с ним вчера провели ночь. Ну. Так, подожди. И что, он после этого тебе не нравится? Да нет. Нет. Просто сегодня он ведет себя так, как будто между нами ничего не было. Может, он просто не хочет афишировать ваш роман на работе? Мы все выясним. Я, конечно, подозревала, что он долбанутый на всю голову, чтобы с такими тараканами... Да. Разродные таракашки. Хорошо, хоть кукла. За свои деньги он вообще мог бы тебя клонировать. Помнишь руку, которую он вырастил? Ну, вот, значит, в случае чего вырастите себе недостающую ворога. Твой кукловод приехал. Так что только руки не распускай и ноги. Даша, привет. Мне кажется, вы меня уже видели сегодня. Разве? Угу. Может, поговорим? Обязательно поговорим. Ну, ладно. Это мы вычеркнем. И бог не. А вот дезинфекция кондиционера в параме спирта. Да. Вы серьезно? Да. Сами, что ли, на них дышать будете? Обижайте. Там такой специальный распылитель такой. Борис Леонидович. Вычеркиваем. Ладно. София Яновна, я решил вам кофе приготовить. Вдруг вы ночью не выспались? Я отлично выспалась. Угу. Ну, за кофе спасибо. А что это за художество? Миша? Я замуж. Да это бармен случайно. Я даже не заметил. Да, видно, ты был прав. Это была просто минутная слабость. А я дурак возомню. Михаил Чайкович, простите, можно вас на минуточку? Угу. Я насчет одной прекрасной особы, которая надеется, что вчерашний вечер может иметь продолжение. Да, конечно. Скажи ей, что продолжение следует. Ладно. Что? Поздравляю тебя, любовничек. Как же мы раньше-то не заметили? Она полная конспирация. Вот она молодец, да? Действует через Связнова. А ты чего тут со своим этим кофе? А роман с замужней? Тебе будет максимальной секретности. Я это по себе знаю. А у тебя были замужние? У меня? У меня нет. Вот у любовника второй моей жены, понимаешь? Вот была. Кстати, вот конспирация-то их и подвела. А ты давай аккуратней. Настя. Михаил Джекович. Передай прекрасной особы, что сегодня я буду ждать ее в том же номере, что и вчера. Пусть открывает вот этим ключом. Это для конспирации. Ладно. После совещания часика в девять. Я абсолютно согласен, Виктор Петрович. Да. Гнать нас всех в шею. Совершенно верно. Да. Виктор Петрович, мне говорить не очень удобно. У меня это совещание начинается. Шеф под меня, и он приболел. Ну да, понизили. Ну, получается, выстожествовало, да. Шеф кто? А этот как его? Вроде Федя. Да. Да, да, да. Дегенерат. И я тоже дегенерат. Ну, я, конечно, дегенерат. Конечно. Слушай, скажите, у меня на кухне завал меня не будет сегодня, ладно? Я слушаю. А куда я денусь? Конечно. Я здесь. Долбак кто? А, долбанутый. Да, да, я понял. Можно дальше. Да, да, да. Конспирация. Люблю вечерние совещания. Все хотят поскорее домой, поэтому говорят кратко и по существу. Не то, что на утренних. Вас прям не отличишь. Может, ее на ресепшн, а ты пару часиков покемаришь. Партье, Даша. Чаем могу быть полезно. Давай ее клеем, намажем. Что, нормальное такое наказание? Нет. Он же хотел поговорить. А с куклой ему больше нравится общаться. Вот, пусть с ней и поговорит. Константин, вам слово. Значит, первое, можно продавать вазы, картины и так далее. Ну, то есть, гость может приобрести на память, так сказать, понравившийся элемент декора отеля. Или еще можно сделать меню подушек, чтобы гость мог выбрать понравившуюся. Или еще дворецкий по ароматам. Вот. Человек, который может создать любой аромат в номере. Да. Все. Неплохо, Костя. Но и нехорошо. Как это? Хорошие же идеи. Они обычные. А обычный враг отличного. Особенно в бизнесе. Легко сказать. Человек всю ночь не спал. Придумывал. Настя. Ладно. Ладно. А! Вспомнил, что за спать в тачке. У нашего сына Степки кровать в виде машинки. Можно у нас так сделать, чтобы гости спали как будто в тачках. Гениально. Как мы раньше до этого не додумались. В аэропорту наших VIP-гостей будут встречать микроавтобусы с интерьером в виде наших номеров. Удобная кровать, душ, туалет, бар. Ваш люкс встречает вас прямо в аэропорту. Это будет крутой хайп. Константин, вы гений? Когда захотите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, любимый. Куда? Это ошибка, ошибка. Вы говорите по-английски? Умри, демон! Это, кажется, в соседнем номере. Пожалуйста, успокойтесь. Помогите! Помогите! Это недоразумение, я сейчас всё объясню, да? Для начала прикройся. Все свободны? Дальше я сам разберусь. Я сейчас организую уборку номера, так что несколько задержусь на работе. Официально рабочий день закончен, но это твоё право. СОФИЯ МИЛОДИОННОЕ ДБЯ София, я он забыл. Я передам. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ты чего здесь? У тебя жил вроде выходной. Ты же поставил меня дежурить два дня подряд. Надо меньше пить. А я не во время? Очень. Иди. А Софию не видел? Нет. А у нее свечение закончилось? Да. Мне там звонят? Да. Больше не звонят. Не дождались. Давно? Со вчерашнего дня. Нет. Что происходит? Здрасте. Что за дурацкий, долбанный развод? Ты идет? По всей видимости, да. Я сегодня на совещании глупо выглядела, да? Ты выглядела просто прекрасно. Костяк. Пилась за мужа до последнего. Приятно чувствовать, что тыл надежно прикрыт. А еще мне премию дали. Я сегодня с этими идеями сам еле выкрутился. А ты там помощь предлагала. Давай будем думать вместе. И что, все-таки Белочка? Она родимая. Как я сразу не понял. Да, Виктор Петрович, да, с вами работалось гораздо лучше. Конечно. Да, да, и награды получали. Да. Алло. Алло. Первый раз радует, что батарейка села. Алло. Ой, здравствуйте. Да, Сеня сейчас, да. Виктор Петрович. Спасибо. На связи? Да села батарейка тут у меня, да. Да, просто забыл зарядить. Да, все через одно место, пакет. Нет, нет, это я не вам. Да, идиот, идиот. Эх, сейчас бы выпить. А, скучено. Белка, страшный зверь. Может снова напасть в любой момент. Ты держись, Джеккерс, держись. По-твоему, я похож на того, кто мог заказать такую куклу? Я бы сделал реального андроида, а не это... Прости, завтра мои юристы свяжутся с японцами и отзовем всю партию. Пригрозим иском за использование внешности и... Спасибо. Но не нужно это делать ради меня. Даш, я не делаю это только ради тебя. Мне тоже неприятно от того, что ты чья-то игрушка. Да что вы. А он-то в чем тут виноват? Чего ты не удушься? Проехали. Можно? Даша, привет. Прости, что я тогда пропал. Я ждал, пока все уляжется. Не улеглось. Слушай, те деньги, миллион Алёхина, я взял только часть. Остальное спрятал в отеле. В коморке дядь Боря. В вентиляции над кровать. Эти деньги надо вернуть. Иначе они меня убьют. С тобой свяжутся. Пожалуйста, помоги. Та-дам! Фок! Ты меня напугал. А хотела расслабить? Ага. Полежала бы пару недель с инфарктом, расслабилась. Ага, пару недель не вариант. Нам послезавтра в ЗАГС. Если ты помнишь. А ты помнишь, что в ЗАГС ходят взрослые люди? Ты куда? Взрослеть. Да. Просто-то это страшная сила. Да. Чем могу, дамочки? Борис Леонидович, завтра может нагрянуть санэпидемстанция. И начальство приказало убрать все служебные помещения. Ну, чистота, это, конечно, залог. Но я сейчас ухожу. Так вы ключ оставьте, идите. Мы тут вам все. А, ну, конечно. Вот вы сначала, типа, убираете, а потом паяльники пропадают. Ну, давайте я лучше это завтра уберу сам все. Давайте, правда, правда. Давайте, давайте. Все. Давай, 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 давай. А ты? Давай уже. Ну, конечно, можно выломать. Кувалду или ломом. Да? Тихонечко так, чтобы никто не заметил. Молодец. Валюш, тут такое дело. Ты иди, а мне кое-что доделать надо. Ладно? Хорошо. Дядьба. Ну, ты скоро, у нас пивас там греется. Это тебе пивас надо доделать? Эх, Сеня, Сеня, язык твой, враг мой. Зачем ты мне врешь? Ну, мог бы просто сказать, хочу остаться с друзьями, попить пивка. Хорошо. Я просто хотел остаться с друзьями, попить пиво. Можно? Нельзя. Почему? Ты обещал мне не пить на работе. Так я уже не на работе. Тем более. Нечего здесь торчать. Пошли домой. Вот каблучник. Паш, я не могу сейчас говорить. Я... У меня мониинг-брифинг. София Анна. Если вы не отключите телефон, боюсь, терапия будет неэффективной. Извините. Паяльник выключи. Сгорю ведь. Извините. Нет уж, давай как-нибудь без жертв. Девочки, передайте Валентине, что конвейер я починил. Ищу вариантов. Надо стащить у него ключ и незаметно залезть в комоку. Угу. Я еще тот карманник. Он когда работает, куртку снимает. Видела? И что? Шерлок. А то. Надо его выманить и заставить что-нибудь чинить. Он снимет куртку. Мы стащим ключ. Чтобы что-нибудь чинить, надо, чтобы что-нибудь сломалось. Нет. Чтобы что-нибудь чинить, надо что-нибудь сломать. Дело в том, что дня не проходит, чтобы я на него не злилась. Чем конкретно он вас раздражает? Да всем. Чем конкретно он вас раздражает? Тебе что, 15 лет? Все эти ощущения вследствие отмены препарата, который вы принимали последние пару лет. Не поняла. Многие седативные препараты обладают эффектом розовых очков. Когда мир кажется не таким, чуть лучше, чем он есть на самом деле. Вы перестали принимать таблетки, и розовые очки исчезли. То есть вы хотите сказать, что это не я влюбилась в таблетки? Подождите, я взрослый человек, я сама его выбрала. Неужели какая-то химия могла так... Увы, все наши чувства какая-то химия. Но есть и положительный момент. Вы всегда можете вернуться к препаратам. А? А если его перестанут выпускать, что мне делать? Разводиться? Да ну это бред какой-то. Ну мало ли что может раздражать в человеке. Вот Костик, например, любит по дому в трусах ходить. Меня страшно бесило поначалу. Потом ничего, привыкла. Просто стала ему трусы посимпатичнее покупать. Кстати, а как у вас с этим? С чем? С трусами? Да нет, ну... Ну, с этим... А... Да. Вроде хорошо. Так и делайте, что хорошо. К остальному привыкнете как-нибудь. Да. Борис Ильич. Черт. Простите, что отрываю. Там конвейер сломался. Так я его только что починил. Так он только что взял и сломался снова. Ключ в правом кармане. У меня жигули реже ломались, чем этот конвейер. Давай, идем. Боря! А? Ты до сих пор не починил этот конвейер? Я его починил, но он опять сломался. Опять врешь? Я не вру. Чего? И выпил уже? Да нет, я случайно облился его. Нечайно. Боря, сколько можно? Ты постоянно врешь, ты постоянно пьешь. Знаешь что? Валентина, я не пью, я не вру. А если ты мне не веришь, хорошо. Я тебе тогда покажу, что такое пить. А чинить кто будет? А кто-нибудь честный и трезвый. Доброе утро, Валентина Ивановна. Кому как. Получилось. Когда в гости? Ночью, когда хозяин уйдет домой. Девочки, я здесь ключи посеял где-то. Не видели вы? Видимо, там же, где и совесть. Понятно. Не видели. Хорошо, Гувайбека возьму. Пейджамо в стирке или это какой-то намек? Я просто хотела извиниться на вчерашний и устроить вечеринку в честь последнего дня без штампов в паспорте. Какой план? Я медленно разденусь и... к себе придет твой сливочный генерал. Паша, он приказанием сливочный генерал прибыль. Что ему из темы домуцел? Медаль? Или орден? Медаль. Или что медаль? Паша, Кваш. Тебе не кажется, что это глупо? Взрослый человек мажет себя сливками и радуется при этом. Если ты на кухню, то и чайник поставь. Хоть кофе попьем. Со сливками. Ты, конечно, девушка симпатичная, но я Валентине не изменяю, несмотря на паузу в отношениях. Так что сгинь, пожалуйста, сгинь отсюда. Говорят, они с Валентиной так разругались. Просто вотрыск. Дядя Боря даже дома не ночевал. Может, ему там плохо? И он ящик водки взял и сказал, что в отпуске засучат. Ему там хорошо. Не выходит? Айбек, ты можешь починить конвейер в химчистке? Могу. Пойдем. Но не очень. Даже очень не могу. Не умею. Может, дверь сломаю? Да, он все равно дверь с другой стороны сейфом подпер. Значит, нужно ждать, пока закончится ящик водки. Пока логично. Ну, и долго ждать? Ну, если по бутылке в день, то месяц. Но за это время Егора могут убить. Да, да, последний вариант. Проползти по вентиляции и взять деньги. По вентиляции? А там мыши есть? Нет. Максимум пауки и пыль. Тук-тук-тук. Где тут наша невеста? Настя, я... Я, наверное, не поеду в ЗАГС. Так. Никуда не уходите. Я сейчас вернусь. Рассказывайте. Валентина Ивановна, ночевое по лету. Вы знаете, как говорят, милые броня-то только тешатся. Да мы в нерабочее время тешимся. А тут у меня конвейер не работает. Его главное выманить. Кто? Я, дядь Борь. Ты один? Один. Вот если я открою, ты там с Валентиной, я тебе век руки не подам. Заходи. Ты парламентарий? Ты так зашел проведать? Дядь Борь, кончай бухать. Даже не начинал. Сухой, как лист. Знаешь, Мишенька, я решил завязать. Негоже, когда твоя любимая женщина тебя за алкаша считает. А ящик водки зачем купил? Для искушения. Пусть Валентина Ивановна знает, что Борис Леонидович мужик крепкий. Никакой ящик водки над ним не власть. Вот так вот. Так иди скажи Валентине, что ты трезвый. А смысл? Потому что она думает, что ты пьяный. Логично. Но боевно. Она теперь такая злая. Ну и что, может накатить для храбрости? Я тебе накачу. О, Джекович, может ты накатишь, а я посижу вдохновлюсь и... Боря! Так, значит, сначала прямо, потом направо, потом направо, поду налево, ну и ты на месте. Не запутаешься? Угу. Неужели я много упрошу от жизни? Я просто тоже хотела выйти замуж и быть счастливой. А вы уверены, что спал Аркадьевичем это не получит. Настя, здрасте. Я сообщение получил. Что за срочность? Костяк, принеси нам, пожалуйста, еще коробочку мороженого. Лучше две. Можно тебе на секундочку? Сейчас. Давай. Настя, вообще-то я на работе. Костя, я вообще-то тоже на работе. Я тебе не мальчик на побегушках. А я тебе не девочка на побегушках. Причем здесь это? Притом! Не любишь меня так? Скажи! Какое мороженое? Черничное. Шоколадное. Спасибо. Извините. Давай, давай. Все. Мне пора. Если я потороплюсь, еще успею выйти замуж. Вы уверены? Кажется, да. Но, Настя, я хочу тоже, как у тебя, чтобы поругались, помирились, поцеловались. Черт, я хочу, чтобы мужчина сбегал мне за мороженым. То есть, вы опять будете принимать таблетки? Ну, жила же я как-то с ними раньше. Сколько промокших он, а нас больше не напишут. Мы на все... алло. Кажется, я заблудилась. Ты где? Я около... Ох, хорошо. Ну, что, проговорим? Надоело пить одному? Собутольников ищешь? Валь, я таких слов не заслужил. Конечно. Ты других заслужил. Но при людях я не могу. Все, хозяйка, готова. Ой, спасибо вам большое. Выручили. А то у нас все тут или безрукие, или бессовестные. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. Ты знаешь, физиологию здесь на силу свою, да? С зависимостью своей борюсь. А ты нашла замену? Если б ты починил этот конверт, мне бы не пришлось вызывать этого мужа на час. А что на час-то? Да совсем его. Он же хороший мастер. Ты уже номер сохранила? Сохраню, если пить не буду. Я не пил! А? Да шиворот лил. Валентина Ивановна. Да? Почему мне два дня не могут почистить костюм? Где Софьянова? И почему у вас ящик водки на столе? Что-то вообще происходит? Это коварство женское происходит. Один человек стремится к совершенству, а другой ему пытается на эти роганы ставить. Кирога! Это была производственная необходимость. Ну да, ну да, с намеком на личную. Это водка моя, моя. Ну что, Воль, развод девичьей фамилии? А? Что? У нас еще и свода не было. Слава Богу! Еще какая слава! Знаешь что? Что? Живи один, бей сколько хочешь, только смотри, не сдохни от своей водки. Да ладно, водку нормальную делают, понимаешь? Я не сдохну, я вас всех тут вообще переживу! Боря! Боря! О, бришлоха! Стой! Ты живой? Тихо, 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 извините. Вы что там делали? Трежвый, между прочим, я так уже... Я, я... Мне надо было найти телефон. Гость уронил вентиляцию. Вот, Борис Леонидович, простите меня, пожалуйста. Да ничего, он не убил ее, слава Богу. Валечка! Ван! Я здесь, любимый. Ваня! Ты знаешь, я для тебя, вот, ради тебя могу даже до Луны пешком дойти, не то, что пить бросить. Господи, ты до кабинета своего дойди! Тихо, тихо, держись за меня, Ну, на охот! Спокойненько, спокойненько, уходим. За ремонт я заплачу и зарплаты. Предлагаю сделку. Я заплачу за ремонт, а вы мне расскажете, как может телефон упасть в вентиляцию, которая находится под потолком. Нет, я лучше сама заплачу. можно я буду называть тебя Дашкой вентиляцией? Не смешно. Что я теперь Егору скажу? Что у тебя классная подруга. Пока ты там пыталась убить дядю Борю, она открыла коморку и забрала деньги. Не, ну, ладно. Спасибо. Пожалуйста. Подумал, что ты не придешь, и мне придется отливать ту невесту. Прости, я... Ты нервничаешь. Вижу. Все будет хорошо. Сейчас ты наденешь свое платье, возьмешь свой букет невесты, и мы покажем всем, в этом городе, кто самая красивая пара. А зачем платье? Это же просто формальности. Нет, нет, нет. Никаких формальностей. Я уже договорился. Нас распишут по полной программе. Даже с этим пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Надо же на всю жизнь. Отныне, в веки веков. И в радости, и в горе. Соня. А? Я знаю, что я не идеальный муж. Ну, пусть хотя бы все начнется идеально, а потом я буду стараться. Очень. Молодые готовы? Ну, почти. Давайте в темпе. У меня на вас 15 минут. Надо идти. Купитон нервничает. Надо поторопиться. Пойдем. Паш, Паш, прости, но я не могу вынести на тебя замуж. Ты очень хороший, ты добрый, ты внимательный. Но тебе нужна женщина, которая полюбит тебя по-настоящему. Прости. Что случилось? Просто я потеряла свои розовые очки, а без них я боюсь, что я... что я... не люблю тебя. Прости. мой чистый, я не сойду, 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 может, обезболиться? мне бы чуть-чуть... Варочка, это ты мое обезболивающее. Звезды стихов, но... косы... Мне на мое... Почему Егор не звонит? София Яновна! Соня! Павел уволился. Я клянусь, это не из-за меня. Я знаю. Это из-за меня. Экapерапия. Соня- joо. Акьей? Варочка. София Яновна. Да мы на какие-то чертовы инновации, мы такие деньжища тратим. А то, что в отеле канализация древняя, если это пойдет, вот это все, мы все будем ходить здесь вот так вот, по колено. Дядь Борь, полегче. Да потому что вы не понимаете. Это же вообще не уйдет. Салфиана. Что? Что? Вы меня позвали? Да. Извините, нам с Анастасией нужно поговорить. А канализация? Все, потом. Подожди, а как это ты мне звонишь? Это я себе. Ну, как вы? Больше не общались с Павлом Аркадьевичем? О чем мне мог говорить щукнутый, который прямо у алтаря заявил, что не любит его? Думаю, что лучшее, что я могу сделать, это больше не появляться в его жизни. Так грустно. Это прекрасно. Ой, а чей это телефон? Я телефон забыл. Перестань это делать! Что делать? Что ты там чешешь? Извините. София, ну, может, он все-таки продолжит принимать эти ваши таблетки? Нет. Я хочу трезво смотреть на вещи. Я же знал, никогда она его не любила. Ты-то пока не расчехлял свой энтузиазм. София не начнет новых отношений, пока не закончит с прошлыми. Так вроде закончил. Не совсем. Знаешь, когда человек теряет что-то очень важное, он проходит пять стадий принятия неизбежного. Отрицание, конев, торги, депрессия. Ну, а потом уж только принятие. Откуда ты все-то знаешь? Сам проходил эти стадии, когда пить бросал. Все эти громкие заявления «Я не люблю, я не любил», это вот оно и есть. Стадия отрицания. Да я тебя больше не люблю. Ты никогда не любил. Ты даже невкусная. Ага, и с тех пор ты не пьешь. Ерунда твоя теория. А что ты выжигаешь? Ага. Красиво. Правда? Ты знаешь, я вот по молодости выжигателям целый портрет рисовал. Хочешь я тебя нарисую? Просто черную тощечку мне отдашь? Ой, Миша, как же тебе не стыдно. Приятного аппетита, подружка. Только не обижайся. Я одолжила из подушки немножко денежек. Привет, Дашуль. Сколько? Всего 10 тысяч евриков. Ты с ума сошла? Ну-ка, быстро домой. Дашуль, я сейчас их обменяю по супервыгодному курсу, а в другом обменники обратно поменяю на евро. И на разницу курсов поварю на новые туфли. Я тебе ноги переломаю, туфли не понадобятся. Я в обед все верну. А если Егор позвонит? Юля! Тетушка, тут, мягко говоря, не хватает. Все хватает, вы на курс посмотрите. Так у вас при входе другой курс написан. На входе это от 100 тысяч. Вы что, оборзели, что ли? Обратно меняете? Вы что, издеваетесь, что ли? Еще больше не хватает. Женщина? Я вам по курсу обратно поменяла. Женщина? По какому курсу? Женщина! А будете хулиганить, я тревожную кнопку нажму, ясно? Не мягче, а... Женщина! Привет, подписчики! С вами шеф-стрим из лучшего ресторана «Виктор». И прямо сейчас, на ваших глазах, папочка будет творить. От слова «тварь». Для начала я покажу вам настоящий нож шеф-повара. Я скоро кландернусь. Пупырь, что ты сказал? Что за сигня? А что такое? Нож, под стать вашему таланту. Да? Да. Это у тебя шли талант много, да? А никто не жаловался? Давай картоху эпилируй. Ты что, бессмертная, что ли? Да. Тебе втащить, что ли, а? Что ты? Что ты зовут? Федор, я видел ваш прямой эфир. Петр Алексеевич, извините, я свободно времен. Гениально. Шеф-повар ведет стрим. Сколько подписчиков? Четыре. Пока что. Не страшно. Моя пиар-служба этим займется. Закинем информацию в соцсети. Несколько ревью топовых блогеров. У нас будет шикарная и недорогая реклама отеля. Гениально. Явление природного магнетизма, смотри. Прошу прощения. Прежде чем начать брифинг, Марина, раздайте, пожалуйста, трудовые договоры. Там внесены небольшие изменения, прочитайте и подпишите. Прошу прощения. Вы издеваетесь! Извините. Извините. Все свободны. Ты не верил? А у нее вторая стадия. Гнев. У тебя так было? Ну, че? Допрыгалась, тварь? Ты мне больше не нужна, понимаешь? Вот кто тебя заменит. Вот из алкогольного пива. Вот там. Гадость какая. А ну иди сюда. Иди сюда. Может, ты и прав. Алло, Дашуль, ты только не волнуйся, я вот еще немножко денежек взяла. Сколько? Ну, всего сто тысяч. Юля, нет. Да я верну, я верну с процентами. Там от сто тысяч курс высокий. Я сломаю каждую косточку в твоем теле, поняла? Да, да, да. София Янна. Ты зачем за мной ходишь? А ну, сказали взять чемодан, а куда-нибудь, кстати, не сказали. Иди. Чемодан оставь. София Янна. Какой у вас аристократичный рабочий день. Простите, я неважно себя чувствую. Ну, может быть, нам тогда стоит поискать более крепкого дженерал-менеджера? Все в порядке. Я могу работать. Закажите мне билет на ближайший рейс до Белграда. Что-то случилось с Павлом? Вы знаете, да. Павлуша первый раз в жизни остепенился. Пришел жениться, заняться работой, но, увы... Элеонора Андреевна, просто сложилась непростая ситуация. Ну, чемодан у вас постоит. Конечно. Привет, друзья! С вами снова шеф-стрим Юв. Юрченко Федор. Слышь, а может, лучше я сам какого Филу, а? Поздравляю, нас уже 10 тысяч, а значит, шеф-стрим продолжается. Сегодня мы с вами приготовим луковый суп. Для начала натрем сыр. Нет, ну, конечно, в моем ресторане шеф не натирает сыр. Этим занимается заготовщик. Кстати, небольшой лайфхак для тех, кто любит потереть сырок. Смажем терку маслом. И тогда натирать станет легче, а сыр станет рассыпчатым. Но лучше всего натереть маслом себя. Тогда сыр трется еще легче. Я тебе сказал, свали отсюда! Спинку не потрете, шеф, а? Ты запарил уже, понял? Иди отсюда! Что такое? О, допрыгался. Да, Петр Алексеевич? Федор, Арсений еще рядом? Да, конечно, конечно. Все время лезет в мой стрим. И это отлично. Арсений, продолжайте в том же духе. В каком смысле? Зрители в восторге от вашего конфликта. Петр Алексеевич, я буду очень стараться. Очень! Очень! А, да, София Яновна. Ближайший до Белограда. Одну секунду. София Яновна заказывает билеты в сервер? Так, у меня есть сто тысяч евро. Вы точно поменяете по тому курсу, который на входе висит? Ладно, еду. Прямо. 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 Вот, Настя, теперь поверни налево. Настя, лево это с другой стороны. Ага. Вот, встань спиной к мосту. Вот, перед тобой это ателье. Не во втора. Да. Поедешь к любовнику, браслет снимай. Шучу. Не надо снимать. Насте ездить тоже никуда не надо. Отбой. Костя, а в браслетах GPS датчик? В каких браслетах? Какие GPS? Дядя Боря, проснись. Какая следующая стадия? Какая стадия колу. Втыкая стены в колу. Да проснись же ты. А, чего такое? София в Сербию уезжает. Какая это стадия? Похоже на торги. Господи, подскажи мне, куда я ключ от сейфа закинул? А я обещаю стать лучше. Перестану скрытасловить. Я соседу подачу забора восстановлю. Пить брошу за рулем. А, спасибо. Господи. Спасибо. Господи. Господи, это не тот ключ. То есть София хочет его вернуть? Нет. Я ее не пущу. Вы следите за людьми через браслеты? Ни в коем случае. Это нарушение прав человека. Да, но я видела, как Костя следит за Настей. Так она же не совсем человек. Она ведь жена. Мы можем узнать, где сейчас Юля Комиссарова. Можем. Давайте ей позвоним. А у нее телефон сел. Даша, что-то случилось? Да. У нас годовщина. Подожди. Я что-то не понял. Вы с Юлей что? Типа... Нет, у нас годовщина дружбы. Просто она про нее забыла. И сейчас где-то гуляет в городе. А я хочу к ней подъехать на такси, выскочить, сюрприз и отвезти ее в ресторан. Сейчас мы ее найдем. София Яновна. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, поговорил с Софией? Да. Думаю, никуда она не полетит. А у Софии Яновы сколько самолет? Какой самолет? Никуда она не летит. Ей плохо. И не вздумайте ее беспокоить. Прекрасно. Вот и четвертая стадия. Ну и что сейчас делать? Ждать. Чуть-чуть осталось. Эй, вы куда? Перерыв. Вы что, издеваетесь, женщина? Мужчина? Я первая в очереди. Сумку давай. Там все, пару баксов. Быстро сюда сумку. Вмена лечения, я заразная. Мужчина! Дашка! Он деньги украл, мочи его. Сначала его, потом тебя. Дашка, прости. Да мне-то что, а если Егора убьют? С годовщиной! Что случилось? Ничего себе. Первый раз вижу, чтобы ты чистый кофе пил. Держу обещание перед Валентиной. Я хотела попросить прощения за свое поведение на брифинге. Да с кем не бывает. Так быстро депрессия прошла? Видимо, тараканы в ее голове как-то ускорили процесс. Я тебя поздравляю. У нее принятие. А у тебя это как было? У меня? Ага. Ну, примем. Я смотрю, вам лучше? Намного хуже. Я схожу с ума. Меня все раздражает. Каждый звук, каждый шорох. Я даже боюсь представить, что будет дальше. Может, вам домой поехать? Леонора пригрозила уволить. Если не смогу работать. Опа, опа, улыбается. Значит, отпустила. Я тебя поздравляю. Действуй. Купи цветы, конфеты с коньячной начинкой. Детя Боря. Дальше я сам. Угощайтесь. Петр Алексеевич, простите, пожалуйста, что я вас обманула с этой годовщиной. Ничего страшного. Эти деньги были мне на операцию. Я очень серьезно больна. Юля. В общем, это не наши деньги. И нам нужно срочно их вернуть. А вы не знаете, у кого можно одолжить такую сумму? Одолжить не знаю. Но можно заработать. Семен, есть инсайт по акциям? Что там РТК растет? Маловато. А что по металлам? Алюминий. Гениально. Сливаем все свои акции по МЦК и вкладываем все в алюминий. Сделал? Все, Семен, на связи. Готово. Завтра с утра привезут вам ваши сто тысяч. Спасибо. А если 800 тысяч евро в алюминий вложить, сколько мы получим? Спасибо огромное. Мы, наверное, пойдем. Вас подвезти? Да. Нет, спасибо. Вы и так слишком много для нас сделали. До свидания. Георгий Алексеевич, а почему вы меня Семеном называли? Какие-то РТК, алюминий. Это какой-то шифр? Неважно. Я пошутил. Ян, Яш, короче, я туда говорю. Сегодня мы приготовим морского окуня. Ты надеваешь рыбью башку, выходишь оттуда и говоришь. Я не позволю, он был моим другом. Точнее, любовником. Понял? Слушай, слушай, слушай. Ты не боишься, что твои подписчики обделаются от смеха? Яша, я решаю. Поехали. Поехали. Привет, друзья, и вновь с вами шеф-стрим Юв из лучшего ресторана Виктор. Сегодня мы с вами приготовим морского окуня в соляном панцире. А я против, потому что он был моим другом. Че творишь-то, мракобес? Мракобес? Хе, спасай тухлый эфир. Ух ты. Окунь отменяется, потому что я приготовлю своего помощника. Ты че творишь-то? Ты сдурял у меня двое детей. Скоро будет. Значит, будут вязаться. Да не трогай ты его. Моря, ты чего? Я, кажется, рожаю. Моря, спокой, 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 спокойно. Сейчас, держись, держись, варенье. Я позвоню в скорую сейчас. Все нечастые схватки. Что делать? Я прям уроды. Я прям уроды. Слушай, да. Значит, я в деревне принимал роды. Вовцы, понял? Да, понял. Моря, да. Да, мало. Моря, да. Моря, да. Моря, да. Держись! Держись. Да что с вами? София Яновна? Все. Кажется, у меня галлюцинация. София Яновна, вы куда? София... Марина на кухне рожает. София Яновна, вы в порядке? Пошел вон отсюда! Это из-за Павла? Павла, 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 Павла. Павла, 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 Павла. Павла, Павла! София Яновна! Пошли, рубля, отсюда! Ну и что делать? Не знаю. Скорую его звать? Не-не, ее сразу в психошку сдадут. Значит, нужен какой-то знакомый специалист, который не сдаст. Спасибо вам большое. Да вы спасибо говорите вот этому молодому человеку. Он прекрасно справился. Друзья, это гениально. Ваши роды посмотрело два миллиона человек. Сгадавщики на нас? Не смешно. Ну, я серьезно. Ровно год назад мы сидели с тобой на кухне, пили вино, когда тебя бросил Майкл. Да, точно. Ну что, как она? Уснула. Правильно, что мы позвонили. Я надеюсь, вы не будете ее беспокоить в ближайшее время. Люкс, быстро. Извините, все люксы заняты. Мальчик, я сейчас четыре часа провела в маленькой душной комнате охраны аэропорта, где меня вывернули наизнанку. Так что, либо ты сейчас мне найдешь люкс, либо... О, я за себя не отвечаю. Есень, ты думал, что дети – это халява, да? Все, не переживай. Скоро станет гораздо легче. Когда в институт пойдут и в общаге жить будут, все, давай, не кисни. Есеня, повар наш. Два часа из роддома детей забрал, уже три раза мне позвонил. Повеситься хочет. На ползунках. И почему он вам звонит? Я когда на баре работал, был здесь, типа, местного психолога. Все почему-то ко мне со своими проблемами приходили. Так вот, если б тогда я с них за это деньги брал, я бы сейчас, может, побогаче вас был. Это не точно. Это гениально. Нам в отеле нужен такой человек. Корпоративные проблемы, мотивация, командный дух, психологический климат. Отличная идея, Константин. Спасибо. Я не понял, мне на бар вернуться? А, нет. Мы найдем специалистов. Отнесите на кухню, они знают, что делать. Тихо! Торова, что я так скучала? Два дня без моего рыжика. Как командировка? Ну, нормально. Вот частные самолеты, это нечто. Настя, еды завались. Ноги можно хоть до кабины пилота вытянуть. А стюардессы. Это просто, ты бы их видела. Толстые. Страшные. Просто жуть. Я поручу HR-отделу прислать кандидатов. Всего доброго, Софья Аннуна. Привет. Привет. С возвращением. Спасибо. Кстати, недавно прочитал, что люди, идущие с работы домой, на 73% счастливее себя же в другое время. Хочу воспользоваться ситуацией и пригласить вас завтра на свидание. Хорошо. Только давайте без воздушных шаров, пауков и всяких сюрпризов. Просто свидание. Все гениальное просто. До завтра. До завтра. Ты телефон в раздевалке забыла? А, да. Никто не звонил. Я начинаю переживать. От Егора никаких новостей. Ну, скорее всего, его кукнули. Слушай, давай деньги себе заберем. Мне яхту купим, а тебе кеды. Новые. А что, вон у тебя какой хахаль богатый. Да, Петр Алексеевич, есть несколько интересных резюме. Я думаю, что в ближайшее время у нас появится нужный специалист. Это хорошо, но лучше, если он появится сегодня. А то вдруг какой-нибудь сотрудник повесится на ползунках или еще чего. Ладно, я сегодня уже встречусь с кандидатами. Да? София Яновна, добрый день. Потап, Потап, очень интересуетесь. Как ваше самочувствие? Гораздо лучше. Спасибо, ты мне очень помог. Софа, вещь морально не окрепла. Поэтому рекомендую продолжить наши сеансы. И тебе лучше вернуться к препаратам. Уже? А насчет сеансов не смогу. Очень много работы. К слову, если бы я работал в вашем отеле, ты могла бы совмещать. Птичка на хвосте принесла, а у вас открылась вакансия. Ищите талантливого, харизматичного профессионала, то есть меня. Вадим, без обид, но вместе мы работать не сможем. К тому же у меня и так полно кандидатов. Конечно, не таких скромных, как ты, но тоже сойдут. Сегодня же вечером проведу собеседование и выберу лучше. Лучшего ты уже отшила. Но все равно удачи. Потапчик, кстати, антистрессовый. Можешь кидаться и плохих кандидатов. Я на месте. А вы где? Извините, что немного задержался. Долго выбирал, что надеть. Буду через минуту. Субтитры сделал DimaTorzok Аппарат вызываемого абонента выключен или находит. Опять самое вкусненькое, но потом оставил ты. Я отпросилась у Софии Янны пораньше. Так что доедай скорее свою вкусняшку. И через полчасика можем поехать домой. А ветчину я не буду, это яд. Настя, я решил стать вегетарианцем. Ну, точнее, мы решили. С Петром Алексеевичем. То есть, когда я хотела, чтобы мы вместе стали вегетарианцами, ты сказала, что не хочешь превратиться в бледного дрща, которому пару фетров может позвоночник сломать. Так? Нет, просто Петр Алексеевич так интересно об этом рассказывал. Вот ты, допустим, знала, что в мясе убитого животного есть вредные гормоны. Животное выделяет от страха, когда его ведут на убой. Знала. Я из-за этого из дома ушла. Костя, я тебе про это сто раз рассказывала. Просто ты иногда так тихо говоришь, что тебя не слышит никто. Я нормально говорю. Ты без мяса и дня не продержишься, понял? Вообще-то мы, я, в командировке два дня без мяса. Вчера без мяса. И сегодня четвертый день. Ну, тогда ты отправляешься в новую командировку. На диван. Добрый день, Анастасия. Добрый. Добрый день. Я видела Софию Яну сегодня. Вроде бы ей лучше, да? Ну, как сказать. Препаратом опять отказывается. А когда больной отвлекается на новую маникальную идею, Действительно, внешне может показаться, что он почти в норме. А что за маниакальная идея? Хочет ребенка. Установить? Родить. Через искусственное оплодотворение. Связалась вчера с банком доноров. Они ей прислали анкеты. Сегодня планирует встретиться. Выбрать кандидата в отцы будущего ребенка. Подождите. Если она сейчас забеременеет от чужого мужчины, она же будет жалеть потом всю жизнь. Так, я с ней поговорю. Это бесполезно. Даже у меня ничего не получилось. Дипломированного специалиста. Ну, надо как-то ей помешать. Я не знаю. Ну, да. Было бы неплохо выиграть время. Потом она, скорее всего, сама передумает. Только главное, чтобы она не догадалась, что ей мешают. А то ведь вы ее знаете. Все сделают по-своему. Да. Да это ерунда какая-то. Михаил Джекович, нужно ее остановить. Час, две, пятьсот, два, четыре. Ты мне вон ту позови. Это к тебе. А ты резвая. Ну, и что же у нас по деньгам? Вы что, не знаете, что ли? Восемьсот тысяч евро. Это что, получается, у нас самая дорогая на районе? Так, что ли? Где Егор? Какой Егор? Не будет никаких Егоров. Только я и ты. Может, Андрюша подъедет. Все. Руки уберите. Остановите, я выйду. За Андрюху мы доплатим. Ну, что ты в конце... Дура! Да. Да. Алло, Даша. Да, да. Я вам звонила, но не смогла дозвониться. Судя по запахавшемуся голосу, вы куда-то торопитесь. Надеюсь, в ресторан все в силе? Да. Конечно, да. Очень жду. Дура. Субтитры сделал DimaTorzok. Дура. Степка, сейчас у нас будет кое-что вкусненькое. Садись. Запеканка. Никакой запеканки. У нас обед настоящего мужчины. Так, Костик, можете морковные котлеточки сделать? Не-не-не. Ну ладно. Я уже наелся вот этой зеленой. Как ее? Брокколи. Ой, как пахнет, да? Степка любит мяско. Наелся? Ну беги, смотри мультики. Ну что ж, если все наелись, никто больше не будет. А вот и второй донор. На, Джекич, лучше бы она уж тебя выбрала. Родились бы у вас красивые мегритятцы. Может быть даже десять. Ну так, гипотетически. Не обижайся меня. Добрый день. Вы к Софии Яновне? Добрый день. Да. Я вас провожу. Ну что, новая спеченная мамочка, как справляешься? Да я сейчас вздохну. Вам не нужен один ребенок, а лучше два. Да ладно, это только первое время тяжело. Ага. Как там твой новоиспеченный вегетарианец? Он еще держится, гад. Типа он овощами наелся. У них твои проблемы. У меня тут два голодных мужика. Весь день от груди не отлипают. Точно. Надо Косте грудь показать. Мою? Мою. Костик просто после этого самого как троглодит. Он однажды целиком курицу-гриль съел. Это я еще лифчик не успела застепить. Представляешь? Ну ладно, давай. Все готов? Да, 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 босс, все готово, все готово. О-о-о. Я выдумал, может быть сверху икорочки наложить черненькой. Да? Там еще компотик из слива. Сейчас принесу. О, привет. Ребят, еще раз. Вы меня простите, что не получилось пойти в кино. А, это ничего-ничего. Надеюсь, вы проголодались. Как в детстве, когда бабушка забирала вас из секции по каратэ. Извините. Так что вы говорили про каратэ? Как в детстве, когда бабушка забирала вас из секции каратэ, и вы готовы были съесть целую кастрюлю ее пирожков. И сейчас я решил вспомнить эти радостные мгновения детства. Понятно, извините. Мне опять надо бежать. Это очень срочно. Я вернусь, я вернусь. Извините. Константин, мне нужен ваш совет, как креативного директора. В чем лучше ходить? В этом? Или в этом? В этом? Я скверно, что тебя так возбуждают вегетарианцы. Я бы завязал с мясом еще на нашем первом свидании. Костяк, может, выходишь на кухню и перекусишь? Ну, я тут и с собой. Костяк. Ты так возбуждающий ешокурцы. Да? Я хочу еще. Костя. Кость. Костик. София Яновна. Да. Я София Яновна. Присаживайтесь. Может, кофе, чай? Кофе, пожалуйста. И воду. С лимоном. Я принесу. А вы собираетесь общаться с нами сразу с двумя? Ну, да. Присмотрюсь сразу и сравню. Леша, а ко мне никто не приходил? Было двое мужчин, но они извинились и ушли. Странно. А только двое? Должен быть еще третий. Добрый день. Я к Софии Яновне на собеседовании. А, добрый день. Это я. Пройдемте ко мне в кабинет. Михаил Джекович. Третий пришел. КОНЕЦ Восемь лет стажировки в Гамбурге, а потом курсы повышения квалификации у нас в Москве. Здорово. Радостно, что у вас хорошее образование. Значит, дети будут умненькие. Какие дети? Ну, наши. Потенциальные. В общем, спасибо вам огромное, что дарите, так сказать, ваши гены одиноким женщинам. Но, к сожалению... Подождите, какие гены? Каким одиноким женщинам? У вас понижено давление, и упал уровень сахара в крови. От этого и оборог. Скажите, а это может быть от того, что он резко перестал есть мясо? Вполне. Особенно в сочетании с физическими нагрузками. Вы как-то перенапрягались? Так, мы это... Он полку вешал. Я попросила. Постарайтесь пару дней не вешать полок. Беречь себя. А лучше вернитесь к обычному питанию. Ты что, его из ведра достал? Нет. Признаюсь честно, для нас эта должность новая, поэтому вы будете своего рода первооткрывателем. София, ты совершаешь огромную ошибку. Михаил Джокович, вы не видите? Я занята. Сейчас я тебя освобожу. Так, рукоблуд. Встал и вышел отсюда. Миша. Ты с ума сошел? Миша! Илья Петрович! Да уж, вам не психолог. Вам психиатр нужен. Какой психолог? Которого Петр просил нанять. Ты что творишь? Ну, мне показалось, он недостаточно квалифицированный специалист. Илья Петрович! София Яновна. Вы наняли специалиста, о котором я просил? Знаете, сегодня, наверное, уже не получится. Но я вам обещаю, что завтра... София! София! Если вы не способны справиться с поставленной задачей, я... Извините, пожалуйста. София Яновна, я готов принять ваше предложение. Я даже готов опуститься по ставке. Уж более мне понравились описанные вами перспективы. А вы кто? Вадим Лебедев. Корпоративная психология и управление персоналом. Старшая работа 12 лет. Раз на диплом МГУ. Три года стажировался в Гонконгском институте образования. А теперь рассчитываю стать частью вашего коллектива. Отлично. Вы приняты. Что это сейчас было? Спасение утопающего. Не люблю, когда на мою бывшую жену кричат. Умею что-то произвести впечатление. Ну что ж, добро пожаловать. И спасибо. Вот ты сволочь. О чем ты? Ты думаешь, она забудет, как ты ее бил? Привет, бабуль. Здравствуй, моя девочка. Ну как? Покушала моих пирожков? Капусточки мало я тебе передала. Что? Как? С кем передала? Ну, мальчик твой прилетал. Петя расспрашивал. Что такое тебе приготовить, что ты в детстве любил покушать. Чтобы тебя порадовать. Так я пирожков привезла и картошечку отправила. Угу. Прекрасно. Скажи, а почему ты меня вчера не предупредила? Сюрприз. Спасибо. Ладно, бабуль, мне пора. Я тебе потом перезвоню, целую. Даш. Слушай, тебя там из нашего ресторана хавчика какой-то привезли. Зарай, не могла сказать? Я уже пельменями магазинами обжралась. Да. Петр Алексеевич, я это признаться хотел. В общем, я сегодня съел мясо. Хорошо. Молодец. А зачем мне нужно это знать? Мы же с вами решили, что мы теперь вегетарианцы. Ага, точно. Забыл сказать, я же вчера в самолете, пока вы спали, бургер съел. Мне кажется, вегетарианство это полная ерунда. А мне после всех твоих приключений даже интересно стало. Я банк этих доноров набрал. Приличные деньги, между прочим, платили. Но, думаю, даже с работы уволиться. Пойти-то сказать во фриланс. Чего ты София не сказала, что это ее мозгоправ, всех обманул? Да стыдно как-то. Чтоб она думала, что я настолько идиот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас в отеле небольшое нововведение. Теперь все двери оборудованы сканером отпечатка пальца. То есть вы можете войти в свой номер, просто приложив палец. Вот. Давайте возьмем ваш отпечаток и... И внесем в базу. Интересно. Да. Прям как в полицейском участке. В общем, ваш номер 305. И не потеряйте свой ключ. Спасибо. Да. Передайте тому, кто это внедрил, что он молодец. Хорошо. Вам тут один мужчина просил передать, что вы молодец. Странно. Лучше бы это была красивая девушка с ресепшн. Ой. Здравствуйте. Добро пожаловать в отель «Леон». У меня забронирован номер. Прекрасно. У нас в отеле небольшое нововведение. Теперь все двери оборудованы сканером отпечатка пальца. А если у меня нет пальцев? А, ну ничего страшного. Давайте другую руку. Дайте мне обычный ключ. В чем проблема? Понимаете, мы поменяли полностью всю систему. И новые ключ-карты будут готовы только через пару дней. Через пару дней? А. Ну, без проблем. Вы меня знаете, вы здесь постелите. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Это просто нововведение нашего руководства. Передайте вашему руководству, что они большие молодцы. А давайте сделаем так. Давайте я внесу свой отпечаток в базу. И когда вам будет нужно, я буду приходить и открывать вашу дверь. Буду вашим швейцаром. Черт с вами. Давайте ваш номер. Даша. Чуть помедленнее, Квани. Чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте. Я тут немножко поразмяться решил. Сижу все время. Правильно. Мне попали. Тебе полезно? Да. А что такая подкралась незаметная? У меня к тебе дело. Я понимаю. Да нет, ну не поэт. Ну а что? Борь, мне неудобно тебя просить. Ты не мог бы мне одолжить 50 тысяч до зарплаты? Это большая сумма. Ну а что мне за это будет? Борь, ну все тебе за это будет. Да? Ну смотри, смотри, Валентина. Я за твое все тебе, можно сказать, готов последнее отдать. Где заначка? Что ж так? А кто мог взять? Никто. Ключи только у меня, у Айбека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, дядя Варя, братан, привет. Как дела? Ну, судя по всему, хуже, чем у тебя. Что, манекен грабанул-то? Откуда шматьете? Нет, это мне этот, из Бишкека деньги прислали, да? Обычно наоборот в Бишкек шлют. Ну да, обычно наоборот. А тут прислали. Я, наверное, пойду этот переоденыш. Давай. Можно? Можно? Да нет, перестань. Телефон новый, шмотки. Тысяч сорок уже потратил, наверное, не меньше. Валя. Не, ну, десять, может, Бишкек отправил. Как ты можешь? Ну, обвиняешь человека без доказательств. Давай проверим. Соберем доказательства. А в связи с этим предлагаю провести некое профессиональное диагностирование сотрудников. Это типа теста? Ну, не совсем. Скорее опросник. Человек отвечает на вопросы о своих привычках. Подпочтение. А специальная программа, разработанная психологами, обрабатывает ответы и выдает результаты. И много там вопросов? Нет. Всего лишь двести пятьдесят. Почему не семьсот? Я считаю, нам это не нужно. Это отвлечет персонал от работы. И сомневаюсь, что кто-то к этому серьезно отнесется. Вот вы и покажите всем пример. Еще чего. Вы еще скажите, чтобы София Яновна или Петр Алексеевич прошли этот тест. А я не против? Ну что, я тоже не против. Обожаю тесты. Ну что, сколько? Пять минут до. Извините, Костя. Если я не засекал. Давайте еще раз. Алло. Откройте дверь. Пожалуйста. Привет. Решил с вами пообидать. Продолжение следует... Помельче не было? Было. Я просто подумал, что надо побольше положить. А то кто на мелочи поведется? Вот именно. А, это такой сарказм. Угу. Ну, вообще-то это мне до конца месяца было. Ваш любимый цвет. Серый буромариновый. Любимая игрушка в детстве. Томат-шмайсер. Неприятности вас очень расстраивают. Что за идиотские вопросы. Короче. Да. 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 Ах ты, надо же. Я лампочку забыл. Пойди в каморку принеси. До двора. У нас все есть. Валится все из рук. Ты даже наступил ты. Ну, смотри, а. Пойди, сходи, принеси. А то, ты видишь, я раздавил случайно. Ладно, ладно. Вадим, сейчас придурок. Джек, сделай по-русски. Я что-то по-африкански не бельмес. Я говорю, этот Вадим придурок. А. Какие-то дебильные тесты ввел. Что дебильный ты? Отличный тест. Я вон два часа фигними маялся, не работал. Дороги, Сеня. Что ты сейчас сказал-то? Обозвался как-то или что? Ну-ка, прожуй. Я говорю, дурак ты, Сеня. Зря проживал. Что ты взъелся так на этого Вадима? Что он твой бывший, что ли? Не мой. А София Яновна. Он ее муж. Бывший. Да ладно. Жалко, что расстались. Пара такая красивая. КОНЕЦ Дядя Боря, вот лампочка. А. И этот. Стареешь, походу. Везде деньги пихаешь, потом забываешь. Я вот под лампочкой нашел. Спасибо. Спасибо. Ну, иди ты в 305-й. Я здесь сам все сделаю. А-а-а. Понял, понял. Стыковка хотите сделать, да? Такие уже. Все, все. Понял, понял. Ты только не торопись, что ты. Вернул. Вернул. А ты нам всякие гадости думаешь. Не хорошо. Ты что, не понял? Он специально пять тысяч вернул и 50 себе оставил. Ну, хватит. Ай, конечно. Да людям доверять надо. Пожалуйста. Разговорите меня в восемь утра. Хорошо. А вы уже ложитесь спать? Вам-то что? Ну, просто мой рабочий... День закончился. И если что, на ресепшн Леши. Я тоже внесла его отпечаток в базу на ваш номер. Извините, что так долго провожал гостью до номера. Устраиваете личную жизнь, Михаил Джекович? Нет. Ей 73 года. И она не могла найти свой номер. Кстати, по какому поводу сбор? Неужели Вадим Алексеевич придумал очередной тест? Нет. Нам хватило одного. Я уже озвучил Петру Алексеевичу ваши результаты. И они неудешительны. Согласно, как вы говорите, тесту, вы склонны к психологическому и физическому насилию. А также к суициду. Насилие и суицид – это гремущая смесь. Бред какой-то. На основании каких-то дурацких вопросов вы делаете такие выводы? Точность результатов этого исследования 98%. Эту методику разрабатывал целый научный институт. Если вы хотите, мы можем еще раз вместе с вами загрузить результаты вашего опроса в программу. Все очень прозрачно. И что вы предлагаете? Уволить Михаила Джековича? Подождите. Я должен признаться. Я абсолютно несерьезно подошел к этому тесту. Давайте я отвечу еще раз на все. Уже более вдумчиво. София Яновна, а вы что думаете? Вы вроде дольше знаете Михаила Джековича? Михаила Джековича профессионал, и я думаю, ему стоит дать еще один шанс. Хорошо. Даем второй шанс. Жду от вас новые ответы к утру. И уж в этот раз не подкачайте, господин насильник. Ну или месье-суицидник. Как вам больше нравится? На этот вопрос я отвечу вам в тесте. Одним дурацким вопросом больше, одним меньше. Эй, привет. Что делаешь? Глажу. А что, не видно? Видно, я так и понял. А что спрашиваешь? Я просто этот... Флиртую с тобой. Пока не получается. Да? Ага. Тогда с козрой пойду. Пойдем в ресторан после работы. В этот Виктор. Может, Виктор? Можно Виктор. Ты не бойся, у меня бабки есть, я заплачу. Ну, хорошо, когда есть. Договорились тогда, да? Ну, да. Давай. Товарищ Рина. Да. Где вы ходите? Откройте мне дверь. Ой. Подождите, а вы что, вышли из номера? Я просто отошла. Вы же сказали, вы спать ложитесь. Вас 8 минут разбудить, да? Уж не что, мамочка. Давайте быстрее, а я пойду, пока подышу. Куда же они могли подеваться-то? Ой, кого я вижу-то, мой старый добрый друг. Боря! Чего, это не то, что ты думаешь. Я просто деньги искал, случайно нашел. Пока ты тут с бутылками разговариваешь, А Вик в ресторане собирается твои деньги потратить. Свои проблемы вы решаете сами? Господи, за что мне это? Сергей Сергеевич, вставайте. Я вас отведу, ваш номер. Вставайте, не надо здесь спать. Давайте, давайте. Пётр Алексеевич, кажется, у меня проблема. Я уже в курсе. В общем, он заказал вино Шатодоса Куриньон, а из блюд Камбала Тюрбо, Несуас и Касуля. Ишь ты разошелся. Как бы ему эта Камбала поперек горла не встала. Боря, написала Аня, она его сейчас спросит, откуда у него столько денег. Кстати, а откуда у тебя деньги? Ты их что, спер? Чего сразу спер? Взял. Айбек говорит, что ничего не воровал, что где-то взял. Пусть спросит, где взял. А где взял? Там, где взял, там уже нет, да? Места надо знать. А хочешь со мной в Бишкек поехать? Ага, всегда мечтала. Мечты сбываются, когда бабки есть, да? Я тебе сейчас дам бабки есть. О, дядь Бора, у нас тут этот немножко туда-сюда. Ты что, говоришь, места знать надо? А? А теперь признавайся, ты взял мои деньги. Что, ничего я не врал? Ну, конечно, из Бишкека прислали. Ну, да. Я же к тебе как к сыну, а ты разочаровал ты меня. Ты мне за спину плюнул, ты мне нож в душу вогнал. Ну, наоборот, в смысле, ну, неважно, ты уволен. Собирай свои вещи. Как у вас там на родине, говорят, это оглы. Алга. Алга. Вот именно туда. Очень душно. Тяжелый. Хоть и без одной руки. Что ты так душно? Не смешно. Что будем делать? Будем восстанавливать. Несите двусторонний скотч. Шутка. Есть у меня знакомые, они все исправят. Упал. Держите его. Ладно. Ты что здесь делаешь? Я тебе вчера все сказал. Да, дядя Боря, ты этот, извиняться будешь или нет? Значит, ты у меня заначку спер, и я еще извиняться должен. Эй, не брал я твою заначку ей. Ты сам ее по пьяни перепрятал, чтобы по трезвию не потратить. Не помнишь, да? Смотри. А? Ну, надо же. Столько мне обидных слов вчера сказал. Сам ничего даже не проверил. Ну, не обижайся ты. Ну, что ты? Ну, что ты? Мне даже бес попутал. Откуда у тебя деньги-то вообще? Никому не скажешь только? Угу. И бог дал ей. Я, короче, по улице иду. Сумка с деньгами. И рядом никого. Но я взял и сюда спрятал. Куда? Ну, и где? Эй, нету. Походу, бог дал, бог взял и. Ох ты, дядя Борь. Слушай, а у тебя это... Коробки нет никакой? Ммм. На полке. Ох ты. Ага. О, хорошее. Спасибо. Как красиво. Обожаю такую Москву. Без суеты. Да и раз я вид давно не встречал. Можем каждый день так встречать. Только без отрывания рук и больница. Кстати, руки я уже сказал. Не золотые, конечно, но... Бионические. Спасибо, что помогли. Давай на ты. Ну, давай. Давай. Михаил Джакович. Вижу, вы не выспались. Видимо, вдумчиво отвечали на вопрос. А вам, я вижу, подарили цветы. Скажите, как его зовут? Это для Софии Яновны. Да, кстати. Благодарю вас за то, что позвали меня, когда Софии было плохо. Кроме меня, ей бы никто не смог помочь. Наша связь с ней гораздо глубже и сильнее, чем была у вас. София ведь, как собачка, погуляла и вернулась в свою будку. Миша! Спокойно. Я в порядке. Это тебе. Спасибо. Видимо, тест был прав. Вы действительно склонны к насилию. Я жалею, что дал вам второй шанс. Петр Алексеевич, не торопитесь. Давайте сделаем так. Я возьму Михаила Джаковича на поруки. Один час в день с хорошим психологом мы получим адекватного спокойного работника. Настоящего профессионала своего дела. Вы уверены? Я-то да. Вот согласен ли, Михаил Джакович? Хорошо. Даю вам третий шанс. Можно лед приложить. Я сейчас. Что-то задумал? Я сейчас. Что-то задумал. Я не могу подключить. Я не могу подключить. Я не могу подключить. Я не могу подключить. Я в порядке. Какие улетели? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока Субтитры создавал DimaTorzok О, Айбек, привет. Слушай, а у тебя проволока длинная есть? Айбек, привет. Хребать, мой сын. Ну и где? Эй, нету! Походу, Бог дал, Бог взял. Ох ты, дядя Борь. Слушай, а у тебя это, коробка нет никакой? М-м-м, на полке. Ух ты, ага. О, хорошо. Спасибо. Держи равновесие. Не бойся. Десять лет каратэ, не умею правильно падать. Сейчас. Добрый день. Могу ли я ненадолго арендовать вашу удочку? Твоя бабушка говорила, что ты любила в детстве рыбачить с дедом? Не помню, что ты любила в детстве рыбачить с дедом? О, мусор. О, мусор. Зато сделала пруд чище. По-моему, там что-то внутри. Плохой олов. Спасибо еще раз за такой шикарный подарок. Прости, эти дурацкие волосы. Постригись. Вон ему волосы не мешают. Хорошо. Прошу. Я через служебный. Я бы хотел положить на счет 795 тысяч евро. В этой графе укажите источник дохода. Спасибо. Ничего себе. Это ж сколько подгузников можно купить. Да, Настя, куда пропал? Я никуда не пропал. Да. Тут, понимаешь, такое дело. Я вроде приболел немножко. Ну, наверное, от Федоса заразился. Да. На работу вряд ли сегодня выйду. А может, и вообще. Сейчас какой месяц? Ее месяц. Что у нас тряслось? Все в порядке, Петр Алексеевич. У нас в серверной прорвало трубу. И затопило один из серверов. Да отопление они продувают. Шопах это. Давление скачет туда-сюда. Туда-сюда. Даже у меня. На испорченном сервере хранилась база профайлов наших постоянных гостей. Но, к счастью, я работаю здесь с открытия. И помню предпочтения почти всех. Всех. А, прошу прощения, только что пришла броня от Франсуа Дешамма. Месье Дешам, наш частый гость, любит круглые подушки, обязательно гипоаллергенные. Лавандовое мыло, влажный воздух в номере. И он глуховат. Говорить с ним громче. За то, что я снова на коне. Да. Главное, чтобы никто не прознал, что это мы сервера залили. Дядь Борь, не мы. А я. Ты, если что, выйдешь сухим с сервера, я обещаю. А что мне еще оставалось делать? Петр меня чуть не уволил из этой гниды, Вадим. Я не хочу Соню с ним один на один оставлять. Сейчас. Да. Кто заезжает? Йозеф Шмидт. А, сейчас, сейчас, вспомним. Он любит яйца пашот на завтрак, шелковое постельное белье, твердый матрас. Да, и не забудьте поставить в номер игровую приставку. Он фанат футбольных симуляторов. Закончил? А что, ты не можешь без шпаргалки? Шутишь? Такую толпу запомнить. А я вот в школе, знаешь, шпаргалки прямо на руки писал. Черным фломастером. Да, потом неделя не смывается. Ну, наверное, ты же тоже писал. А, на тебе не видно. Да, разок поцеловались и сразу о жерелье? Да в тебе вообще вся фортепопость мира сконцентрирована. Слушай, а если он тебе после первой ночи остров подарит, пустишь пожить? Чтобы он скрылся под твоим бардаком, да? Да ладно? Должна же я хоть дома отдыхать от чистоты и порядка. Слушай, мне кажется, я его уже видела. О, может быть, в журнале? Нет, точняк. На фотке его умершей жены. Тогда в номере. Ну, тут дурацкая шутка, Юль. Ну, может, потому что это не шутка? Ну, может, это не шутка? Здорово, Лех. Привет. Мне бы номерок снять. Жена выгнала. Хуже. Дети. Приболел маленько. Все, теперь домой на ногой. Не дай бог заражу команде. Стандарт 10 тысяч. Дорого, однако, нынче болеть молодому отцу. Может, какой вариант подешевле есть? Ну, есть. Когда гости уезжают после обеда, то до расчетного часа следующего дня номер остается за ними. Это как чуть на откушенный стейк на тарелочке оставили. Спасибо. Спасибо. На хлеб не намажь. Согласен. Согласен. В отличие от икорочки, например, да? Да, Борисочка, привет, привет. Слушай, тут такое дело, в общем, заболел я походу, да, нельзя мне домой. Ну, я не знаю, рви. Вдруг детей заражу еще. Ага, ага. Мне тут номер выделили, я в отеле передачу. Да. Чего? Так, горло прополоскать. Так вот, я как раз этим сейчас собираюсь заниматься, да? Лучше самой один раз увидеть. Я же говорила, что вы одно лицо. Ну, вообще, вроде как у каждого на земле есть двойник. Ну, тут не парься, у тебя-то уже нет. Прости, господи. И о жереле то же самое. Это вообще нормально, дарить мне ее вещи? Слушай, а может, он все-таки маньяк, а? На жереле порча, а он им женщин убивает. Госпожа Бауэр. Сейчас скажу, что она любит. Записываешь? Да, в общем, записывать нечего. Никаких особенных предпочтений. Ага. Странно. Что это он? Всю ночь вроде на зарядке стоял. Ну-ка дай. Да, не подает никаких признаков жизни. Как выпускник после пол-литра. Ты знаешь, я в такой серьезной технике не спец. Ну, запах горелых полупроводников чую. На зарядке стоял, да? Ну. Ночью гроза была. Это скачок напряжения. Черт, в нем же база. А что, другой копии нет? Ага. Вот. Вот такие моменты нет-нет. Да и задумайся. Понимаешь, все-таки кто-то вот оттуда за грехи-то наказывает нас. Черт. Ай. Да и сходи! Да и сходи! Да, Лёха. Понял. Уже освобождаю. Дядя Боря, выручай. О, дядя Боря, здорово. Представляешь, сейф, зараза, пароль не признаёт. Ну, с ним это не впервой. Сейчас откроем. Да, 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 да. Годёныш. София, Яна и Леонид должны присутствовать. По правилам. А где гость? И что вы здесь делаете, Арсений Андреевич? Так я здесь. Я живу здесь. А, это предыдущего жильца. Господин Ли Сяудзе. Понятно. Вы портье будете оштрафованы. София, я прошу прощения. Такое дело, просто я заболел. Когда бы я не могу пойти, детей зараживаю. Домер хотел снять, зарплаты сами знаете, какие. Лёха мне чисто по-братски. Простите нас, пожалуйста. Ладно, но впредь только через руководство. Спасибо огромное. Я клядусь всем, что у меня есть. Открывай, дядя Боря. Открывай, открывай, открывай. А, подождите. А? Ну, номер же официально не ваш. Нет. Может быть, в сейфе что-то забыл предыдущий жилец? София, я так клянусь еще раз, что там только бои за достичь. Да ты скажи, что там? Мы откроем, убедимся. Я не боюсь сказать. Потому что не знаете. Я-то не знаю. Понятно. Открывайте, Борис Леонидович. Да-да. Вот. Честное слово. Мой пакет. Ну, ты бы сразу сказал, что там пакет или ион. Вопросов бы не было. Что? Так можно было, да? Ладно. Надо выяснение обстоятельств. Пакет останется у меня. Угу. Здравствуйте, Леонора Андреевна. Леонора Андреевна, но мы сначала формируем квартальный отчет. А потом... Хорошо. Михаил Джекович, там три постоянно гостя заехали. И вот имена. Какие будут в Казани? Да хрен их знает. Как у нас дела? Все в порядке? Да. Как раз вот инструктировал насчет наших постоянных гостей. Значит, мистер Стивенс любит классический английский завтрак рано утром. Подушки только большие, квадратные. И обязательно массаж сразу с дороги. Читака-мачо. Номер на солнечную сторону, два дополнительных одеяла. Мерзнут от наших широтов даже летом. В мини-баре только вино. Красное. Днем не беспокоить. У них сиеста. Пока все. Если что-то вспомним, усаджу. Даша, все в порядке? Да ладно. Петя! Вот это да! Саня! А кто эта юная красотка? Оленька, ну ты все хорошеешь. Саша, это не Оля, это Даша. Оля больше нет с нами. Я не знал, соболезную. Все в порядке. Извините, мне нужно идти. Секунду. Даша. Даша. Я уже говорил, что вы с Олей похожи. Значит, на будущее я сделаю бейдж покрупнее и буду носить всегда, когда мы вместе. Тед, мать, может, хватит нарушать спортивный режим? Ты за два часа вина выпила больше, чем за всю жизнь. Да ладно тебе. Может, он по ошибке заказал такое же ожерелье? Да и не сильно ты на нее похожа. Просто фотка такая. Я вот на некоторых точь-в-точь линсил охан. Да мы с ней одно лицо. Я еще в интернете кучу ее фоток нашла. Вообще, улитая я. Просто кары. А он мне еще вчера сказал, а ты постригись. Еще на коньках меня учил кататься. А сегодня вообще один его знакомый принял меня за нее. Да что, он ради тебя отель купил. Значит, он что-то нашел тебе. Да ее он во мне нашел. И будет дальше из меня лепить ее. Здрасте, Петр Алексеевич. Юля, привет. А Даша рядом? Да, сейчас. Да. Привет, Даша. У тебя что-то с телефоном, я не пойму. Да, я просто высыпаюсь после смены. А мы с Саней хотели вечером посидеть у нас в Викторе. Буду рад, если ты присоединишься. Хорошо. Я приеду. Мало того, что на кухне бардак, еще вы тут филонете у меня. Иди, работай. Настя. София Анна. А что за бардак у нас на кухне? Так икра черная пропала. Почти полкило. Главное, шеф сейчас на больничном крайнем не найдешь. Уже все шкафчики обыскали. Пусто. Понятно. А позови ко мне Чуганина. Так его шкафчик уже два раза обыскивали. А, звали София Анна. Прошу, присаживайтесь. О, спасибо. Арсений Андреевич. Да? Я знаю, что в пакете, который мы достали из сейфа. Да? Угу. Что будем делать? Может, поделим? Хватит боязничать. У вас последний шанс признаться в своем наглом воровстве. Зря вот так София Анна. Я ничего не воровал. Я случайно просто нашел, когда в вентиляцию полез спрятать эту, как ее... Подождите. Вы пакет открывали? Нет. А я абсолютно уверена, что в нем... Что? Черная икра. Которую я спер на кухне. Ну, наконец-то. Что у вас так развеселило? Ничего. Ничего. Ничего, я просто сейчас вот вам признался, и мне стало значительно легче. София, Яна, может быть, вы отдадите мне пакет, и я икру тихо верну на кухню, ну, чтоб не поднимать шум и так далее. Ладно. Через полчаса у меня в кабинете. Но я вас оштрафую. Вы хотели меня видеть, Петр Алексеевич? Да. Михаил Джекович, вы уверены, что давали партии верные указания насчет постоянных гостей? Ну, конечно. Понятно. Значит, этот партия, Алексей кажется, будет оштрафован, уволен и внесен в черный список сотрудников отелей. Простите, а за что? А вы разве не слышали? У госпожи Бауэр аллергия на орехи, а партия не сообщила об этом кухне. Наша гостья чуть не умерла от анофилактического шока. Проследите, чтобы этот сотрудник был немедленно уволен. Петр Алексеевич, он ни при чем. Это я, видимо, забыл про аллергии. Но вы же помните все про каждого гостя. Не помню. У меня была копия базы в ноутбуке. Но он сгорел из-за грозы. Такой же случайный, как потоп. Серверный. Я сразу понял, что вы так хотите поднять себе цену. Мои люди быстро восстановили сервер и увидели, что именно на ваш ноутбук копировали базу незадолго до прорыва трубы. А дальше я решил за вами понаблюдать. Можно я уволюсь по собственному, без черных списков? Нет. Вы останетесь здесь. Во-первых, вы не стали топить невиновного партии и признались. Во-вторых, вы ни разу не ошиблись, когда уже по памяти давали указания насчет гостей. А как же аллергии? Нет никакой аллергии. Это, кстати, единственное, что вы не вспомнили. И еще я знаю, почему вы так хотите здесь остаться. Я по-человечески вас понимаю. Благодарю вас. И приношу свои извинения. Серега Кульков сейчас сидит за махинацией. Придумал гениальную финансовую схему. Так что ты не единственный из нас, кто что-то изобрел. Привет. Даша, что с тобой? А, я не Даша. Я Оля. Тебе ж так больше нравится. А, еще тату сделала. Вот. Ну, брат, пока временно. Извини нас. Объясни мне, что все это значит? Ой, только вот не надо, ладно? Ты хотел, Оля, получай. На коньках учил меня кататься? Учил. А Оленька любила коньки, я в курсе. Я знаю всю текучу фоток. Еще постричь ты мне предлагал. И от жерели мне ее подарил. Вот оно. Ты в вещах моих рылась. Да, и что? Да, они похожи. От одного мастера. Только у нее изумруды, а у тебя рубины. И этого не видно на черно-белом фото. А стрижка и коньки – это мелкие совпадения. Не такие уж они и мелкие, если учесть главные совпадения. Как сильно я на нее похожа. Нет, вы совсем не похожи. Она бы никогда так глупо не поступила. Ну, извините. Клопия всегда хуже, чем оригинал. Ты что творишь? Я пытаюсь доказать тебе, что я не она. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Извините, задумался. Игорь, свяжись с Элеонорой Андреевной. Предложи ей выкупить мою долю в отеле. Да, хорошо обдумал. А твой Петя еще та обижака. Третий день не отвечает. Мне надо с ним поговорить. Я перед ним так виновата. Виновата? Ну, на три же дня игнора. Здрасте. – Здравствуйте. – Петр Алексеевич. Простите, я занят. Гигантский ворон Константин увидел подходящую санку и готов к брачным играм. Костяка, может, добавим разнообразие? Вараны всегда открыты к экспериментам. А давай на стуле. Давай. Сейчас принесу. А давай на этом. Так мы не собраны. Уже неделю как. У нас времени не было. На всяких варанов у тебя время есть. О, босс объявился. Да, Петр Алексеевич? Сейчас буду. А стул? Я же отправлял все данные на почту. Не помню фамилию. На П как-то. П-п... Да плевать. Надо уже покончить с этим. Да, дочь, работаю. Кто поставил на вот этого парнишку с сомнительной техникой, тот молодец. Но, соответственно, кто против, тот в пролете. Так, шпорим, отсюда тоже попаду. О, ну что, удваиваем ставочки? Давайте. Нет? Физкульт, привет. А что это за спартакиада посреди рабочего дня? Да ладно, Джекович. София Янович все равно в командировке. Ты не хочешь на сегодня поставить? Он, между прочим, три из трех забил. Ставлю пятьсот на то, что он промажет. По теории вероятности, это должно наконец случиться. Да и мяч он держит непрофессионально. А техника здесь не важна. Главное, глазомер. На сень. Один к одному? Не подведи. Давайте еще раз. Да сколько угодно хоть до вечера. На этот раз без меня. А вот это вот что на крыше? Солнечная батарея. Угу. Вы вообще не будете платить за свет. Я? Вы. Я продал отель и переезжаю в Лос-Анджелес. Навсегда. Хочу, чтобы вы поехали со мной. У меня свой сервис цифрового распространения игр. Я вижу в вас идеальную голову отдела тестирования. Если проще, вы вместе с подчиненными будете играть в новейшие видеоигры и говорить, что так, что не так. Единственный минус, ваш дом находится далековато от офиса, полчаса на вертолете. Но у вас будет личный пилот. Согласен. А вам не надо это обсудить с женой? Ну, да. Тогда попозже зайду. Петя, прости меня. Я перед тобой очень виновата. И перед Олей. Я вела себя ужасно некрасиво, и мне очень стыдно. Ладно, я, наверное, пойду. То есть ты вот так долго меня добивался, чтобы потом просто так отказаться, да? Просто из-за какого-то недопонимания. Недопонимания. Ты порвала фотографию моей покойной жены и унизила меня перед старым другом. Да. Я поступила очень некрасиво и плохо, но я очень быстро это поняла. Но? Но? Какие могут быть но? Ты прятался от меня двое суток, вместо того, чтобы просто нормально поговорить и все решить. Очень по-мужски. То есть это я еще во всем виноват? Да, потому что это трус. Трус, а ты истеричка. Ну, я умею прощать. А ты, видимо, нет. Еще в оправдании своего поведения я хочу сказать, что я очень много выпила. Черт. Нет, со мной это не часто бывает. Я... Я продал отель. Из-за меня? Я сейчас. Михаил Джекович, я пришел отыграть свои деньги. А я здесь при чем? Сеню ищите и отыгрывайте. Ну, ладно. Признаюсь, вам дело совсем не в деньгах. Мне просто хочется выиграть лично у вас. Я знаю, вы азартный человек. Я тоже. Всего одно пари. Видите, он того человека. Как думаете, сколько чаевых он оставит? Ну, съел он немало, выглядит солидно. Думаю... Думаю, тысячу. Не согласен. Он человек явно преуспевающий, а такие деньгами не сорят. 200 рублей. Сколько он чаевых дал? 300 рублей. Вот жмот, а. Действительно. Извините. Ну, теперь все по-честному. Ничья. Вадим Алексеевич, постойте. Я передумал, все отменяется. Поздно спохватился, Петрух. Данила, а ты как тут? Да вот, наслаждаюсь шикарным обедом в своем отеле. Мне нужна твоя помощь. Что случилось? Сначала я должен тебе рассказать одну историю. Пять лет тому назад... Нет. Давай потом расскажу. Времени в обрез. Если коротко, я по ошибке продал отель бывшему партнеру, который меня ненавидит. Обратно мне отель он не продаст. Но вот тебе... Я боюсь, ты преувеличиваешь мои финансовые возможности. У меня есть гениальный план. Ты дочка олигарха Кулька. Одного из самых влиятельных людей в России. Ты наглая, уверенная в себе. Твое хобби – яхты и огромные бриллианты. И тебе безумно хочется купить именно этот отель. Он же сразу поймет, что я никакая не дочь олигарха. Ты что? О тебе уже говорит весь интернет. Осталось предупредить персонал отеля. И все. Гениально. Два капучино сделай, пожалуйста. Ради этого стоило так срочно ехать на работу. Чтобы в игрульки играть. Ну, знаешь... Некоторые тестируют игры и за это получают неплохие деньги. Ну, может быть, для какого-нибудь подростка это и мечта. А это что такое красивенькое? Да так. Один дом. А где находится? В Лос-Анджелесе. Я думала, где-нибудь в Подмосковье. Настя, может, нам в Америку рвануть? Куча, ну какая Америка? Что там делать будешь? Страна возможностей. Ну, а как же семья, друзья. Степка в хороший садик ходит. Потом знаешь, как сложно ухаживать за большим домом? Ты вон с квартирой не справляешься. Стулья неделями не собранные лежат. Черт, забыл отменить встречу. Это дочка Кулика, она тоже хотела купить отель. Кулик, ну, попробуй построить что-нибудь в Подмосковье выше трех этажей, сразу услышишь эту фамилию. Петр Алексеевич, добрый день. Нет, Даниил Ильич. Дарья Ивановна, Петр Алексеевич, это я. И, к сожалению, я уже продал отель Даниилу Ильичу. Да? А как же наши договоренности? Я сюда из Ниццы сорвалась. Дарья, позвольте. Есть вероятность, что вы не зря примчались с лазурного побережья. Если вы так заинтересованы в этом отеле, то, возможно, я вам его продам. Или подарю. Пообедаем? Обчись, Петруня. Сейчас я за день заработаю на отеле больше, чем ты за полгода. Еще раз. Уверен? Вы мне уже три раза подряд проспорили. Поехали. Кто первый войдет в отель? Мужчина или женщина? Женщина. Ну что, будем под хвост заглядывать? Подождем хозяина. Бритни, девочка. Ну куда ты побежал? Еще раз. Поберегите деньги. Сегодня не ваш день. Ставлю аванс. Эту цену, я считаю, абсолютно неприемлемой. Прошу прощения. Да, привидьки. В пряник идешь сегодня? Ну там увидимся тогда. Давай. Ну, цену, конечно, можно обсуждать. Я бы хотел получше узнать человека, которому я продаю свой любимый отель. Ну, в принципе, я не против. Давайте сходим в пряник. В пряник? Угу. Я вас там никогда не видел. Это мое самое любимое место. Да, там неплохо. Ну что ж, тогда сегодня вечером в прянике. Завершим сделку красиво. Ты пойдешь с ним в пряник? Ну да. Ну ничего, придется немножко потерпеть. Ну, тебе же нужен этот отель. А мне нужен ты. Спасибо. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Кто там? Кость. Я на счет Калифорнии. Чего? А, я все переграл. Мы остаемся. Я разве что не сказал? Нет. Простите. Можно я, это, домой пойду? Мне еще стул собрать надо. Да, конечно. Хотя, погодите. Дамы и господа. Сегодня играют в синих трусах Вадим Алексеевич. Случайно увидел, когда вы переодевались. Против него играет Михаил Джекович. Темная лошадка сегодняшнего поединка. Джекович, без обид. Просто пытаюсь всех убедить, ставить на тебя. Делайте ваши ставки, господа. Ну что, до пяти? Поехали. Мяч слабейшим. Мишка, давай. Если выиграешь, я тебе рецепт рябиновки дам. Давай, 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 давай. Поехали! Четыре, четыре! Четыре, четыре! Давай, 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 давай! Пошли! 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 Я...-я...-я... Я-я...-я... Добрый вечер! Здравствуй всем! Обожаю это место! Каждый раз, как первый! Даже мурашки покоят! Мне нужно в туалет ненадолго. Ну, я вас тогда жду в третьей комнате. Хорошо. Петр Алексеевич, это ужас. Здесь садомаза. Так это же пряник. Ты что, не знала? Откуда? Я из Волчанской. Я пару лет назад не знала, что такое тирамису. Тогда возвращайся назад. Нет. Это возвращение с отеля не получше. Здрасте. И меня вырубило. Вот я спал как убитый. Даже мелом кто-то обьел. Прошу прощения. Ничего. Вы выиграли нечестно. Да, это был несчастный случай. Давайте еще раз. Я не психолог, но даже мне очевидно. У вас проблемы с азартными играми. Я не буду спорить на деньги. Вы мне уже целое состояние проиграли. Хорошо. Не будем спорить на деньги. Давайте на увольнение. Кто проигрывает, тот увольняется. Выбирайся любую, а я угадаю цвет. Вы вовремя. Наши стулья уже здесь. Так приятно оказаться с вами здесь. Мне кажется... Извините. Да. Добавляйся. Так, а чего ты мой? Вы хотели продать мне отель. Мне так нравится сталь в вашем голосе. А не хотите ли добавить стали еще куда-нибудь? Давайте, вы переодевайтесь, а я вас буду ждать в комнате наслаждений. Обсудим финальные детали контракта. Ну, решайся. Шансы один к восьми. Миша, не надо. Ты отличный шанс убрать его из моей жизни. Из жизни Софии. Я готов. Выбрал. Ну, может... Зеленая. Твою маковку. Как ты это сделал? Человеческий мозг устроен хитрым образом. Есть сознание, которое вроде бы все контролирует, а есть подсознание, которое и определяет большинство наших действий. Чтобы обмануть сознание, нужно лишь загрузить в подсознание нужные образы или, например, запрограммировать нужный цвет. И когда придет время делать выбор, в подсознании уже будет готов ответ. Здравствуйте. Я мистер Грин. Конечно, это была алтерея. Я оценивал шансы на успех в семьдесят процентов, но рискнуть стоило. Как? Не знаю. Просто повезло. Я со своим стулом. Не возражаете? Да, пожалуйста. Главное, что вы здесь. Угу. Ну что, пошалим? А может быть, сначала подпишем? Вы знаете, я пока вас ждал, передумал продавать отель. Хочу больше денег. Ну, мы же с вами договорились. Ну, так вы заставьте меня отдуматься. Можете использовать все, что здесь видите. А стоп-словом будет Элеон. Угу. Это все, на что вы способны? Как вы вообще планируете управлять отелем? О, интрига. Люблю. Тебе еще многому предстоит научиться, Петюня. Я прокрутил твой отель. Прибыль сто процентов. А дочка Кулика огонь, если ты понимаешь, о чем я. Понимаю. А это, случайно, не оно? А тогда зачем это все? Ты все равно не поймешь. Ну, ничего. Удобно. Ну, так если мужик сказал, что стул будет, значит, стул быть. Может, тогда в качестве благодарности вернемся к нашим варанам? София Яновна, можно? Михаил Джакович, я очень устала после перелета. Это важно. Это что? Мое заявление об увольнении по собственному желанию. Пришло время двигаться дальше. Просто подпишите. Михаил Джакович, по законодательству вы должны отработать еще две недели. За ветра и океаны выпью я, и точно пьяный поднимусь. На эту прыжу негде не сорву. Приходи, ты знаешь, как меня. Вадим, а как ты... Так у меня же ключи остались. Ну, мы же не чужие люди. Проходи. Я там кролика приготовил с чесноком, розмарином, как ты любишь. Перестань, мы сто раз это проходили. Ну, послушай, ну, у меня ремонт. Ну, не жить же мне на улице две недели. София, послушай, я изменился. Я не пью. Я вел себя как урод, но обещаю, этого больше не повторится. Давай попробуем начать все сначала. Готов поспорить, все получится. Что это? Это же жучок для прослушки. Кому нужно за мной следить? Может, это как-то с Егором связано? Я думаю, это ОМТ. ОМ что? Общество маленьких титичек. Они от меня только в восьмом классе отвязались. Не смешно. Филочки. Привет. Да ладно, забей, это я подкинула. От несостоявшегося мужа на память осталось. Слушай, а познакомилась с каким-нибудь богатеньким другом твоего Петра Алексеевича? Я не знаю никаких его друзей. Кость. Слушай, а ты, вот, как особо приближенная к императору, случайно никого не знаешь? Ну, есть один программист. Они вроде дружат. Ну-ка, ну-ка, фотка есть? Фотика. Какая у него фамилия? Солонович. Гениально. В школе его наверняка называли Сало. Так это же Сало. Твою мышь, это же вот этот урод, который хотел на меня заяву написать. Они знакомы? Нет. Это я пошутил. Петр Алексеевич его не знает. Это просто мужик захотел с нами сфоткаться. Костя, колись. Так, я вам ничего не скажу. Скажешь. Костик, давай говори, что вы там мутите с Петром Алексеевичем. Настя, я ничего не мучу. Петру Алексеевичу понравилась Даша. Он три месяца ее по всей Москве искал. А когда нашел, она была не в настроении из-за ссоры с Юлей. Ну, он решил их помирить и купил квартиру Юли. Ну, чтобы они съехались. Ну, про слоночие часы вы же знаете. Так романтично. Мариарте хренов. Я из-за него на десять лет постарела. Даша, ты чего улыбишься? Надо ему отомстить. Я ему вот такую крысу под одеяльник засуну. До завтра. Хорошей дороги. Соф, ключи. А. Спасибо. Пока. А вы не в курсе, что мы съехались? Должно быть для вас-то такой удар. И как ее понимать? Сначала отказывается меня увольнять, а на следующий день съезжается с этой сволочью Вадимом. Где логика? В хоккее на траве больше логики, чем в женщине. К тому же, Софьяна, вот нет-нет, да и шуршит шифером. А мне-то как реагировать? Действовать, не действовать? Обязательно действовать. Как? На, начинай качать. Я посмотрю, где спускает. Я вообще за советом пришел. А у меня лодка дырявая. Я сижу каждый день, слушаю стоны твои. Нет, Михаил Джекчич, там проблема в 47-м. Жизнь, Вослав! В чем проблема? Доброй ночи. Я заместитель управляющего этого отеля. У вас очень громкая музыка. Это рейв. Он должен быть громкий. Сделайте тише, пожалуйста. Ваши соседи жалуются. Друг, у тебя проблемы? Давай их решим. Заходи, заходи. Давай их решим. Давай их решим. Снотворное? Нет. Это для конспирации. Это для конспирации. Нет, спасибо. Это без меня. Да, да. А вот от алкоголя я, пожалуй, не откажусь. Да, да. Валентина Ивановна, это что, все мне? Да и здесь нужен отряд горничных. Не жужжи. Уберешь и пойдешь отдыхать. Куда? На пенсию? Этот номер проще сжечь, чем убрать. Ладно тебе. Что случилось? Э-э-э, ничего, мы здесь убираем. Интересно, кто так погулял? Свиньи какие-то. Свиньи. Доброе утро, Михаил Джакович. Простите, Петр Алексеевич. Я все объясню. Это случайно получилось? Случайно? Алкоголь со снотворным случайно не употребляют. Вы подумали, что я это хотел руки на себя наложить? Нет, это не мое. Это немцы. Рэй вы же принесли. А вы продолжаете посещать сеансы Вадима Алексеевича? Я зачем? У меня все отлично. Я вижу. Приведите себя в порядок. Через час жду Вадима Алексеевича. Нет. Хорошо, что теща при... Что мама приехала. Пока она с детьми гуляет, мы с твоим мужем... Вместе побыть. Можем побыть. Ух ты, сейчас. Да, дядь Боль. Здорово. Да ты что? Серьезно что ли? И сильно разлилась? Жесть. Не, я бы приехал, с радостью приехал бы. Мне же выходной. Да не, не, слушай, ну хочу побыть с родными Олечками со своими. А чего? Что, в парке пойдем гулять, ну? Ну ладно, ну дядь Боль, ну извини. Ну извини. Ну, пар... Что случилось? Да, беда у дяди Боль. Дача что-то у нее там затопила, река разлилась. У нее уже радикулит еще. Елки-палки. Ну, езжай, если надо. Ну, ни в коем случае не поеду. Кто будет с детишками гулять? Мы с мамой справимся. Об этом не может быть и речи. Сеня, человек в беде. Помоги ему. Хорошо. Если ты так хочешь, я съезжу. Валяк, ну у соседей на даче потоп. Да, хоть ковчег строй и тварей всех собирай. Мы, в общем, с Арсением, ну поедем уже. Что же делать-то? Дренажные работы эти проводить, будь она не ладно. Валенька, до завтра я тебя целую. Дядь Боль, я тебя ищу, я тебе звоню, у тебя занято. Я с Валей заболтался. Что, не отпускает, да? Легенда про потоп не сработала? Арсений, ну не надо. Это вы у нас обитатели подкаблуча. Да, у меня все просто. Я говорю, Валя, я на рыбалку. Борь, ну о чем речь? В добрый путь. Так и сказала, да? Так и сказала, да. Ну, конечно, ты лодку-то не рану надул. Ее заклеить надо было, она в комарке не помещается. Сейчас она, секундочку, она подсохнет и поедем. Ну, пусть сохнет, что. Нам сохнуть не обязательно, а? Метафора принята. Ох ты, фирменная. Петр Алексеевич, это бесполезная трата вашего времени. Он не придет, впрочем, как и на все предыдущие сеансы. Петр Алексеевич, простите, это была минутная слабость. Я осознаю, что самоубийство – это не выход, просто я немного запутался. Я понимаю, что мне нужно лечиться. Михаил Джекович, в следующий раз не тяните до последнего. Вернее, надеюсь, в следующего раза не будет. Не буду вам мешать. Михаил Джекович, вы с этим трогательным номером мешаете в тур по стране, а мне работать не мешаете, договорились? Ладно. Скажу Петру Алексеевичу, что его сотрудник отказывается работать. Так, хорошо. Давайте поговорим. Что же натолкнуло вас на эту здравую идею отправиться на тот свет? Как вы, наверное, знаете, у меня большие неприятности в личной жизни. Какая-то скотина съехалась с моей женщиной. Поэтому я немного выпил. И тут на меня нахлынули воспоминания из детства, когда я еще жил в Африке. Как интересно, продолжайте. Была холодная зима, примерно плюс 26 в тени. И моя сестра заболела. Мы с отцом отправились собирать целебные коренья, чтобы шаман мог ее вылечить. Мы так увлеклись поисками, что поздно заметили детеныша-носорога неподалеку. Отец быстро сориентировался, помог мне забраться на дерево, а сам, к сожалению, не успел. Появился взрослый носорог и насадил отца на рог. Как трогательно и в рифму погиб ваш отец. Это еще не все. А когда мне стукнуло 22 года, я даже подумывал сменить цвет кожи, как Майкл Джексон. Да. Доктор, как вы думаете, сколько сеансов нам потребуется? 40? 60? А вы зря смеетесь. Положение очень серьезное. Поэтому потребуются очень серьезные препараты. Да. Вот. Мощное, седативное, для тяжело больных людей. Это как раз ваш случай. Я этого пить не буду. Как успехи? Пациент отказывается лечиться. Боюсь, что без этих препаратов он не сможет нормально работать. Нет, если это нужно. Петр Иксевич, извините меня. Даша, прости, что столько раз обманывал тебя, я не специально. То есть специально. Ради нас, ради тебя. Наказание я буду неделю ходить в этом парике. Не надо. Я не обижаюсь. Это было даже романтично. Правда? Петр Иксевич, с приездом. Юля, извините за квартиру. Проехали. У Дашки квартира даже лучше. Спасибо за понимание. Петр Иксевич, я у вас в номере какую-то странную фигню нашла. Это что, жучок? Не знаю. Но лучше выбросить. Извините. Срочные дела. Чувствуешь? Запах лжареным. А тебе не кажется, что он как-то слишком серьезно интерагировал? Будет знать, как нам голову морочить. Все, кажись, подсохла. Во! Где у тебя машина стоит? Я думал, ты за баранкой будешь. Я-то уже употребил. Ты что, дядя Боря, я же тоже употребил уже. Я думал, ты ж журнел. Да. Жажда 7-минутного удовольствия затуманила разум. Тогда на электричке поедем. Не-не-не, я на электричке не поеду. Что это, духотень что терпеть? Это вы... Алкашню, что ли, кругом? С перегаром. Зачем это надо? А там же еще от станции до речки километра четыре топать. Конечно, вот это вот все на собственном горбушу тащить. Да, знаешь, а ну... В принципе, и тут неплохо сидится. Ну, в принципе-то, да. Чем не природа? Как говорится, с милым рай и вшелосе. Дядь Боря, давай, горбатую горь тут не лепить. Чего, я образно сказал? Чего, вон, лучше воду перекрой, а то президентский затопит. Михаил Джекович, у нас ЧП в президентском люксе капает с потолка, а Боря, как назло, на дачу уехал и трубку не берет. Я попыталась пройти на крышу, но там закрыто. Валентина Ивановна, успокойтесь. Это все мелочь. Но там заливает. Пусть заливает. Вода – это источник жизни. А что за срочное дело? Даша, присядь. Лет пять назад я писал программное обеспечение для северокорейского ПВО. В процессе работы выяснилось, что никого из команды они собираются оставлять в живых. мне удалось сбежать, но, видимо, они за мной следили. Слушай, если ты из-за этого жучка, то я... А Джекович говорит, вода – источник жизни. Вообще крыша поехала. Слушайте, может, вы успокоительными накачали, а? М-м-м, как пахнет. Что это у нас, котлетки? Да. С макарошками. С пюрешкой. Прекрасно. Джекович, тебе плохо? Мне очень хорошо. Спасибо Вадиму Алексеевичу за чудесный препарат. Всем рекомендую. Джекович, слушай. Давай я тебе сейчас коктейль бливантин замучу. Из тебя все таблетки пулью выдам. Давай. Федя. Я уже все сделал сам. А, так что ж ты нам-то... Успокойся. Если испортишь мой план, я тебе голову откушу. А, понял, понял. Какой план? Подыграй мне. Угу, угу. Федь, о чем вы говорили? Да он овач. О чем с ним разговаривать-то? Что ты там про Софию бубнил? Точно. Это он из-за Софии Яновны решила на себя руки наложить. Да? Да. Что? Где мы? Судя по крику Чаек. В порту. Думаю, у нас грузят на корабль. Боюсь, что мы плывем в Корею. Мне страшно. Я с тобой. Так, все. Двенадцать штук за полчаса. О, времена были. Все, не трави душ, ветер прошел. Так хочется на рыбалку. Радужная форель-то где? Вот. Какая ты радужная? С ловчакой. На рыбалку, говоришь? И тунец нужен побольше. Тунца. Опа, левее, левее я тебе сказал. Левее. Ты траву зацепишь, и мне блесну оборвешь. Не надо гаркать. Что ты? Сейчас, сейчас, сейчас. Упал. Посекай, посекай. Куда ты? Помидоры в тот раз были лучше. Сегодня так себе. Опа-на! Опа-на! О, лобстер-то будет. На, повкуснее. Здравствуйте, Михаил Жакович. Вы меня сбили. С чего? Вы когда-нибудь задумывались, сколько на нашей люстре висюлик? Ладно, я их ночью пересчитаю. Здравствуйте, София. Лена. Привет. А что с Михаилом Джаковичем? Михаил Джакович пытался покончить с собой. Да это бред! Он это выдумал, чтобы ходить ко мне на сеанс и трепать мне нервы. И поэтому ты дал ему такое мощное седативное? Да, я согласен. Ты был не очень профессиональный. Но ты бы слышала, что этот клоун здесь нес. Папу на рог насадил носорог. Это что за басня? Вадим, это правда. Его отца убил носорог. Только я об этом знала. Не надо это сюда. Иконку много положил. Федор! Вы Михаила Джаковича не видели? Видел. Он в бассейн пошел. Заряжайся, она идет. Может, к черту я от мегаполис? Слушай, да и в электричке вечером к народу меньше. Значительно. Да? От станции до речки мы на коне поскачем. На каком коне? Вот! А вот и конь. А вот и конь. Понимаешь? А вот и конь. Истина. 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 Что за грохот? Почему устала тихо? Думаю, нас закрыли в трюме. Даш, ты не переживай, все будет хорошо. Я им нужен живой для военных разработок. Поэтому я поставлю им условия. Тебя депортируют, а я навсегда останусь в Северной Корее. Так что я думаю, что это наше последнее свидание. Даш. Спасибо. 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 Даша, я хотел признаться раньше, но не получилось. Я обманул тебя последний раз. Я не понял. Дядь Боря, вы что, реально доехали, да? Ёлки-поп. А я не помню сейчас. Ух ты. Даша, ну какие корейцы? Какой корабль? Тебе лечиться надо. Они обещали меня отпустить, когда ты отдашь им деньги. Ну а потом пришли, начали избивать. Решили, что ты их кинула. Ну так ведь они забрали деньги. Мотоциклисты. Не знаю. Они сказали, деньги до них не дошли. То есть ты избежал, пока их не было? И они будут тебя искать. Даша, помню тебя на секунду. Значит так, у меня уже есть 17 вариантов, как его сплавить. Сейчас отправляем его в магазин, закрываем двери, выключаем телефоны. Ну типа уснулись, там не бывает. Он никуда не пойдет. В смысле никуда не пойдет? Впрямо ничего оглохло. Его бандиты ищут. Юля, хватит. Я, наверное, пойду. Не хочу вас подставлять. Ну, если ты так решил, ладно. Я знаю. Ты никуда не пойдешь. Михаил Джекович, и что? Ну прости, не удержался. Ты так шикарно выглядишь. А ты уже сказал, Вадим? Нет. Доброе утро, София Яновна. Доброе утро. Так и быть, вам тоже доброе утро, Михаил Джекович. Оно и без вас доброе. Кстати, София Яновна собиралась вам кое-что сообщить. Да, конечно. Дело в том, что завтра у нас большая свадьба, поэтому нам нужно сосредоточиться и как следует... Ну, повеселиться. Да. В смысле, нет, поработать. Здравствуйте, Армен Вазгенович. Здравствуйте, мои дорогие. Кажется, будет веселая свадьба. Конечно. Потому что, как говорится, как семейную жизнь начнешь, так она и проживется. Да, семья – это самое важное. Правда, дорогая? Равно же жена. Слушай, какая красивая пара. Вам надо рожать много детей, чтобы заполнять мир красивыми людьми. Может быть, лучше обсудим свадьбу? Может, какие-то дополнительные пожелания? Извините. Мои дорогие, родные. Здравствуйте, родные. Вот эти прекрасные люди подарили моему сыну чудесную невесту. И завтра за столом они должны сидеть рядом со мной, чтобы разделить мой праздник. Армен Джан, дорогой, это не только твой праздник. А, ну да. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Слушай, зачем ты такие вещи делаешь? Подарок мне? Зачем? Нет, дорогой, это не твой подарок. Это подарок молодым. А? Это же сюрприз. Слушай, без тебя знаю. Это сюрприз. Добро пожаловать в наш отель. Если вам что-нибудь будет нужно, можете обращаться ко мне. Да, конечно, нужно. Вы знаете, мне нужно, чтобы мои ближайшие, будущие родственники жили бы в лучшем номере. Это и гостинец. Конечно. Давайте мы вас засилим. Не буду мешать. Небольшое дело. Да. А, Леша. Михаил? Да. Съезды? Да. Михаил, мне очень нужно знать, что в этой коробке. Глядывай. Вы понимаете, я армянин. Я не могу допустить, чтобы подарок грузин был бы лучше, чем мой. Вы понимаете, да? Это такой соревновательный момент такой. Нет. Марин, отгадайте, что сегодня у нас будет на ужин? Неа. Даю подсказку. На «п» начинается, на «и» заканчивается. Ага. Какие пирожки? Марин, ну какие пирожки? Почки. Вот купишь почки и готовь на здоровье. Я перезвоню. Я вообще так и собирался. Слушай, животное, я-то тебя не первый день знаю. А вот я тебе говорю, что-то пропадет, я тебе чего-то... Чего-то? Армян, принимай. Здесь ацетрина. Ага. Креветки, аргентийские, черная икра, хамон санкционный. А это коньяк. Ему четыреста лет. О! Ты понимаешь, это Америка даже младше, чем этот коньяк. Так. Армян Джаб, вы не волнуйтесь. Завтра все будет лучше нигде у вас на столе, потом в животе, потом... Не важно все. Так, а это что за вот ядерный чемоданчик? А, это... золото. Вот я хочу, чтобы завтра весь десерт был посыпан этим золотом. Чтобы мои золотые гости кушали бы золото. Дорого-богато. Вот. И чтобы в конце все гости так бы и сказали, сказали бы... Как? Дорого-богато. Вот так. Доброе утро. Доброе. Не переживай. Это наверняка Юля. Ключи за то. А что ты тут делаешь? У тебя же выходной, а Юля на работе. Не мог позволить тебе скучать тут одной. Угу. Мне вчера было безумно хорошо с тобой. Я всю ночь об этом думал. Меня переполняют эмоции. Последний раз такое было, когда в Лаосе на буйволе катался. Ага. Кстати, нам обязательно надо кататься на буйволе. Слушай, у меня там кое-какие дела домашние. Давай с тобой попозже встретимся. Пока. Кто это был? А, да. Так, неважно. По работе. Мне друг отписался. Поможет сделать левый паспорт. Так что вечером я уеду. А, ну, хорошо. Ну, лучше позвони вот этому черному, чтобы он как следует встретил певца. Да. Уже звоню. Звони. Что-то не берет. Пойду его в вестибюле поищу. Звони. О, дорогой. А я как раз тебя и ищу. О, а я как знал. Жду вас здесь. Слушай, сейчас, чуть попозже приедет Егор Крит. Ну, ты знаешь, это любимый певец моей дочери. Я хочу его выступление на свадьбу подарить. О, это прекрасный подарок. Я даже немного завидую вашей дочери. Не завидуй, дорогой. Не надо. Там такой жених. Хотя любовь есть любовь. Ты его как следует встретить. Ну, номер дай, не знаю, аппаратуру сделай. Он хотел заранее порепетировать. Все будет сделано? Ах, да. Экскюз ми? Сорри, сорри. Уже гоу. Мишача, узнал что в коробке? Да. Там, там бутылка чачи. Нет. Как чачи? А что за люди? Их дочка выходит замуж за такого золотого парня, а не чачи дарит. Да, но главный подарок – это Егор Крит. Кто? Егор Крит. Очень популярный певец из «Блэк Стар». Глэк Старшин. Да. Это такой город. У них Грузии, да, наверное? Извините. Ты уже поговорила с Вадимом? Не было времени. Ну, хочешь, я скажу ему? Или, если тебе сложно, я могу пойти с тобой и… Миш, хватит. Я сама. Петр приходил, а я его не впустила. Ну, из-за Егора, понимаешь? Так теперь неудобно передний… Да ладно, брось. Главное, чтобы Егорке было комфортно. Подожди. Здравствуйте, Петр Лицевич. Привет, Юля. У меня к вам вопрос. Я только что был у Даши. У меня как-то себя странно вела, и у нее все хорошо. Ну, в целом вроде да. А, ну разве что у нее шея длиннющая. Вот, она комплексует. Ну, это с детства. Может, я ее как-то задел, обидел, что-то не понравилось. Да, вероятно, вчера. Надо будет с ней еще раз поговорить. Поеду. Не надо. Я просто не стала сразу вам говорить. Ну, вы правы. Ей вчера действительно не очень понравилось. Видимо, вы и не старались. Неужели все так плохо? Не, ну не прям плохо. Ну, четверочку. По десятибальной шкале. Но сейчас лучше к ней не ехать, не теребить. Пускай все забудется, а потом вы с ней… С чистого листа. Клево я тебя отмазала. Юля, ты дура! Что ты наговорила? Он сам так подумал, я просто не отрицала. Или что, мне надо было сказать, что у тебя там другой мужик, который сохнет по тебе, да? По мне никто не сохнет, понятно? Шеф, зацени. Ты идиот. Почему я идиот? А кто тебе разрешал золото трогать? Ты попробуй сначала, оцени, чего ты орешь. Ну, как? Ну, ничего, нормально. Ну, даже вкус золота чувствуется. Чуть-чуть. Ну, золоток. Ну? Золоток. Фольгу-то от золота отличить не можем, да? Чего? Того уж, я вместо золота сус налил. Фольгу добавил. Ты… 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 Я чего предлагаю, слышь? Золото пихнем Тимуру, бабки поделим пополам, а гостей вот этим будем кормить. А чего такого, если даже ты разницы не чувствуешь? А? Слышь? Мавродик кулинарный. Чтоб близко к золоту не подходил. Понял меня? Зря я тебе рассказал. Зря. Да. К вашим услугам спа-салон и один из лучших ресторанов Москвы. Виктор. Это не у него звезду Мишлена отобрали недавно? Да, у него. Миштяченко. Здравствуйте. Здравствуйте, Марсим. Слушай, я такой подарок придумал. Извини, прошу. Вот представьте. Я приглашаю Соса Павляшвили. У них только что спел этот… Помнишь, ты говорил этот… Ну, это Кэри Мридина, в общем. Слушай, все сидят… Что? Все сидят, кушают, тишина. И вдруг идет объявление. Подарок от отца жениха. Для вас поет Соса Павляшвили. Все встают, кричат, танцуют, поют вместе с ним. Смотри, как я красочно обрисовал. Завидовать можно? Посмотри, да что? Завидуешь, нет? Видишь? И главное, грузины обзавидуют. Ладно, не буду мешать общаться. Пока. О, там царь Федос над златом чахнет. Даже в сортир ходят с чемоданчиком. Так, хлеборезку прикрыл. Федор, там насчет свадьбы хотят, как они сказали, переобсудить. Что, опять? Сколько ж можно? Федь, иди. Так, а ты чего, с этим к ним пойдешь? А я его прямо тут оставлю. Ну, ты пойдешь со мной? Ну, и как у вас дела с любимым мужем? Миша, у меня нет времени на твой сарказм. Что там за свадьбой? Все под контролем? Естественно. На свадьбе будет петь Егор Крит от родителей невесты, от родителей жениха Соса Павляшвили. Прекрасно. От звезды в отеле это хорошо. Можете не беспокоиться, все пожелания мы учтем. Я прошу прощения, я отлучусь. На секундочку, носик припудрит. Сидеть, потом припудришь. Я бы перекусил чего-нибудь. Я знаю, здесь рядом отличный Крузинский ресторан. А зачем куда-то ходить? Я могу все приготовить. Чего вы хотите? Хинкали? Чахакбили? Не перечисляю только грузинские блюда. А прекрасная армянская кюфта. Вообще без проблем. Хотите, приготовлю вашу эту тюфту. Кюфту, ага. Без проблем. Прошу прощения. Я как шеф-повар хочу лично проконтролировать, как приготовить кюфту для наших уважаемых гостей. Я тоже на минуту отойду. Мне надо позвонить одному очень уважаемому человеку. Каха Николаевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Как вы и просили, я узнала, что Армен Вазгенович хочет подарить на свадьбу. Выступление Сосо Павляшвили. Как Сосо? Мы же тоже его хотели. Но он сказал, что не может, сказал, что будет в отъезде. Перекупили, наверное. Вот, пожалуйста. Короче, надо отказываться от этого Егора Крида. Ну, почему? Представь, от Армен выходит Сосо Павляшвили. Все поют, танцуют, радуются. А потом от грузин выходит этот Егор Крид. Нет, родственники не поймут. Нет, нет, не поймут. Слушай, Миша, дорогой, передай нашему уважаемому Егору Криду, что завтра петь не надо. Знаешь, мы решили подарить деньги. Как-то это некрасиво получается. Понял. А ты все это, Миша, сделай очень красиво. Я даже подумать не мог. Мне казалось, все прошло хорошо. Может, я был с ней слишком нерешительным? Даже не знаю, как вам помочь. У меня такого просто не бывает. А может, вам надо быть с ней немножечко пожестче, поагрессивнее. Вы-то спокойны, уравновешены. А женщины никаких любят. Субботных, сильных. Подошел. Неожиданно, сзади. Схватил ее за волосы. Она такая, Костик, в чем дело? Сама готова. Швырнул на кровать. Все. Она после этого сразу... Костик, это было великолепно. Костя! Настя! Вот ты, поди, все неправильно поняла. Это я Петру Алексеевичу рассказываю, как мы с тобой... Костю! Ты дурак? Зачем это вообще кому-то рассказывать? Петр Алексеевич, можно я расскажу Насте про ваши с Дашей проблемы? Понимаете, для девушки не так важен сам процесс. Ну, скорее важна атмосфера, романтика. Девушку нужно постоянно удивлять. Ну что, ты идешь? Не-не, я задержусь маленько. Слышь, кладоискатель. Чего? Я злотишко-то с собой забираю. Смотри, Федь, как бы тебя по дороге не горбанули. Алло. Мурлык, привет. Ну что, я с работы вылетаю уже. Отгадай, что я тебе в клюйки несу. Не-не, почки отменяются, Марин. Зато у нас сегодня будет креветочки аргентинские. А ситриночка свежайшая. И корочка красненькая. А, слушай, пармезан. Пармезан санкционный. Как говорил великий Лао Цзи, лучше пожертвовать почками, чтобы завладеть остальными продуктами. Есть. Чего спер-то сразу? Не спер. Отвлек? И завладел. Не помешаю? Понимаешь, Мышлен, устал, что не получается завтра приехать. Именно завтра он должен быть деревом. Жалко. А я же говорил, свадьбу надо было делать в Армении. А может быть, вы вместо Павлиашвили подарите выступление Егора Крида? Все-таки любимый певец невесты. Молодежи понравится. Ну как? Крид же выходит за Грузию. Так его можно перекупить. Только, знаешь, давай не перекупить, а переубедить. Так вскользь не вначай. Вызывали? Да. Присаживайся. Вадим, я хотела тебе сообщить... Даже не сообщить, а... Скорее признаться, что... Не трудись. Я знаю, что у тебя опять что-то было с Михаилом Джековичем. Я тебя не виню. Ты просто запуталась. Я готов помочь тебе. Что бы ты ни натворила, я всегда буду рядом. Мама! Мама! Это же Егор Крид! Здравствуйте. Я просто с армянами раз. Знаю пару слов. Вообще-то она грузинка? Ничего-ничего. Я ваша большая фанатка. Азизань, я как только это узнал, сразу же его пригласил на вашу свадьбу. Спасибо вам большое. Подожди, что... Это же мы хотели Егора пригласить. Ты же хотел Сосо позвать? Вы грузины, вы зовите своего Сосо. Это же логично. Можно подумать, что Егор Крид армянин, да? Ну, почти. Знаешь, вот вы армяне, вы все такие, вот такие, да. Подожди, подожди. Какие-то такие? Ну, вот такие вот, хитрые. А то вы не хитрые, да? Не, мы не хитрые. Ага, ты признал, что вы хитрые, да? А вы не хитрые. Мы не хитрые. Как бы, может, что тебя забыть? Тебя забыть, я не могу, не могу. Эту даму нечем крыть. И как убить любовь мою. Закрою глаза здоровья. Слушай, я подумал. Может быть, от одного человека это слишком роскошный подарок. Давай вместе подарим. Ну… Каждое утро работы и стресса. Новое утро. Чашка и справа. Серьезно? Да. Правильно. Я могу пригласить тебя на танец, или мы все еще прячемся? Нет, мы не прячемся. Миш… Вчера мы… Мы ошиблись. Прости. Давайте повторим инструктаж. Ну, ты же обещал. Я без паспорта не смогу уехать. Не могу он. Эту даму нечем крыть. И как убить любовь мою. Не переживай. Ты можешь оставаться тут столько, сколько тебе понадобится. Спасибо. Знаешь, это, наверное, прозвучит чересчур пафосно, но… Мысли о тебе помогли мне выжить. Знаешь, что будет полночь твоя гореть. Упс. Мы смеемся над этим, как дети. Ведь ты попросишь новые туфли. Не проси только новое платье. Неа. Твои герои на тебя все тратят. Но моя карта… Зачем это? Вот ты же понимаешь, что у нас ничего не может быть? И прыгнули в кортки. Мы любили, но все, что любили, убили, какие мы все же любили. Как такое может быть, что тебя забыть? Я не могу. Эту даму нечем крыть. И как убить любовь мою. В общем, я хотел сделать ей сюрприз. Подлетаю к окну, а она там с другим… Да ладно. Да нет. Целуются. Там, где целовались, недалеко и даже… И что теперь делать? Причешь, вы интеллигентный человек. Но это ваш же минус. Не понял. Нужно втащить. Ему в табло. Бить в табло – это не мой метод. Ну, давайте втащу. Я. Заванчиво. Ну, нет. Я хочу, чтобы Даша была со мной честной и как-то объяснила эту ситуацию. Ладно, поеду к ней и поговорю. Я с вами. Ой, Петр Алексеевич, доброе утро. Доброе. А Дашка что-то не говорила, что вы придете? Я сюрприз решил сделать. Отвезти ее на работу. А, так она куда-то ушла. Вы бы позвонили, предупредили о сюрпризе. Здрасте. Наконец-то! Ноги не стекли? А это кто? Это? Брат мой. Брат? Интересно. Ничего интересного. Он сидит у меня на шее. Одни проблемы от него. Привет. Привет. Даш, а я вот тут как раз Петра Алексеевича со своим братом познакомила. С Егором. А я сюрприз пришел сделать. Отвезти тебя до работы. Здорово. Ну, поехали. Я готова. У меня только сумку взять. Угу. Я внизу тогда подожду. До свидания. Ты зачем их познакомила? Да он сам его увидел. Егор целый час в туалете торчал. Именно сейчас выперся. А брат именно с чем звала? Ну, врать обязательно было, да? Извините, что не сказала правду. Знакомьтесь, это Егор. Он украл миллион, поэтому его ищут бандиты. Ах да, еще он сохнет по вашей девушке. Сеня, а ты чего приполз ты? Ты же выходной вроде. Я-то выходной. А дома апокалипсис. Один обкакался, другой описывался. Орут оба. Маринка нервничает. Вот я и свалил. Типа вызвали меня. Ну, я же настоящий отец семейства. Помощник. Ой. Джекич, ты давай вот это вот перестань. Что? Да что, что? Хватит уже. Выкиньте ее из головы и все. Арсений. Чего? Ну, надо помягче. Ну, что ты, не видишь? Человека душа мной. Мы же друзья. Мы должны помочь. Ну, знаешь, во, у Валентины есть замечательная подружка. Ну, знаешь, ну, она тоже свободная, она, во, во, вдова. Ну, она блондинка. Прямо как София, во, знаешь. Нет, спасибо. Понял. Тогда можно попробовать исконно русским способом. Нет, я через костер прыгать не буду. Я имею в виду, что немножко. Немножко. Пограмуличкин. Ага. Вот это вот я удачно зашел. Какая грамулька-то? Ну, удружишь. Мишенька, дружба — понятие круглосуточное. Понимаешь? Вот у нас Арсений, да? Он и выслушает, и нальет. И выпьет. Так что я передаю тебе его нежные руки. А ты... Я... Значит, я не могу. Она... Не идет. Она с утра как-то... Работы очень много. А вы дайте так вот джазу, знаешь. Вот все тяжкие. Ладно. Явно Валентина запретила. Явно. В общем, не знаю, что и думать. Да ладно. С братом Юльки. Привет, Костя. Здрасте. А этот брат Юля, он у вас надолго? Не знаю. Надо Юлю спросить. Наверное, нет. Чего он вообще приехал? Наверное, дела какие-то. Ага. Дела. А что? Нет, ничего. Слушай, а может вечером в кино сходим? Ну, или так что-нибудь посмотрим. Очень советую посмотреть сериал «Измены». Я уже видела. А я так и думал. Смотри. Смотри, какой бутуз. Такие ручки. Пухленький такой. Ой, дети, это вообще такое чудо. А после этого чудо ремонт надо делать. Ну, ладно тебе. Да, Дюборя, братан, намек понял? Какой намек? Ты меня не уставаешь поражать, да? Тебе сколько лет? 153? 53, нет. А как будто 13. Ты думаешь, она тебе просто так полчаса детей показывает? Нет. Там ролик смешной, ты понимаешь? Там ребенок с собакой из-за хлеба дерутся. Да, Дюборя, ты этот немножко туда-сюда совсем слепой, да? Не видишь, она ребенка хочет? У нее детей же нет. А в ее возрасте в Бишкеке все уже бабушками становятся. Ух ты! Ты, Джекс, не значит, ты не унывай. Не надо. Главное, что у тебя есть мы и я. Ты думаешь, мне легко с этой, с... Как ее? С Маринкой? Во! С Маринкой легко мне, думаешь? Мне не легко. Скажи, как она изменилась после этих... Родов? Вот, вот. После родов. Она очень изменилась. Ни поцелует, ни обнимет. Все время в этих... В детях она. Ну, чего мы, а грустно-то? Что-то тебя развезло. Ты домой-то как поедешь? Ну, я к вечеру-то отойду. Я просто не позавтракал. Чего ты на голодный желудок и... О! Сейчас. Секунда. О! Маринка, как ты чувствуешь? Я выпил немного. Еще держишься, а? Она сейчас поймет по голосу ее пьяный. Ты можешь ответить? Я... Да, алло. Сеня, Сеня. Моим голосом. Сеня. Я тебя прошу. Сеня, давай без паники. Все, соберись. Возьми себя в руки и ответь. Ой, запалит. Да, Марлак? Все нормально. Давай, давай. Угу, понял. Она сюда едет. Встретить, просто. Ой, а зачем я пил? Зачем? Зачем? Ну, какие они милые. Я не могу. Да. А вот мне не до смеха было. Лет двадцать назад. Ну, дочку свою. Она такая маленькая была тогда. Я ее повел на концерт Вели Токарева. Так, на шище посадил. И, мягко говоря, она меня отблагодарила прямо на рубашку. Ну, значит, это не ее музыка была. И потом всю ночь, всю ночь я ее успокаивал. И качал, и успокаивал. Как это мило. Какой ты замечательный отец. Ну, концерты ее водили. Ну, да, было время. Слава Богу, прошло. Теперь уже о внуках думать надо, конечно, в нашем возрасте. Вот так. Ну, спасибо. Ничего, Валя. Ноги убери. Валя, ну ты ж не Киркоров, чтобы после сорока рожать-то. Твою мышку вкусно. Что-то Петр сегодня какой-то странный. Когда отдыхал в Бирме, сейчас это Мьянма, ко мне в палатку залезла семья гиббонов. Представляешь? От дождя спрятались. Я сначала испугался, а потом начал за ними наблюдать. Они так сжались друг к другу. Я только потом узнал, что гиббоны, на самом деле, выбирают себе пару раз и на всю жизнь. Представляешь? Так же, как альбатросы. Ну, или пингвины Генту. Не то, что люди. Да, прикольно. Даша, нужна твоя помощь. Извини меня. Может, его что-то тревожит? Угу. Его тревожат пингвины и гиббоны. Юль. Ну, либо он до сих пор думает, что он не устраивает тебя в постели. Он мануется, через зверушек заходит. Думаешь? Точно. Устроим у животной пингвины секс. Видимо, он ее намекал. Ну, я ей намекнул. Но она ничего не поняла. Все она поняла. Сделала вид, что не поняла. Вы думаете? Уверен. И что делать? Приходите к ней. Берете ее. Вот так. И говорите. Я знаю, что ты меня предала. Ты мне сердце разбила. Она испугается и сразу все расскажет. Это из грустного отца? Не знаю. Я только что приду. Ну, ладно. Нет, Джек, Джек, она меня… Она мне точно вычислили все. Без паники. Без паники. Просто стоя ночей. Понял? Тихо, тихо. О, Марин, привет. Привет. Так, вот твои дети. Следи. А я в салон пошла. И только попробуй мне пикнуть. Марин, ты же прекрасно выглядишь. Конечно. Прекрасно я выгляжу. Ты знаешь, сколько я месяцев маникюр не делаю? Я на обезьяну похожа. Марин, сегодня по уши в работе. Я ничего не знаю. Задела двоих? Вот пусть хоть иногда помогает. Держи. Подгузники молоко. Держи. Ты хотел меня видеть? Да. Я хотел поговорить. Я хотел сказать, что… Ну, ладно, что говорить. Мне так хорошо давно не было. То есть, никогда. А ты куда? Работать. Если, конечно, смогу после такого. Алло, привет, Натусик. Ну что, сходили к ветеринару? Что там с моей Марусей? Как беременна? Это УЗИ так показало? Уже четыре недели? Я просто в шоке. Ну да, да. Ну все, 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 все. Все. Пиши пропало. Что писать? Где писать? На моем надгробии. Валентина беременна. В моем возрасте. Попал я. Эй, молодец. Наконец-то попал. Я б на том месте радовался бы. Хотя, хорошо, что я не на том месте. Да, Джекович. Да, Джекович. Опа. Арсений. Арсений. Вставай. В восстание иди, Арсений. Травяной отвар. Будешь как новенький. Давай, давай. Сеня. Вставай, давай. Мне надоело за твоими детьми смотреть, ну. Давай, 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 бей. Давай. Чувствуешь? Лучше? Вот, это бобровая струя это. Спокойно, спокойно. Это нормально. Нормально. Иди. Сейчас у него все выйдет это. Человек переродится. Ой, какие симпатичные. Ага. В маму пошли. Знаешь, Джекович, это ребеночка надо знать, надо понимать его. Вот, чего он хочет, что он. Дай ручку. Дядя. Дядя Боря, ну трогать-то зачем? Я же только их успокоил. Ну ладно, мне пора. Скоро. Дядя Боря. Дядя Боря. Дядя Боря. Дядя Боря. Ну же ж ты их трясешь-то, а? Покорми все. Ну так вот и покорми. Дядя Боря. Дядя Боря. А это что за... Вы что, так их кормите? Маринка так заставляет кормить. Я так понимаю, она во всем призналась, вы ее простили и... Нет, она просто пришла и набросилась на меня. Я даже не успел опомниться. Заставила, что ли? Ничего постыдного. Она девушка сильная, каратистка. Нет, я был не против. Но она так и не призналась, понимаете? Костя, я совсем запутался, не знаю, что у нее там в голове. А я сразу б ее на голову тащить. Не ей, конечно. Ему. Брату. Любовнику. Настоящий мужик бы так и сделал. Петр Алексеевич, магазин прикройте. С Богом. И тут я ей говорю, Валентина, выходи за меня. Как вы думаете, согласится она? Конечно, согласится. Я бы согласилась. Да? Э, ладно ты. Даже я бы согласился. Да? А Валентина, наверное, вообще с ума рехнется, ей клянусь. Валентина. 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 И ух ты, я не знаю, что это. Он сидит там грустно, ждет, пока она признается. Вправь ей мозги. Михаил Джакович, где вы ходите, я до вас дозволю ценить. А что происходит? Я детей кормлю, что непонятно. А почему вы их кормите? И почему они здесь? Почему Арсений не спит? Слишком много вопросов. Хотите помочь, поменяйте второму подгузник. Алло, София Яновна, а вы случайно не знаете, где Сеня? Его просто Марина ищет. Знаю. Не Ленина, а в 207 номере? Да. Хорошо. София. Это что, это кто, Марина, она сейчас, она просто оторвёт голову. А отца Мината. Сейчас она поднимется и посмотрит, как вы безответственно относитесь к собственным детям. Не губите, я вас очень прошу. Пожалуйста, не разрушайтесь. Михаил Джакович, сделайте что-нибудь. А что я сделаю? Я и так его детей кормлю. Она же убьёт меня София, или ещё чего хуже, бросит меня. Варенька. Проходи. Проходи. Поменьше вопросов. Что происходит-то? А это что такое? А вы стали-то чего? Ну ничего, я же тебя просил, поменьше вопросов, тебе не надо волноваться, тебе не нужно. Волноваться. Айбек, давай жми. Оно перелетело. Ну, а ну-ка. Ваня, прости меня, Ваня. Я хотел тебе сюрприз сделать, прости меня. Отличный сюрприз, тебя ты убил? Ты не нервничай, тебе в твоём положении нельзя, Ваня. В каком положении? Ну, с чего в каком положении? Я дурак, но не до такой же степени, я же тоже замечаю. Что ты замечаешь? Набрала уже пару килограммов. Животик, вот это. Какая неделя? Что? Четвёртая? Боря, я обо всём подумал. Я буду хорошим мужем и отцом. Боря. Да? Я не беременна. А ты не дурак. Ты идиот. Как это ты не беременна? Чего, ни с колечки? Ни с колечки. Боря. Боря, отстань! Воля! Не кричи тут! Я тебе предлагаю, не первый, но последний раз. Пойдешь за меня? Похудей себе, найди! Я нашёл. А брат, пропусти меня! Я нашёл, Валя! Я нашёл! Я нашёл, Валя! Только дай мне, Валя! Дай мне, Валя! Дай мне, Валя! Дай мне, Валя! Отстань от меня! Валя! 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 Сеня, открой! София, господи! Сеня! 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 Михаил! Я не поняла, а где Сеня? Сеню вызвали по работе. Он не хотел оставлять детей. А София Яновна его заставила. Правда? Марина, я считаю, что ты должна знать. Так что я должна знать. Я хотела сказать, что у вас очень красивые дети. Да, это они в меня пошли. Вы, кстати, здорово смотритесь. С детьми. Петр Алексеевич. Здравствуйте. И что вы мне хотели сказать? Сейчас. Ну ты где? Петр Алексеевич, я должна сознаться. В общем, это не мой брат. И с Дашей у них ничего не было. То есть с утра был брат, а сейчас уже и не брат? Я выдумала. Испугалась просто. Зачем нужно было выдумывать? Значит, есть что скрывать. Петр, вы все неправильно поняли. Нормальный мужик бы стащил. Да, я ее поцеловал. Хватит! Что здесь вообще происходит? Что заслужил? Нечего было свои губежки распускать. Я не должен был ее целовать. Она этого не хотела. Извините, не знаю, что на меня нашло. Ничего бывает. Даша, и ты прости. Надо было напрямую спросить, а я напридумывал себе. Просто я боюсь тебя потерять. Ну, хочешь, чтобы ты хорошее сделал? Прости, у тебя из-за меня одни проблемы. Зачем ты вообще приехал? Они могли тебя увидеть. Хотел тебе помочь. Кажется, тебя ждут. Настя, ты скоро? Я не знаю. Сеня в машине ждет. Ты же знаешь, он не только за бензин, он за простой еще возьмет. Петр Алексеевич попросил нас всех собраться срочно. По поводу. Так может это из-за того гостя, которого ты заплевала? Я чихнула. У меня просто руки были заняты, и я не успела прикрыться. По такому поводу вряд ли всех бы собрали. А вот из-за экспериментов дядя Боря могли... Чего? Я же прав оказался. Эти вот смываемые втулки от туалетной бумаги, они смываются очень плохо. Канализацию они засоряют. Их надо по одной бросать. А не 50 штук сразу. Это был эксперимент. Так вот кто 309-й затопил. Гость принимал ванну, у него из унитаза втулки полезли. Да успокойся вы. Может из-за меня собрались. Ну а чё, у меня днюха неделю назад была, Пётр Алексеевич поздравить забыл. Вот, может решил поляну накрыть. Я тоже не знаю, зачем нас собрали. Добрый вечер. Простите, что не пришёл лично, просто я сейчас очень занят. Тестируем новое приложение для видеосвязи. Я, кстати, звоню вам через него. Как качество картинки? Звук не отстаёт? Всё отлично. Странно, я вас не слышу. Что-то с микрофоном. Ну ладно, главное вы слышите. Слышите? Итак, я должен был на две недели улететь на Мальдивы. Шикарный отель, всё включено. Выпендрёжник. О, звук появился. Я не выпендрёжник. Просто хотел сказать, что из-за работы моя поездка срывается. Поэтому я решил отдать свою путёвку кому-то из вас. Кому достанется путёвка, решите вы сами. Завтра сообщите своё решение. Простите, мы ещё не все баги отфиксили. Обидно, конечно, столько сил в разработку вложили и никак не закончим. Ладно, до завтра. Ну и как будем решать? Ну, по-моему, очевидно, что среди нас есть человек, который достоин этой путёвки. Да? Большой профессионал. Отзывчивый. Умный. Ответственный. Ты ж моя скромница маленькая. Пусть я не про себя сейчас говорю. Я про Софию Яновну. Ну? Вот. Ну что, здравая мысль? Согласен. Поддерживаю. Я как все. София Яновна, вы действительно заслужили отдых. Ну, подождите, я против. Мы все здесь профессионалы и люди все хорошие. Но вы лучше всех. Ну, перестаньте, я далеко не идеальна, Настя. У меня и срывы бывают, я, бывает, и накричу на вас. Но ведь не без повода. А бывает и без. Подождите, а когда такое было? Ну, как когда? А чего вы меня отсчитали, как школьника, за то, что у меня якобы в подсобке мокрой псиной воняет? Дядя Боля, ну, воняло же. Чем пахнет в моем кабинете, это мое личное дело. Простите, но ваш кабинет в нашем отеле. А меня? Стоило отчитывать за помаду? Как вы там сказали, как девушка на трассе. Да, что вы это помните? Да. Извините. А мне прилетело за то, что я жонглировал оливковым маслом. Бутылка могла разбиться. Кто-то мог поскользнуться. Это значит, мне люлей прилетело на будущее. Люлей в кредит. Интересный подход. Так, ну, ладно. Хватит. Набрусь есть. Это еще фигня. Мне влетело за то, что я просто чихнул на работе. Просто 24 раза? Ну, физиология у меня такая. Но не гостей же пугать. Так а я что могу сделать? Чих не спрашивает, когда он придет. Слушайте, пошли бы в туалет и чихали себе, сколько влезет. Ну, вот. Опять накричали. А что вы смотрите на меня так, как будто я тиран. Ну, знаете, тиран не тиран, а вот. Простите, пожалуйста, женщина вы вот черствая. Я мягкая. Я мягкая. И все, и вы сразу поймете, какая я. Ну, так сейчас чем не повод? Рабочий день уже закончен. Мы тут все собрались. Да. Прямо что? Хорошо, Борис Леонидич, возьмите на баре бутылочку. Чего-нибудь я оплачу. Костя, стаканчики, стаканчики, давай-давай-давай. А это немного? Ну, вот и все. Посидели, да, София? Посидели. Ладно, наливайте. Вот. Приветики. А-а-а, нарисовалась гиена. Почуяла запах легкой наживы. Я тебя спешу расстроить, мой золотой. Путевочка только для управляющего персонала. Путевочка? Какая путевочка? Я не в курсе, честно. Я просто дома особо делать нечего. Ну, конечно, нечего. У тебя же всего двое новороженных детей. Я твое, знаешь, гнилое нутро, вот заверстучую. Какое еще нутро? А, гнилое, ага. Без обид, ты у нас рулон туалетной бумаги спел. У меня насморк был, я сморкался по дороге домой. Ну, а моя канифоль на кой тебе сдалась? Ну, ты бы попросил, я бы тебе дал. Дядь Борь, просто очень нужна была канифоль. Тебя на месте не было. Чего мне было делать? Да он все подряд тащит. Недавно в гости к нему прихожу. Он мне тапки дает, говорит, на, чувствуй себя как дома. Вот, я чувствую себя как дома. Тапки-то мои. А я видела, как он впрачено себе порошок в карман насыпал. Представляете? Ой-ё-ё. Да вы хоть знаете, почему я ворую? В детстве со мной никто не дружил. Мне надоело повсюду бродить в одиночестве. Тогда у меня появился вымышленный друг Жора. Жора был классный. Придумывал все время какие-то развлечения. Рассказывал смешные истории. У Жоры был только один минус. Он постоянно воровал. Ну, мне как-то это поначалу даже нравилось. Идем на рынок, вон там, жвачку какую-то стянет. Купаться идем, а? Шлепки. Ну, вот как-то в школе Жорик украл пенал у Светки Грушевской. Я ее любил, и она меня бросила. Вот из-за этого пенала. И вот тогда я твердо решил, что дружбу с Жорой надо заканчивать. И я не мог. Я не мог от него отвязаться просто. Пришлось пожаловаться родителям, естественно. Ну, что, меня отвели к психологу. И диагноз был неутешительный. Раздвоение личности. И я целый год ходил на сеансы, лечился. И так вот постепенно, постепенно, не сразу, но у Жора... Жора исчез. А вместе с ним у психолога исчезли восемь шариковых ручек. Такой портфель с бляшкой кожаной и очки. Красивые такие, золотистые аппараты. Тогда я понял, что меня не вылечило. Что Жора никуда не исчезла. Просто спряталась. И Жора рос. И он становился сильнее. Вот тогда я начал тащить все. Шмотки соседские, которые сохли на улице. Люки канализационные. Конфетки складывающие. И вот так мне однажды в голову пришла просто страшная мысль. А вдруг Жора украл не только все эти вещи, еще и мою личность. Может быть, он украл меня. У меня. Не я просыпаюсь по утрам. А Жора. Не я прихожу на работу. А Жора. Не я люблю Марину. Ну а Жора. Ты забыл рассказать про Толика. Твою третью личность, которая всем заливает. Закусываем, закусываем. Нет, я вам честно скажу. Вот Петр Алексеевич, вы меня простите, конечно, за выражение, но он нехороший человек. Ну как можно выбрать достойного, если вы все одинаково прекрасные люди? Софья Яна, вот вы, вы такая суперпрофессионал. Настя, ангел, не человек. За Лене мы как за каменной стеной. Федор всегда балует нас всякими изысками. Про Михаила Джековича вообще говорить нечего. Вашей находчивости может позавидовать каждый. Борь, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Простите, я выпила немножко. Кстати, у меня идея. Давайте отправим на отдых Валентину Ивановну. Я за. Останьте. О, да. Ну ладно, ну. Ну да, ну да, ну да, ну что. А, я, конечно, извиняюсь, Валентина Ивановна, но я вашу двухходовочку сразу раскусил. Какую двухходовочку? Ну, какую. Ну, что, рассыпались в комплиментах, все размякли, и вот за вас голосовать начали, да? А разве мужчина не должен поддерживать свою даму сердца? Ну, просто я очень хорошо знаю, как оно в жизни бывает. Как? Ну, как. Приедет Валентина Ивановна на Лазурный берег загорать, скинет Парел. И тут, что же подружал? Мадам. Вас кремом не намазать, смотрит, стоит. Сокки. Бронзовый красавец. Тело Геракла. Глаза и дьявола. Ну, вы в общем поняли, да? Да, сейчас мы много про Господню, Борис Леонидович. Да. И что же, мне теперь на отдых не ездить? Почему же не ездить? Со мной, пожалуйста. Так ты меня не зовешь. А в Карелию? На рыбалку. Водку жрать и комаров кормить. Очень романтично. Ну, что я не романтичный, что я? Иди. Во. Вот. Вот она, вся романтика твоя. Стих. О. Как сдержать мне сей порыв? Встретил вас и вновь. В обрыв улетаю вместе с ветром. Вот он, твой предел. Наливки выпить и стих начирикать. Отлично. Так. Дядь Борь, что ты обижаешься-то, как маленький? Ну, женщины, они же, правда, существа же тонкие. Их баловать надо. Да? Да. Ну, курорты возить. А стих начирикать, это каждый дурак может. Ну, следуя этой логике, и вы тоже можете, что ли? Легко. О. О. Пошумим. Вась, а что это было? Ну, это как в Рэббатли. Ну, что же, я открыт ко всему молодежному. Может, попробуем? Пять больше, все, присядь. Ну, что это тебе? При всех опускать, что ли, вот. Ты меня в отцыга одешься. В отцыга, Жой, тогда сама штаны я тебе жестко поруть буду. О-о-о-о-о-о-о-о-о! А покричим! Сень, пошуми. А? Пошуми! О, МС Федос, начинай! Сейчас я тебя научу рифмовать. Давно не скрипит в твоей коморке кровать. Комбез, усы, перегар и щетина. И как на тебя повелась Валентина? А-а-а-а, ты сильно начитан, у тебя мудрый глаз. Он знает, как лучше закрепить унитаз. Раунд! Ну? Хамло. Участник справа, Анкл Борис. Увы, червь мыслит скудно. Два слова заритмовал и... А, поэт? Но нет, твои стихи про горклый винегрет. Что приготовил неумелый повар, и я как раз перед собой узрел такого. Мечтал меня задеть, вплетая Валентину. Хотел взорвать высоких чувств плотину. Но ты не бурная река, не яростный поток. Скорее лужица в штанах, берущая исток. Все, корщися в потугах, унизить человека. Но я топчу сей бренный мир уже полвека. Я стал отцом, познал любовь и расставание. Да, алкоголь порой туманит мне сознание. Но ясно вижу, я теперь одно передо мной стоит. Не буду продолжать, уйду, и так сойдет. А то, что я имел в виду, и до червя дойдет. Раунд! Ну, по-моему, все ясно. Анку Борис. С победой! Не надо, Валя, Валя, не надо. Ну, дядя Боря, очень неплохо для новичка. Ну, ты знаешь, я иногда батлы эти просматриваю. Надо быть с дочерью на одной волне. Чего ты лыбишь строже? Чего я смакую момент? Так знатно тебя поимели. Не, ну ты тоже мастерски так в лужу. Аж джакузи получился. Да? Да. Вадим, ваш эксперимент точно будет по плану? Как-то не похоже, что это сплотит коллектив. Нет, нет, все в порядке. Пусть выпустят негативную энергию. Ладно. Пора заканчивать наши посиделки. Я предлагаю голосовать за меня. Чего это? Я через знакомого продам путевку. А выручку поделим по ровну. Это идея. Михаил Джикович, а вы в своем репертуаре опять придумали какую-то схему. А если Петр Алексеевич просто решил нас проверить? А? Если он за нами следит, а вы свои акции всех под удар ставите. София Яновна, благодаря моим схемам отель все еще на плаву. Да. Откуда вы знаете? Вы же ни разу даже не пытались решить вопрос по-человечески. Потому что в отеле все время возникают ситуации, которые невозможно решить нормальным путем. Точно. Например? Хорошо. Давайте смоделируем ситуацию. Давайте. Костя, возьми у Лени пистолет. Леня, давай, 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 давай. Дядя Боря, полай. Гав? Неубедительно. Будешь любовником. О, другое дело. Сеня, ну ты можешь изобразить собаку. А какой породы? Мне же надо в роль ужиться. В ротвейлер. Отлично. Костя, направь пистолет на дядю Борю. Настя, приляг на стол. Так, зачем? Ты изменила Косте с Борисом Леонидовичем. А, не-не-не, я не позволю. Только я имею право изменять с Борисом Леонидовичем. Вот так вот. Итак, мы получили СМС от нашего постоянного гостя с просьбой о помощи. Мы входим в номер, и что мы видим? Муж, типичный бандит, приставил пистолет к голове нашего гостя. А жена бандита здесь, на гишонке. Ой, ой. Так, так, секундочку, а я где? Ты в углу и злобно скалишься. Давайте продолжим. Муж застал жену и… Ну, не совсем. Я сразу задал себе вопрос. Почему муж колеблется? Почему? Почему? А, я знаю! Потому что он боится попасть на решетку. Знаешь кто? Тюряга, как говорится, мой дом родной. Фарту масти. Просто муж еще не до конца разобрался в ситуации. Дело в том, что она совсем голая, а он в одежде. А, то есть муж не успел застать жену с любовником в постели? Именно. Поэтому мы можем попытаться выпутаться. А, да. Понятно. Ну, правильно. Я иду по коридору к своему номеру. Смотрю, дверь открыта. Мало ли что там происходит. Захожу, а там женщина голая. Вот. Я глаза сразу закрыл. А когда открыл, ты стоишь и мне дулом в лоб тычешь. Ты чего меня горбатого лепишь? Я видел, как ты в ресторане на нее пялился. Правильно? Она красивая женщина. Чего ж мне не посмотреть? Не возражаем, да? Стой. Стойте. Ты не можешь его убить только потому, что я такая красивая. Ну что? Давай, давай. Уф! Уф! Ура! 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 А что такого-то? Ну, я вырос в приюте. Подвергался постоянным избиениям. Я злой и непредсказуемый пес. Нужно просто вызвать милицию и все. Да я бы с удовольствием. Но он решил убить и любовника, и свидетель. Ура! 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 Извини, баклажан. Не то время, не то место. И что вы будете делать? Сейчас надо подумать. А, ну, думайте, думайте. Я думаю, что у вас есть пара секунд, пока собака лает, а все орут. Ой! 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 Ничего нет! Хватит! Хватит, хорошо. Что? Что вы сделали? Что это было? Ну, вот так я и выпутался из этой ситуации. Угу. Я поцеловал любовника. Он мне немного подыграл. Мы убедили мужа, что мы такая пара из Питера. Ну и ушли в свое светлое будущее. А-а-а. Подождите, а почему вы на дяде Бары не показали? Он же любовник. Я с тех пор решил завязать с мужскими поцелуями. Так. Все, эксперимент окончен. В каком смысле? Это все был импровизированный социальный эксперимент, чтобы сплотить коллектив. Вы меня просите, пожалуйста. Мы что, крысы какие-то лабораторные, что ли? Слушайте, ну путевка-то хоть существует, нет? Да. Ну завтра куплю. Все понятно. Мы тут ругались. Чуть не подрались вообще. Чуть. Ну, давайте я вам выдам премию. Подавайте. Прямо сейчас? Ну ладно. Костя, сними с этой карты деньги и раздай всем премию в размере оклада. О! Это другое дело. Спасибо большое. Можно нас обниму? Да ладно. Ну ладно. Я пойду. А ты-то куда собрался, каштанка? Давай прибери тут все. Э! Я что, без света буду убираться, что ли, а? О! Петр Алексеевич забыл. Петр Алексеевич забыл. Ха-ха-ха-ха. Жора, ты зачем пришел? Какая прелесть! Кошелек богача, ему плевать на какие-то жалкие. Но сколько там было? Я насчитал двадцать тысяч. О, прелесть. Ну, он наш хозяин. Зло, предательство и фальшь. Мы должны забрать эти деньги. Хозяин наш друг. А у тебя нет друзей. Тебя никто не любит. Я не слушаю тебя. Убирайся. Без меня ты никто. Мы выжили моими усилиями. Я сказал, прочь, слышишь? Прочь. Я вообще тебе сказала. Ты нормально вообще? Чего ты же врежешься-то? Мы могли это домой забрать. Уходи! Не возвращайся больше! Уходи! И не возвращайся больше! Больше! Не возвращайся! Не возвращайся! Не возвращайся! Не возвращайся! Не может быть. Я победил. Это лучшая ночь в моей жизни. Это лучшая ночь в моей жизни! Как можно было забыть про Человека-паука? Я не забыл. Просто вылетел из головы. А то что у твоего сына сегодня день рождения у тебя не вылетело? Про... 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 Про здоровых. Если вы ругаетесь, могу по почве зайти переодеться. Так, Сень, сегодня в семь. А? Чего в семь? Ты забыл их пригласить? Нет. А! У нас мелкие приболели. Ой... Оба. Угу. Маринка не сможет пойти. Не, я могу один, конечно, прийти, но это подарок надо. Ну, да. Купи машинку какую-нибудь. Только не пожарную. Мы с Костей ему такую дарим. А ты не забыла купить? Нет. Неделю назад привезли. Пожарную неделю назад? А у машинки у твоей пожарной бронсбойд есть водой брызгает. А что? Если у пожарки нет воды с бронсбойдом, бронсбойдом с водой, то это не пожарка, это туфта. Ой, я не знаю. Я даже из пакет не доставала. Но я сразу спряталась, чтоб Степка не нашел. Наська молодец. Просто красавица. Дай я тебя расцелую. Да и... Степке повезло, что она такая мамка. Я за главное купила, спрятала и не доставала. Всем бы такую мать. Итак, у вас есть две недели, чтобы подготовиться к аукциону. Президент ювелирного дома Саха Даймонд Делюкс, мой, скажем так, друг. Я обещала ему, что его алмазы и бриллианты будут продаваться с особым комфортом и сервисом. Извините, я припоздал. Друзья мои дорогие, коллеги мои великодушные. Я припоздал, я каюсь. Ну вот я в качестве компенсации яблочек сдачи привез. В метро что купил? В метро ты свой диплом повара купил. Вот, это же натурпродукт, это... Извините, угощайтесь. Ну надо же, ну кто знал, электричку отменили? Сволочь, они же не пишут это, а они взяли и отменили. Ну уж и... Извините. Коллеги, брифинг наверху проходит. Если вы закончили сбор урожая, то давайте вернемся к делам. Ну что вы, мне как женщине безумно приятно, что именно в моем отеле пройдет бриллиантовый аукцион. Аукцион. Петр? Петр? А... Вам? Приятно? Петр Алексеевич Романов, это совладелец отеля. Мой партнер... партнер... деловой. У меня пойдут бриллианты. Пойдешь на аукцион? Ага. Зарплату получу и сразу туда. Егор. А спорим на десять штук, что я литр кефира с залпом выпью? А спорим, что я перед Егором голая пройду на десять штук? У тебя нет денег за квартиру заплатить, да? Юн, ты понимаешь, еще вчера были? Ну, тут, короче, захожу в магаз, вижу новые брендовые туфли и как раз за десять штук. Ну, чего мне оставалось делать? Не покупать? В смысле? Они до скидки пятнадцать стоили. Юль, тебе двадцать пять лет. Тихо ты! Надоела твоя безответственность. Спорим, я могу быть ответственным. На десять штук! Сейчас, я подойду. Что за срочные стоили? Ключи давай. Какие ключи? От квартиры, где деньги лежат. Ну, от вашей квартиры. У Федики отпросил, сейчас поеду к вам сделаю разносочки на вечер. Да не парься, все закажем. Где закажем? Ты знаешь, что в этой заказной еде бывает? Про пирожки с котятами слыхал? Да, Настя, в нашем ресторане хотела заказать. Совсем что ли? Сдурели вы, что ли? Вы лучше эти деньги оставьте, я не знаю, там, Степке на ипотеку. Давай, ключи мне. Сейчас я по ходу куплю продукты, Насте сделаем сервис. Все, ну ты... Ну что? Человек. Костя. Дружба. Дружба. Это труд. Но я справляюсь. Нет... Но я справляюсь. а ты кто ты кто или пор о друг семьи готовлю праздничный ужин вот вот ищу картошку на стенах бискальтика куда такого меня дома сюда так картошка хранится во первых темно во вторых не прорастает короче друг повар свободен мы сами все приготовим понял конечно куда бельёс то вы меня напугали я еще даже не начинал что у вас вадим алексеевичем ничего ну тогда и меня расцелуй у нас же с тобой тоже ничего он меня любит еще софия любит вы в курсе данные просто жалеет из-за болезни когда станет лучше мы садимом поженимся вот мы сейчас пойдем софия и ты все расскажешь о своих грандиозных планах я не пойду еще как пойдешь ты работать здесь хочешь вадим алексеевич если вам не трудно зайдите пожалуйста к софия еще как срочно на забирай что это туфли твои новые вот и фортапопа и дашка такую красоту охватила юля ты что собираешься продать мне свои туфли нет я просто проявляю ответственность ты покупаешь у меня туфли за 10 штук а я тебе даю деньги за квартиру гениально я знаю только чур носим по очереди я первая мне не нужны и твои туфли мне нужны деньги за квартиру привет здрасте петр алексеевич а можете дальше туфли купить то они очень фирменные стоит 15 штук недорого конечно отстаньте от меня со своими туфлями во первых они вульгарные вот я не собираюсь тебя ничего покупать поняла еще деньги знаешь что что у меня эти туфли с руками оторвут а у тебя канаве вообще вкуса нет это я не про вас по моему нормальные туфли или вульгарные михаил джекович что случилось да все случилось рассказывай кто кого любит кто кого жалеет софия яновна я не могу вам брать михаил джекович приказал сказать вам что я сплю с вадимом алексеевичем что значит приказал он обещал меня уволить если я этого не сделаю софия яновна соня это неправда я сам видел как они целовались миш миш это уже за грани диана ты же сама сказала что вадим тебя любит а софия только из жалости вы хотели чтобы я так сказала михаил джекович это уже паранойя вам бы доктору я могу порекомендовать соня это бред какой-то да и с этим бредом пора кончать ты хотел уволиться я не против я даже за я очень жаль что вы оказались тем кем оказались а теперь извините мне пора работать как ты могла просто девочка знает с кем можно дружить а с кем нет иди работе ну извини извини что я умнее больше подхожу софии ну правда хочешь яблоко засунь себе это яблоко знаешь куда не могу я только что туда засунул ваши отношения софии сеня ты извращенец нет а мама сказала что да не приходи к нам сегодня нам будет неприятно тебя видеть да костя да сексом совсем подсос на бережку потянуло у меня такое же было когда степка не нужно чтобы софия поняла какой он урод жаль что он за вяжке в отеле вадима алексеевича после литра моей грушевки вся подлая сущность наружу лезет так вот я по себе знаю да это уже в курсе увы он не пьет зато ест был у нас похожий случай с инспектором короче так с вас коньяк с меня бухой вадик да человек-паук да нужен ну отличненько я могу помочь отличненько а что по цене часа два-три максимум скидку сделать и вообще отлично все тогда часам к 7 жду адрес сейчас скину все-все-все-все договорились да всего доброго спасибо выручил на вот на держи чего на это даже чебурек не купишь побойся богу и москву просто плохо знаешь я тебе покажу где всего 15 тысяч вот шикарные туфли каблы 15 сантиметров а на них вообще можно ходить то своим ростом только на таких и нужно так себе в убыток скидываю пятерку последняя цена 10 тысяч не жмотимся на красоту за 8 отдашь ну просто больше нет понимаешь давай сейчас 8 а потом еще 2 зарплаты и зарплаты и помню мою доброту ты чё передумала сама носить буду вадим алексеевич софия на комплимент от шефа тут алкоголь нет ну я ж чувствую нет что такое живот прихватило как от запаха а что ты ел что утром яичница на обед крем-суп вроде бы не отравлены вадим если еще не извините вы мои яблоки ели да съел пару штук а я и не мыли наверно пойду ресепшен скоро вызву из-за яблок да из-за химикатов у нас коррупции так не борется как я с вредителями дезинфекция наше все о здрасте чуток долго пробки ты вообще разговаривать умеешь конечно костя что-то серьезное нет обычное отравление пару кружек эсмарха станет легче а может лучше какую-нибудь таблетку доктора не не это вряд ли он клирма надежнее разом все будет уважаемые дайте доктор решит что лучше мне товарищ рассказал чем он вредителей травит лучше перестраховаться так уважаемые штаны до колен поворачиваемся на бок и ноги поджимаем софа выйди пожалуйста не волнуйтесь я пособлюсь ли что-то а это что за запах спирта этот меня принял полтинничек за ваше здоровье я отвернусь денег не нашла съезжаю в новых туфлях в новую жизнь такая скидка с моим размером раз жизни совпадает нормально подругу порадовалась а ты жматяра ты канаю знаешь лучше на вокзале жить чем с тобой 10 штук ну чё я так повелась понятно что хорошие вещи до распродаж не доживают да я сама не лучше выгнала подруга на улицу гадина все давай не реви иди домой а думаешь каблук дядя боря приклеит а деньги тоже дядя боря нарисует я уже заплатила хорошо очень хорошо зарплаты отдашь так привет чё ревешь не ты золотые туфли сломала раз два три четыре пять я иду искать кто не спрятался человек паук не виноват куда же вы подевались то все ну ладно раз никого нет пойду там посмотрю куда же вы этот пакет спрятали все хватит прятки прятаться и 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 and и я и и и и и Куда ты собрался? Мало где. На большой белой женщине? София Еленовна хотела меня видеть. Это я решаю, кого она хочет видеть, кого нет. Так вы сходите вместе? Не надо меня советовать. Здесь я советую. Попадем вместе. Степка, иди сюда. Мы с мамой поздравляем тебя с днем рождения. И дарим тебе вот это. На, держи, открывай. Отдай! Самоёк! Э, насекомая! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Да, мне тоже очень интересно. Что такого случилось? Что тебе понадобился этот увольный пигмей? Вадим, ты пьян? Возможно. Сейчас не об этом речь. Эй, ты мне скажи! Что тебе нужно от этой подлой твари? А вот Диана мне рассказала, что подлая тварь у нас вовсе не Михаил Джекович. Но с учетом твоего состояния мы поговорим об этом завтра. Вадим Алексеевич, вам действительно лучше сейчас уйти домой. А ты тут будешь пока обхаживать мою бабу? Следи за языком, Вадим. А что, тебе не нравится урожение «моя баба»? Ну хорошо, давай заменим его на «моя психически невравновешенная леди». Да. Моя. Потому что ты больная. А я твой единственный шанс на нормальную жизнь. Меня шесть лет учили общаться с психами. Какая же ты мразь. Пошел вон. Мразь. Разве можно так называть любимого мужчину? Соня! Ты тоже хочешь? Соня! Сонечка, как ты? А? Давай. Так, давай сюда. Аккуратно. Сюда. Софиян, у вас кровь. Скажи. Господи, давай салфетки. Это ничего. Это пройдет. Это пройдет. Егор? Егор? Теп onto your music и sexual. I guess the sloth I can't pretend I can't pretend can't pretend I can't pretend Настя, живот прихватила. Наверное, переволновался. Ну как ты? Давай, Люд, поменяем. Хочешь чего-нибудь? Миша, там на столе твое заявление. Порви, пожалуйста. А где Егор? Ну, по ходу съехал наш квартирант. Да ладно, меньше народа, больше кислорода. Красота. Вот. Специальное блюдо к чемпионату мира по футболу. Русной мяч называется. Сто тысяч калорий. Да. Кто это заказывать будет? Ну, знаешь, на компанию будут. Да? Да. Ой, я что буду? Говорим что ли тебе? Ну, продам рецепт какой-нибудь спортбара, золочусь и все. Сень, все. Да? Люд от шефа за восьмой столик. Там какой-то дядька знакомый, мне кажется, его по телеку видела. Да от шефа блюдо ты-то куда ломанулся? Я его не знаю. Ты, по ходу, знаешь. Я на него работал. Это тот самый олигарх, который хотел с тебя любимую жену сделать, да? Ну что, у тебя реально представишься? Да, короче. Пускай ест и свалит отсюда. Я с тобой сейчас не намерен. Эх, Федя, Федя. Из-за твоей жестокости бродит он теперь по ресторанам Москвы и в поиск избежавшей невесты нет его извращенской души покоя. Эх, что ты, что ты, что ты делаешь? Боец, не спать. Добро пожаловать в отель Леон. В армии, сынок. За сон на посту. Прикладом по каске можно схлопотать. А у нас за это выговор и штраф. Меня зовут Михаил. Я заместитель управляющего. Приносим извинения за этот инцидент. Да ладно, все в порядке. Ян Вячеславович. Имя у вас редкое. Привет, папуль. Привет. Прости, что не встретилась, заработалась. Леш, я бронировала люкс на свою фамилию. Сразу и моя дочь. Быстро, четко и по делу. А что с лицом? А, это аллергия. Не обращай внимания. Неудачно сходила к косметологу. Понятно, косметолог. Пойдем, я тебе лучше номер покажу. Оставь их. Я сам. А ты не лопнешь? Шопинг отнимает много сил. Для начала нужно подкрепиться. Ну-ну. Потом будешь плакать примерочно. Да. Даша, привет. Слушай, ты не можешь меня на часик подменить? Очень надо. Мне мама проездила в Москве. Надо важные документы забрать. Ну, вообще-то у меня сегодня выходной. И он первый в этом месяце. Даша, пожалуйста. У меня бабушка связала свитер. И он летел шесть тысяч километров. Ладно. Только давай на час не больше. Потому что у меня сегодня еще были планы. Спасибо большое. Ну, вот. Отлично пошопились. Ну, не расстраивайся. На час. Вернешься еще. Хоть я с тобой поеду. Ну, давай. Серьезно? В общем, я тебе помогу. Ну, а зачем ты так предлагаешь? Просто из вежливости. Я думала, ты откажешься. Гость за восьмым столиком хочет видеть шефа. Буков. Видать, сердцем чувствую, что ты здесь. Любовь. Сень, а? Выйди за меня, а? Я не могу. Я женат уже. Слушай, ну... Выйди в зал, а? Ну, типа ты шеф. Так я и так шеф. Что временность занимает должность понижения. Усень. Добрый день. Рад приветствовать вас в нашем ресторане. Меня зовут Арсений Андреевич. Я шеф-повар. Угу. Да вы что? Да. Да. Ладно, не буду ходить вокруг да около. Не хотели бы вы пойти ко мне личным шеф-поваром? То я к вам? Да. Ну, об условиях мы договоримся. Уверяю вас. Не обижу. Ага. Вы подумайте, подумайте. Пока я здесь. Обязательно. Спасибо. Приятного аппетита. Все. Все. Что? Нет. Ничего. По-твоему, я должна была рассказать отцу про Вадима? Да? Он уже пообещал, если еще раз его увидят, убьет. А папа человек злого. Поэтому прошу тебя, молчи. Вот и я. Не помешал? Нет. Беседуешь с замом? А мы уже почти закончили. Ты знаешь, в общем, давайте попробуем решить эту проблему своими силами, не привлекая сторонних специалистов. Хорошо? Да. Угу. Ну что, покажешь пищеблок? Папа, пойдем. Папа. Ну как ты? Ну что, пару часиков покемарил вроде получше. Ты что, пил что ли? Ну, чуть-чуть вискарик, чтобы башка не болела. Что, пахнет? Ну да. Попахивает немножко враньем. Про маму и про свитер. Знаешь, я сюда приехала в свой выходной, чтобы тебя прикрыть, а ты? Блин, ну прости, но я перебрал вчера. Не бывает. Знаешь что, я уже устала от твоего раздолбайства. Ты вообще не профессионал. Почему мы постоянно должны тебя прикрывать? Подожди, а чего ты меня пилишь? Ты мне что, начальник? А, или ты думаешь, если ты спишь с хозяином отеля, то тебе все можно? Ну, ты хамлок. Иди еще нажалуйся Пете Алексеевичу. Слышь, Федосов, а где это ты извращение с тебя трогал-то? Вот тут вот? Или вот так вот по спинке гладил? Хороший, а? Ну не смешно уже. Я-то сначала терпел. Деньги-то хорошие. Потом не выдержал. А, кстати, ну сколько тебе пафик-то платил? Не так, чисто между нами. Лям. Лям? Не так много. Лям разделить на двенадцать получается у нас. Лям вместе. Лям вместе. Лям вместе. Лям вместе. Лям вместе. Слышь, малек, дело есть. Тут одна дама главная у вас. София Яновна. Ага, она. Скажи, мужик у нее есть? Ну да, Джакович. Хотя, правда, сейчас в них все не клеится. Все сложно, в общем. Но... А почему сложно? Что за Джакович? Извините, а вы кто? Доброжелатель. Извините, мне надо работать. Все, иди гуляй. Ну, вот и пожалуйся, Петя. Пусть выкинет этого неблагодарного из отеля. Не, не люблю ябенчить. Тем более Пете. Ну, тогда можешь встретить его в темном переулке и выписать ему целебную вертушку от наглости и хамства. Как ты умеешь. Да, это точно. Давно я людей не била. Хотя нет, я с ним лучше просто поговорю. Мне кажется, он уже осознал, что наговорил мне лишнего. Пусть извинится передо мной. Отстоит за меня смену. А, слушай, как тебе джинсы? Мне нравятся. И скидка хорошая. Я, короче, их возьму. А тебе? А мне что-то... Цвет не очень. Деньги-то хорошие. Я. Миллион в месяц. Александр Иванович. Александр Иванович. Арсений Андреевич, рад вас видеть. Да. Александр Иванович, ну, в общем, я согласен быть вашим. Согласен работать у вас поваром. Просто мне бы хотелось обсудить некоторые моменты нашего сотрудничества. Замечательно. Давайте сделаем так. Я живу в 313-м, через пару часиков. Вы подниметесь ко мне в номер, мы все посмотрим. Я хочу полтора миллиона. В месяц. Ну, как скажете. Вообще-то я хотел предложить вам два. Ну, раз полтора, значит полтора. Папа. Даша, есть минутка? Несмотря для чего. Даша, прости. Я не хотел тебя грубить. Ты меня очень сильно обидел. Я знаю. Я не со зла. Угу. Просто я, я люблю тебя. Каждый раз, когда ты рядом стоишь, я еле сдерживаю, чтобы не взять тебя за руку. Когда я вижу с этим богатым гусем, я просто с ума схожу. Я поэтому пью. Прости, я должен был тебе сказать. Я... Я... В общем, ты понимаешь, да, что между нами... Давай забудем. И вот то, что сейчас было, тоже забудем. Музыка. Музыка. Это личная штука. Неубиваемая. У моего товарища такой же. А я что говорю? Вы... Это Ян Вячеславович, отец Софии Янов. Очень приятно. Борис Леонидович, главный инженер. Вот. Вы меня простите, что так вот мы с вами почти не знакомы. Не можете ли вы вот ненадолго? Миллион... Ну ладно, Борис Леонидович, давайте мы ваш бизнес-план обсудим немного позже. Ян Вячеславович, я могу чем-то помочь? Борис Леонидович, скажите, у вас в отеле есть такой Джекович? Знаете такого? Слыхали, да. Слыхали? Я тут проспрашивал маленько. Похоже, он дочь мою обижает. А, это наш менеджер. Иностранец. Арнольд. Джекович Арнольд. Только это, вряд ли он обижает. Он уже месяц в командировке. За границей. В Гаграх. Да? В Гаграх. Да? А что он за тип такой? Ну, как сказать, он очень неприятный такой. Высокий такой, белобрысый. Простите, пожалуйста, Михаил? Анастасия Степановна, вы не видите, что я разговариваю с гостем? Все вопросы к Софии Яновне. Ну, ладно. Извините. Ян Вячеславович, давайте пройдем в ваш номер. А то здесь не дадут поговорить. Задергают. Знаете, моя дочь совершенно не умеет выбирать мужчину. Бывший ее урод редкостный. И, похоже, опять на те же грабли. Еще раз приятного аппетита. Там, кстати, ножи. Можно руками. Всего доброго. Федор? Александр Иванович, здрасте. Вот так встреча. Федя, а ты что здесь делаешь? Я тут... Ты же обещал мне работать поваром, если я тебя по-тихому отпущу. Без суда. Да я не поваром. Так по старой памяти взяли на заготовки и еду в номера иногда разношу. Александр Иванович, я кроме наготовки ничего делать не умею. Да ты и это делать не умеешь. Губернатор после твоих угощений два дня под капельницей пролежал. До сих пор на меня злится. Простите меня. Там мидии, наверное, не съезжали. Иди. Времени у меня нет. Если я закажу себе еду, чтобы рядом с моим блюдом даже не стоял. Софа, позволь мне все объяснить. Я не хочу с тобой разговаривать и видеть тебя. Тоже не хочу. Пожалуйста. Пожалуйста, дай мне пару минут. То, что я выпил вчера, это не мой осознанный выбор. Меня подставили. Я нашел врача, который делал мне клизму. Теперь как-то неудобно с ним работать, зная, как он ко мне внушит. А чего тут неудобного? Сделай из него личного раба. Кофе принести, по работе прикрыть. Пятки после долгой смены помассировать. Ладно, иди к своему гению. А Зу Ёнги даже не парься. Как он проживет. Спасибо. И вот эту штучку попробуйте. Замечательно. Знаете, приятно убедиться в вашей компетентности. Спасибо. Все блюда просто на высочайшем уровне. Спасибо. Ну, зайти. Прежде чем я окончательно соглашусь, мне бы хотелось на берегу еще обговорить некоторые моменты. Полоннимание. В полтора миллиона входит только готовка и все договорились. Да? Если вам или у вас там появятся какие-то еще желания, я считаю, что нужно оговорить какой-то отдельный, скажем, прайс-лист. Вы меня простите, я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Ну, хорошо, я тогда напрямую буду говорить. Ну, допустим, если вы захотите меня там приобнять или, я не знаю, усыпнуть, что-то еще, я… нет, я готов. Но не более, не более этого и, соответственно, за дополнительную плату. Ну, максимум можете смотреть, как я переодеваюсь. Что, простите? Я бы очень не хотелось, чтобы опускались ниже воображаемой красной линии, которая проходит вот здесь. Ниже – нет. Вы меня извините, но, скорее всего, вы мне не подойдете. Нет, ну… Всего доброго. Нет, ладно, ладно. Может быть, я сейчас слишком строг был. Давайте в полтора миллиона входит все обнимашки… Да там кого он отсюда? Не, ну хорошо, давайте миллион прямо сейчас может меня трогать. Так что не переживайте. Мы Софию Яновну любим, уважаем и в обиду не дадим. И чтоб я вас здесь больше не видел! Что случилось? Что случилось? Вот у этого извращенца спросите, что случилось. Михаил Джекович, ну, честно, хотел как лучше. Так это ты, Джекович? Сказками меня решил накормить? Да подождите вы, я Василий Светланович. Вашу дочь действительно обидела, но Миша тут ни при чем. Не надо, Боря, я Соне обещал. Это как раз вот тот, Сёма, вот бывший урод. А дальше я ничего не помню, все как в тумане. Не пытайся оправдать свои действия, это невозможно. София Яновна, откройте, нам надо поговорить. О, а вот наш интриган. Давай послушаем его версию. Наверняка все было совсем по-другому. Когда я говорил, что убью, если увижу рядом с дочкой, ты думал, я шучу? Ян Вячеславович, я не хотел. Папа, пап, не надо! Не подходите ко мне! Ну давай, прыгай! Ну давай, прыгай! Так я и знал, как на женщину руку поднимать тут-то смело! Папа, папа, не опускайся до его уровня. Давай он просто уволится и больше никогда ко мне не подойдет. Это он мне уже как-то обещал. Ян Вячеславович, я клянусь вам, вы меня больше не увидите. Если хочешь, оставайся там. Ща, кто-то приперся. Че надо? Як дашь? Нет ее. Я подожду. Ну, заходи. Слушай сюда, Ромео. Дашка счастлива с Петром Алексеевичем. И ты со своей романтикой вообще не в тему, ты понял? Я ничего не могу сделать своими чувствами. Сердце не прикажет. Да, ничего не можешь делать, да? А ты смирись и существуй как раньше. Смотри на нее, вздыхай. А по подъездам шариться цветами не нужно, ты понял? Усек, усек. Нет, вот Канаева на фиг не сдалась. Я это выдумал, потому что боялась, что она Петру Алексеевичу сдаст. Ты слышала? Да. Ну, ты жук. Вот. И в этот момент он мне говорит, уйди. Я что-то не так сделал? Может, я не в его вкусе просто? Сень, да забей ты, друг! Не-не-не, Фетя, ты мне скажи, только честно я тебе прошу. Ну? Я некрасивый, да? Ну, как мужчина. Честно. Честно. Ты очень красивый. Я давно хотел тебе это сказать. Не в баню! Нет, ну симпатичный, конечно. Симпатичный. Костик, ты опять с хот-догами обедал? Потом сидишь тут по полчаса. Я уже скоро выхожу. Эй! Как ты себя чувствуешь? Нормально. А ты после всего, что сделал? Ты знал, что Вадиму нельзя пить и что последствия могут быть непредсказуемы. Ну, я хотел… В том, что он сделал, виноват только ты. ПЕСНЯ 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 Сегодня же пойду к Софине и нажалуюсь на него. Пусть его оштрафуют. Или уволят. Да ладно тебе. Чего такая злопамятная? Кстати, мстить – это вредно для кармы. А чего это ты его выгораживаешь? ПЕСНЯ Извините. Ну, оно как-то само получилось. Да. Прости меня. Мне очень стыдно. За все. Прям за все? Нет. Ну, вечер, переходящий в ночь, неплохой получилось. Ну, садись. Постараюсь тебя простить. ПЕСНЯ Иностранные журналисты приезжают уже завтра. Позаботьтесь о том, чтобы они пришли в восторг не только от аукциона, но и от отеля. Иначе я убью вас вот этими вот руками. С красивым, новым маникюром. Что у нас с добавлением национального колорита? Что мы в результате делаем? Да. Я пригласил цыган. Мы же планировали кубанский хор. Хор 30 человек. Не прокормить, не разместить. Цыган шестеро. Пять людей и медведь. Цыгане будут олицетворять Россию. Цыгане будут петь. А олицетворять Россию будет медведь. Главное, чтобы он не сожрал никого. По крайней мере, не иностранцев. Ну, я на вас надеюсь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Соня, я хотел извиниться за Вадима. Я всегда знала, что ты козлина, Зуева. Я не хочу тебя видеть никогда! Ну, вот, собственно, и все, что я хотела вам сказать. Миша, помощь нужна. Что случилось, Игорь Павлович? Литр? Случилось. Поможешь? Не. Не знала, что мой бизнес-партнер такой спортивный мужчина. А, извините, да, я не одет. Ну, напротив, вам очень идет наше фирменное полотенце. Давайте так. Я оденусь, и мы встретимся с вами в ресторане. Давайте так. У меня совершенно нет времени, поэтому вы будете одеваться и разговаривать. А я обещаю сделать все возможное, чтобы отвернуться. Хотя мне это будет сделать очень непросто. Сам. По-моему, ты преувеличиваешь. Элеонора для него слишком... Старая? Значит так, объясняю тебе, как спортсменке. Элеонора — это мастер секса международного класса. И если она положила глаз на мужика, то у него нет шансов. Бред. Он меня любит. Канаева, пока ты тут будешь верить в любовь, Элеонора на твоего Петю не только глаз положит, но и вся уляжется. А в который час? Два. Еще ночь? Нет. Уже день. Двадцать шесть дней. Двадцать шесть дней. Давай, давай, давай. У меня баба и новый литр. Давай, давай. Так. Слушаю. Вы в курсе, что ваш друг Зуев весь отель на уши поставил? Всю ночь гостям спать не давал, и похоже, вечеринка продолжается. А я как раз сейчас этим занимаюсь. Так, прыгаю, а я смотрю. Вот, прыгнем. О, мешай! Окружите-ка мальчика заботой. Девочки, спасибо вам, но меня уже окружили. Работай. Игорь Павлович, можно ваш телефон? Нет. Мой сил. Ну, давай быстрее. Давай, к нам сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Я сейчас. Водкой, водкой нагреемся. Девчонки остынут. Здравствуйте. Это управляющий отеля «Элеон». Нет, с Игорем Павловичем все в порядке. Он очень расстроился из-за вашей ссоры и сильно выпил. Но он очень переживает, поверьте. Ну, раздевайте быстро! У кого бедоны больше, что баксов! Он всю ночь только о вас и говорил. Пожалуйста, приезжайте. Спасибо. Как вас? Дарья. Дарья, у меня к вам вопрос. Как квартир? Да. Наш Петр Алексеевич. Как у него с личной жизнью? Не поняла. Господи. Женщина у него есть? Что ж ты так по краснелкам сама с ним спишь? Шучу, шучу. Ну, ходит кто-нибудь к нему? Да я как-то не видела. Не ходит, значит. Непорядок. Петр Алексеевич. Да, это я. Здравствуйте еще раз. А у меня идея. Давайте с вами поужинаем сегодня. Конечно, это будет деловой ужин. В семь. В семь часов я жду вас в ресторане. Ну все. Нет, у тебя больше мужика-то. Что? Я говорю, закажите мне столик. На семь часов в ресторане. На мое имя. Ага. Угу. Кость, ничего не хочешь мне рассказать? Нет. Костя. Настя, если ты про вчерашнее, то я всего час рубился в танчики. А так совещание было с Петровым Алексеевичем. Какие танчики? Откуда у нас в туалете деньги? Вообще-то я тебя хотел спросить. Откуда в Степкином подарке вместо машинки оказались деньги? Не поняла. Все равно не поняла. Я тоже. Хорошо, давай рассуждать логически. Единственный человек, у которого есть такие бабки и ключи от квартиры, это твой папа. Ну, а зачем ему забирать машинку и класть в пакет деньги? Ну, видимо, у него были какие-то причины. Тебе не стыдно у внука подарок красть? Да я ему туда бабы ловкил. Вот о такой пожарке я мечтал все детство. Жалко только, водой не брызгай. Угу. Пап, привет. А ты у нас дома деньги прятал? А где? Только здесь? Пап, давай ты будешь делать заначки у себя дома, ладно? Все, пока. Это не папа. Игорь Павлович, ну сейчас, ну подожди. Сами меня куда-то тащишь! Что за Миша? Что за сюрприз? Я не хочу сюрприз. Миша, я хочу праздника! Праздник? А-а-а! А-а-а! Праздника хочу! Ох, Миша! Ай! Ну вот это... Не-не-не-не-не! А ты вообще, брат, делал! Нормалый! Ай красавец, давайте... Айте-те наш ручеек! Игорь Павлович, им некогда петь, у них работа. Кудрявые дети степей. Кто у вас тут главный? Я? Сколько тебе денег платят? А, мне без разницы. Я тебе нормально, тебе в десять раз больше надо. Давайте. Все. Номера. А вот эта красавица мне сегодня будет петь колыбельным бородатому одинокому мужику. Надо было на цыгана учиться, а не на инженера. И денег побольше, и работы веселей. Надо было этой Леоноре с ноги дать. Нормально бы красиво уволилась. Все. Сейчас же ему звоню и говорю, никаких ужинов. О, девчушки-кохотошки. Я просто прилягу на секундочку, ладно? Арсений Андреевич, вы все, фламбая, обдушались. На фламбе, ну, Арсений Андреевич. Мне сказали, приехал Зуев из этого трансбаса, Гукашка, я не помню. Всех поют, кто к нему заходит. Ой, вот я решил проверить, правда говорят или не правда. Ох, правду сказали. Даша. Да. Надо твоего Петюна поить, чтобы он на ужин не пошел. А если Леонора завтра снова предложит ему поужинать, ну что, каждый день его поить? Хэй, два раза в день. За счастье надо бороться. Отлично, Сос, я предлагаю за это выпить. Ох ты, Господи. Вот так вы решили проблему? Перенесли пьяный дебош на всеобщее обозрение? О, смотри, 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 Мишка какая-то, забавная одна. Все, я вызываю полицию. Только полиции нам не хватало перед иностранными журналистами. Тем более, что пьяный Зуев без боя не сдастся. Медведь тоже. Тогда придумайте что-нибудь. Вы же у нас мастер интриг. Когда он угомонится? Ну, парень крепкий, дня полтора еще продержится. Вырубать его надо. Да как? У меня в комарке баллон с сонным газом. Ну, нужная вещь. Я иногда на даче соседей мог под дверь пшикать, чтобы спать не мешали. Не надо, не спрашивай, откуда эта государственная тайна. Дядя Боря, газ это перебор. Газ, говоришь? Ты уверена, что мне надо туда идти? Слушай, ну он просил, чтобы кто-то в руководство пришел. Он все-таки ВИБ гость. Ладно. Ты кто? Я хозяин отеля. Я тебя поздравляю. Не хочешь помочь? Настя, вообще-то я про деньги думал. Настя, я знаю, откуда деньги. Человек-паук принес. Деньги принес, а мозги унес. Помнишь, на Степкин день рождения он подарок своровал? Знаешь почему? Потому что он думал, что там деньги. Кость, ну откуда у аниматора столько денег? Он же Человек-паук, а не Робин Гуд. Может, они банки грабят. А может, их вообще банда Человеков-пауков? А к нам домой деньги как попали? Бэтмен принес? Я хотя бы варианты предлагаю, ладно? Полисуйся дальше. Я еще подумаю. Вот как тебе не стыдно? У меня сейчас встреча. Я хотел позвонить. Отменить. А ты... А ты ему телефон сгрыз, собака. Быстро этот газ действует. Мгновенно. Я сам его иногда вместо снотворного пользую. Ты прям вызови затейник. Игорек, я обещал Человеку прийти. Я приду к человеку. Скажу, что не приду. И вернусь. Честно, я ему... Точнее, голубчик, я тебя буду ждать. Хорошо. Честно. Я тебя буду ждать. Я тебя буду ждать. О! Точнее, голубчик, я тебя буду ждать. Пойду проверю. Давай. Все спят. А противогаз бракованный? Что? Боря! Держись! Боря! Это не твой папа. Сто процентов не Человек-паук. Он что-пудово не Степка. Настя, может, это ты принесла пакет с деньгами из отеля? Как? Я не знаю, как. Перепутала пакеты и принесла чужой с деньгами. У тебя муж Мегамас. Ну, значит, нужно отнести их обратно. Да? И как ты планируешь это сделать? Минуточку внимания! Уважаемые гости и работники отеля, если кто-то потерял пакет с кучей евро, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Или к моему мужу Константину. Нет. Мы отнесем их к Софии Янам Нипус, она сама решает. Ну, Костя. Ну, это же не наши деньги. Я знаю, просто я к ним уже как-то привык, как будто они наши. Далеко собралась? Нет, мне надо... В общем, я ему звоню, он мне не отвечает, я переживаю. Может, ему плохо. Пускай ему лучше будет плохо Зуева, чем хорошо с Леонурой. Петр Алексеевич? Петр Алексеевич? Да, что? Что? С вами все в порядке? Да, да. Просто я жду Леонора Андреевна, чтобы сказать ей, что я не придумал, в ресторан, потому что это очень далеко, как оказалось. Девушка, а у вас есть ключ от ее номера? Да. Можете открыть ее, а то здесь ждать все твердо, а там диван, я там подожду. Да, конечно. Я в норме. Боря, Боря, Боря. Боря. О, черт. Боря, стоять. Стоять. Ага. Михаил Джикович, журналисты будут через пять минут, а вы? А я через минуту буду. А что у вас за шум? Не знаю, наверное, помехи. Майна. Настя, а если тебе красную спортивную машинку, мне джип, Степкин новый велосипед. Костя, эти деньги мы отдадим Софии, я на мне. Настя. Если дойдем. Откуда в отеле медведь? На ресуршине надо спросить. Стой, не шевелись, может уйдет. У тебя в номере его нет. У Зоева тоже пусто, только цыгане спят. И где он? Ну, точно не в трезвом уме. Мне просто вдруг стало интересно, а почему вот такая красивая женщина у меня вдруг одна? Видимо, потому что слишком красивая. А я закемалил? Тут что-то... Ну, да не важно. Выхожу, все спят. Стало мне так одиноко. Давайте выпьем. За нас. За два одиночных. Давай. Мы вызвали службу по отлову животных. Скоро уже. А вы же сказали, что он спит. Ну, может уже выспался? Пожалуйста, не убивайте его. Он очень красивый. И богатый. Жекович, ты что, мою наливку в одно лицо влечишь, что ли? А? Ты же не жекович, я тебя знаю. Ты же с табором приехал. А ну-ка, ай-эй-эй! Ай-эй-эй отсюда! Давай, ай-эй-эй! Она даже цыганский, а честный. Выпил и заплатил. Дамы и господа, добро пожаловать в Россию и в отель «Элеон». Мы сделаем все, чтобы ваше пребывание в Москве было максимально комфортным. Пожалуйста, располагайтесь. Привет. А Россия вполне тебе. Красивые женщины. Говорят по-английски. Никакого тебе снега и медведей. По-моему, я поспешил с выводами. Перезвоню, если выживу. Трофа. Спокойно. Не бойтесь. Это сюрприз. Русский ручной медведь. Поводите его отсюда. Я не могу. Я знаю, про что он танцует. А про что ее уводят, я не знаю. Смотри, дуцик. Ты что меня позоришь? Люди приехали из других стран. Что они о нас подумают? Ну-ка, пошла отсюда быстро. А он вообще в хлам пьяный, понимаешь? Я ему. Патрик Алексеевич. С вами все в порядке. А, моя. Аньчика, откройте, пожалуйста, у меня дверь. Ночью надо с Леонорой поговорить. Ну, к ней забуделся в номер. Нет, ну, может, они решили того бизнес объединиться? Ну, я не знаю. Это просто было ужасно. Куда он пошел? Спасибо за идиотские советы. КОНЕЦ КОНЕЦ Ложись! Спокойно. Это учебный гранатомет. Вот с таким же успехом сюда бы могли пронести и боевой. Какого черта? Вы, 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 вы кто такой? Громов Сергей Иванович, начальник службы безопасности завтрашнего спецмероприятия. КОНЕЦ КОНЕЦ ЧАНЕЦ СТОЛЬ СТОЛЬ Стойте, стойте. Крышечку. Да шо, Оль, ну все-таки измена по пене такая уж и измена. Кто, наверное, и не помнит нифига. Осталось мне сделать лоботомию, будем жить долго и счастливо. Дианку не видели? Она мне тысячу проспорила. Делали ставки. Петр с Элеонорой переспит или нет? Все, иди. Нефиг чужому гору радоваться. Да не спали они. Я только излюк с Элеоноры. С ней Зуев в постели, а Петр Алексеевич в одежде на кресле дрыхнет. Наш вчерашний план сработал. Уберегли мы твоего Петю от лапы Элеоноры и от других частей тела. Угла огородная гораздо бы эффективнее работала, чем ваша охрана на входе. Это охрана завтрашнего аукциона. София Яновна, дженерал-менеджер. Здрасте, Громов. А это значит, вы руководите этим бардаком? Что? Необходимо усилить меры безопасности и вести досмотр всех сотрудников. Потому что, я так понимаю, главную угрозу у вас уже внутри объекта. Можете проверить анкеты наших гостей? Это само собой. Но мы еще проверим номера и их личные вещи. Персонал досматривайте. Но частная жизнь наших гостей неприкосновенная. Это исключено. Ну, простите, я это сделаю. То, что безопасность спецмероприятия – мой приоритет. И где эти ваши капризы бабские, меня не остановят. Давайте не будем переходить на личности. Михаил Джикович, я сама. Я запрещаю вам это делать. Обыскивать людей – это низко. Хотя вам, видимо, не привыкать вести себя низко. Всего доброго. Сумочку вашу. Ну, вы же персонал, да? Я должен вас досмотреть. Ну, все в порядке. Можете идти. Да, Альбекушка. Эй, дядя Боря, ты где, эй? Эй, столько дел, этот металлоискатель надо подключать. Акцион же завтра же. А, аукцион. Ладно, через пару минут буду. О, конечно, через пару минут будешь, конечно, а? Это спайдермен, что ли, через пару минут успеет? Ну, что делать-то, да? Ой, дерьмо уже. Да, я думал, ты дома спал. А я думаю, спал. О, наконец-то купил дом своей мечты. Ой-ой-ой. И красота, красота. И главное, от работы близко, да? К любой работе близко. Смотри, смотри. А? И какой-то гад занял сразу два парковочных места. Валенька, мой пепелат на одно место не помещается. Твой? Не поняла. Да, на какие-то шиши. Ты обещал мне с сапотекой помочь? Спокойно. Смотри. Смотри, смотри. Смотри, пойдем, пойдем. Господи, бардак-то какой. Ну, я просто быстро покупал, не успели убрать. Сядь. Сядь. Ну, сядь. Как тебя? Мне? Ну, а кому? Ага. Да ты настоящий. Ты не фальшивка. Я сам спектрометром проверял. Кто-то там по поводу ипотеки-то говорил-то. Ну-ка, извини. Теперь мы сами ипотеку раздавать можем. Боря, откуда деньги-то? Да я же это... Наследство получил ты из Польши. А дядьки, да. Что, заживем, Валя? А? Только, знаешь, деньги, они тишину любят. Сядь, ты в них не шуми. Хорошо? Ладно? Ладно. Ладно. Ну, я пойду работать. Ну, пойди. Пойди. На. Только, ты знаешь, ты вот это вот корыто с хламом зря купил. Продай его. Что? Понравился ей дом? Нет. Продать хочешь мне. Ты просто его очень плохо, этот, презентировал. Нет, презентировал. Ну, в таком виде, какой он женщине понравился ей? Ох. Привет. Привет. Прости. Запах от сталь дегида. Как перегар не назови, он это твой приятнее не станет. Даш, скорее всего... Да нет, ты уже точно знаешь, что я не ночевал у себя в номере. Да. Знаю. И где же ты ночевал? В номере у Леоноры Андреевны. Да, это нелепо. Я заснул пьяный на кресле. У нас ничего не было. Ладно. Я тебе верю. Спасибо. Ну, да. Увидимся. Даш. Ну, как он тебе, из большого бодуна? Сам признался, что ночевал у Леоноры. Молодец. Даш, привет. Они снова меня похитили. Как? Подожди, я думала, ты куда-то уехал. Нет, они следили за отелем, видели меня, когда я приходил тогда к Петру. А потом пришли к вам домой, я даже не понял, открыл двери. Вы разве ничего не заметили? Там было все вверх дом. Даша, ты я все убрала. Я просто не хотела тебе говорить, прости. Они не получили свои деньги и теперь хотят ограбить эвакцион. И ты должна им в этом помочь. Помочь? Подожди, как помочь? Как я могу помочь? В соседнем дворе есть железный ящик. Туда нужно положить форму Белбоя и универсальный ключ. И взять оттуда USB-устройство. Его нужно незаметно вставить в компьютер охраны. Оно вырубит систему видеонаблюдения в нужный момент. Ты что, с ума сошел? А если нас посадят? Даша, пожалуйста, помоги. Иначе они меня убьют. Если мешается полиция или у них ничего не получится, они тоже меня убьют. Даша, можешь забить? Нет, не могу. Он в это все влип из-за меня, я все сделаю. Сегодня утром из сумочки Софии Яновны выпало вот это. Знаете, что это такое? Я провел срочную экспертизу и выяснил, что это сильнейшее психотропное средство. Ваши работодатели вообще в курсе, что отелем управляет сумасшедшая? Я попросил бы вас ее так не называть. Кроме того, я навел справки и выяснил, что ваша уважаемая София Яновна под воздействием вот этого вот препарата сбила человека насмерть. Вам что-нибудь об этом известно? Вижу, что нет. Женщина не любит хвастаться с такими вещами. Так что же мы имеем? Она по-прежнему принимает эти препараты. Срок давности дела еще не истек. А у меня очень хорошие связи в МВД. Улавливайте логическую цепочку. Чего вы хотите? Мне нужно по-тихому осмотреть номера гостей. Я подумаю, что с этим можно сделать. И ведь поверил в это старое дело? Учись, Романек. Находи слабые места и бей по ним. А любовь – это самое слабое место. Видал, как он на нее смотрит? Никому. Ты чего, комиссарова? Да ладно. Валентина Ивановна. Брюлики? Просто хорошая подделка. А счастье у вас на лице прям неподдельное. Все-таки брюлики. Вот вы в ртоп... Калитесь. Новый богатый ухажер. Правильно. Нафиг вам это, дядя Боря? Комиссарова, ты берегата, ведь? Это от Бориса Леонидовича. Он наследство получил. Узнаю, что болтаете об этом. Уволю всех. Это самый красавица. На минутку. Ну? Я тебе этот дополнительный заработок придумал. Надо же, интересно. В общем, наш дядя Боря хочет за деньги горничную. Но чтобы Валентина не знала. Ты дурак такой предлагать-то. Эй, ты не так все поняла? Ты чего? Эй, дядя Боря, короче, купил дом на колесиках. И вечером там Валентине будет сюрприз делать. Там романтически ужинать, по Москве катать. Понимаешь? И в общем, нужно в этом автодоме немножко прибраться, прекрасиво сделать. Да. Он тебе заплатит. Форма Боря. Я готов. Мужики, вы пообедали, что ли? Мы здесь последим. Смотрим везде. Шкафы, личные вещи, санузлы. Все. Это представляет угрозу для спецмероприятия. Дядя Боречка. Да. Мне Айбек сказал, что вам нужна помощь с автодомом. Надо прибраться немножко. Это так в Вале ни слова. Не волнуйтесь. Что? Я сделаю, как надо. Я же, я же тоже женщина. Ей понравится. Кажись, молодые хищницы активизировались. Ну, зря вы проболтали, что дядя Боря теперь Рокфеллер. Обид пойдете? Стоять. Стоять. О чем вы с Борей выраковали? Я узнавала, можно ли принести, починить чайник. Так, свободно. Спасибо. Боречка, а чего Сокрова-то хотела? Приходил бы узнать, можно ли принести на починку. Стоять. Хатюк. Слушайте, может хватит уже по чужим вещам-то рыться, а? Работайте. Я мужик. Ты что творишь? Извините, я, наверное, номером ошибся. Погоди, погоди, да что-то хватит! Надо вытаскивать его оттуда. Ну, ждем, съел я тут салат пеню, не почувствовал ничего. Вот не думай, куда сидеть? Как эту хрень поставить? Есть мысль? Леонид, как пообедаете, быстро идите в офис, нам надо отойти. Принято. Лер, давай быстрее жуй, там реально никого нет. Ну, пойди и поставь, пока охрана обедает. Я с тобой пойду. Все, готово. Пойдем. Лешка, я тут подумала. Эта Анька такая опадкая на деньги, оказывается. Даже к дяде Боре липла, когда узнала про наследство. Ну, ты к чему? Ну, вдруг ей твой Петя заплатил, чтобы она его отмазала. Нет, Юля, я ему доверяю. Благородно? Можешь просто рядом постоять. Ну, что, продолжим? Остался еще один номер. Ну, уж нет. Это опасно. Вам напомню, что для вас по-настоящему опасно. Точнее, для вашей Софии Яновны. Вот твой Петя вваливается в ее номер. Мотаем дальше. О! А вот и Леонора Зуева. Через час. Все сходится. Я и раньше не сомневалась. Ну, раньше не сомневалась, теперь уверена. Окей. Я не понял. О! Ну, что тут делать-то? А, мы... Лень, я встречаюсь с Петром Алексеевичем. Тоже мне новость. Я всевидящий УГОКа этого отеля. Я просто хотела глянуть видео, чтобы убедиться, что у него вчера с Леонором ничего не было. Ну, если бы ничего не было. Леонор так зуем отожглась. Тоже камера в коридоре прислась. Так, почему постороннее помещение? Так, ну, это не постороннее. Это наши сотрудницы заходили по личному вопросу. Уже? Спасибо. Спасибо. Так, внимание на женщину. Задница. У нее вроде ничего. Очень смешно. Миш, завтра нужно начать досмотр персонала на час раньше. Не мог бы ты передать этому... Сергею Ивановичу. Кажется, я не помню, как зовут этого наглого карлика. Стерва. Морозова, а ты что здесь делаешь? Этот же номер за Сокровой. Она просила ее подменить. А сама куда делась? Я не знаю. Дайте мне точку опоры, я переверну эту гайку. Задь Борь! Задь Борь! Все, готово. Да? А, ну-ка, ну-ка. Ух ты! А, здорово! Нравится? Молодец. Сейчас. Ага. Игра. У меня, правда, помельче нет. Ну, считай, что это тебе так, знаешь. Уборок на 50. Ой, с ума сойти. Чего, Валя? Что, как раз богател на молоденьких потянуло? Валя, ты что? Ты не так все поняла? Ты третий мужик, с которым я не так все поняла. Козел. Валя, иди-ка сюда. Не пойду я с тобой. Не пойду. Иди сюда. Валя, 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 да вот, смотри же, вот она. Спасибо, что в такой романтике мне рога наставляешь. Валя. Все из-за этих дурацких денег. Не было их и жили нормально. Плевать я хотел на эти деньги. Я тебя люблю. Как ты могла подумать такое? Как? Как? Так мило болтаете? Потом врете оба? А потом эта корыта ходуном ходит. Да она ходуном ходила, потому что я гайку закишу сорвать пытался. А врали мы тебе, чтобы сюрприз не выдавать. Вот. Правда? Валя, наши деньги на улице валяются. Мне, конечно, надо плевать. София Яновна, Соберите, пожалуйста, весь персонал. Нужно кое-что выяснить. Друзья, сегодня у служебного входа я нашел пакет с деньгами. Сумма, конечно, великовата, но, возможно, она принадлежит кому-то из вас. Так что давайте выясним, чье это. Понятно. Я предполагал, что примерно так и будет. Разберемся завтра после аукциона. А пока деньги полежат у меня в сейфе. Все свободны. Даша, может, это те деньги? Пакет похож. Да нет. Ну, как они могли опять в отель попасть? Ладно. Иди мирись со своим Петей. Что у тебя дома? Или я не жду? Даша, это твоя? Слушай, да. Прости меня, пожалуйста. Они меня заставили. Да я даже знаю, кто. Наверняка Юля. Нельзя этим мужикам доверять. Давай посмотрим, с кем Элеонора в номер входила. И взяли с собой флешку, чтобы на меня компромат скопировать. Возвращаю. Я думал, ты мне доверяешь. Алло, Егор. Короче, я форму и ключ оставила, но вот эту штуку в компьютер вставить не могу. Извини. Я насчет Софии Яновны. Простите ее. Она... Одну минуту, София Яновна. Вы еще слишком часто выходите из отеля. У меня зловые встречи. Хороший предлог, чтобы что-то пронести. Я должен вас обыскать. Ну, знаете ли, это уже слишком. Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего достойного внимания я тут не обнаружил. Вы, может быть, свободны. Сонь, прости, я не мог мешаться вон. Ничего страшного. В этой ситуации ни один трус не смог бы вмешаться. Юль, спишь? Егор, я же тебе сказала, что я ничем не могу тебе помочь. Даш, они все-таки хотят тебя заставить. Пожалуйста, наши жизни в твоих руках. Теперь ты, она мне поможет. Настоящая дружба, это прекрасно. Д Б target, это прекрасно. Диафета. У тебя что делать? Дусалка. Девушки отдыхают. КОНЕЦ Егор, как вы там? Юлю не били? Держимся. Беру удар на себя. Даша, у нас мало времени. Бери пакет. Их планы изменились. Что это за коробка? В коробке поддельный бриллиант. Ты должна пронести их на аукцион и ждать указаний. Как я ее пронесу? Персонал досматривает, а гостей им пускай только по приглашениям. Даша, сама понимаешь, выбора у нас нет. Может, твой Петр как-то поможет? Я не хочу его в это втягивать. Что случилось? Могу говорить, меня ударили. Дарья, меня там охрана не пускает с пивом. Из этого треклятого аукциона. Вас досматривать не будут. Вы пронесите. Там нет места. Как и в вашем сердце. Да? Дядь Борь, в отеле полно пива. Девушка, можно с вами познакомиться? Я Михаил, Миша, Джекович. А что происходит? У нас с первого дня как-то все не заладилось. Может, попробуем познакомиться заново? А как у вас, Миш, хватило смелости подойти на улицу и познакомиться? Обычно вы молчите, поджав хвост. Да я не трус. Твою мать. Леша, убери, пожалуйста, за стойку. А что это? Это посылка из Китая. Там всякая ерунда. А я тоже всякую дичь заказываю. Смотри, с последнего. Это, короче, градусник, лупа, компас и свисток. Пожалуйста, убери пакет. Привет. Здравствуйте, Петр Ильичич. Вот ваш пригласительный на аукцион. Петь, насчет вчерашнего. Даш, ты прости ее. Да нет, это ты меня прости. Да нет, я повелся как... То есть, все нормально? Угу. Супер. Угу. Какие планы на сегодня? Знаешь, у меня никогда в жизни не было на аукционе. Леша, сделай еще один пригласительный. Да, конечно. Костя, представляете, Даша сказала, что все нормально, и мы помирились. Помирились. В чем дело? Нет, просто Настя после ссоры всегда говорит, что все нормально. А я потом на неделю на диван съезжаю. Это мои деньги, ну и это деньги. Это брал мои деньги. Это брал мои деньги. Баклан. Ну ты что, так и будешь продолжать убиваться? Или просто возьмешь и вернешь свои деньги? Как их верну? Если они в сейфе у Петранжа. Ну, есть один человечек, который за 50% готов тебе помочь. 5%. 49. По рукам. О, а ты что здесь делаешь? Открываюсь от своей суженной. Ты когда-нибудь видел 300 пропущенных, а? И что случилось? Ничего, я уже дома не ночевал. Я, знаешь, все смешневкой своей. Денежки наши оплакивал. Не готов я в таком состоянии законных люлей получать. Ответ кого скрываешься? От всех. Я же отрос, даже себе боюсь признаться, что с Софией все кончено. О, знаешь, со своей шарманкой. Приходи попозже уже после... Арсений! Горю не видел? На складе глянь. Где этот перегар с Усами? Ушел по-английски. Найду. Убью. КОНЕЦ Даша, что с тобой? Просто не привыкла к такому обществу. Хочешь, уйдем? Нет. Все в порядке. Даша, ты уверена, что у нас все в порядке? Мы помирились? Да. Хватит вопросов, ладно? Можно? Даша, привет. Прости, что я тогда пропал. Они решили, что ты их кинул. Пойдешь на аукцион? Ага. Зарплату получу и сразу туда. Я опять сбежал. Заходи. Надо Дашку предупредить, что не надо никого грабить. Так вот, а сеть пропала. Уже полчаса не ловят. Как дела в отеле? Как обычно. А сегодня Петр Алексеевич нашел сумку с баблом. Может, у твоих бандюков там как раз было миллион. Ну, а где сейчас все деньги? Ну, Петр Алексеевич в сейфах запрятал. Пока хозяина не найдет. Жегор. Второй лот нашего вечера – несравненное кольцо с бриллиантом в пять карат под названием «Голубой граф». Стартовая цена этого лота – 18 миллионов рублей. Рубен Рашидыч, 18 миллионов рублей раз. Даша, ты все время молчишь. 18 миллионов рублей два. А, давай поговорим. Что на уровне? Помнишь ухо в баночке? Сейчас мы выращиваем человеческий нос. Скоро лицо соберем. Я сейчас приду. Вы были правы. Ни черта мы не помирились. И что теперь делать? Костя, напрягитесь. Вы всегда меня выручаете. Мне нужно подумать, сходить в чертоги разума. Костик, это же очевидно. Поэтому я здесь. Ой. Даша не помирилась с Петром. Она лишь дала понять, что есть возможность помириться. Теперь ждет от него, что он поймет, что помириться – это его задача. Понятно? Дашка дала понять, что не помирилась, хотя есть возможность, что она помирилась. Понимаете? Даша ждет ответного шага. Какого? Вечно мужикам все непонятно. У Даши со всеми мужчинами не складывается. Кто-то обманывал, кто-то изменял. А ей нужны серьезные отношения. Понимаешь? Примерно. Мы, девочки, все хотим одного – замуж. Сколько можно? Кому-то по башке настучили. Можете дать еще телефончику позвонить? Я отойду ненадолго. Да. Даша за июля! Нет никаких бандитов, это все Егор! Послушай меня, лживый урод! Где бы ты ни был, я тебя найду и убью, понял? Даша, побереги нервы, ты еще не знаешь, что у тебя в сумке. Что это? Это моя страховка. Не будешь делать, как я говорю, я взорву ваш долбанный отель. Что мне надо делать? Следить за своим Петей. Чтобы он никуда не уходил, пока аукцион не закончится. Все, пока! Даша, все в порядке? С кем ты говорила? Я говорила с подругой. Все прекрасно. Ну что ж, переходим к следующему лоту. Фамильная драгоценность династии Пожарских. Куда? Ты куда? В работе. Подожди. Такой лот. Интересный. Пропустишь? На протяжении семи поколений это кольцо скрепляло узами брака членов именитого семейства. И я думаю, что каждый... Красиво. Мы, девочки, все хотим одного. Замуж. Стартовая цена кольца 20 миллионов рублей. 20 миллионов, Петр Алексеевич. 21. 21 миллион. 22 миллиона. Ромсервис. Субтитры создавал DimaTorzok Слышь, балабол, ты сказал, что мне сейфы вскрывать? У меня его. Мне нужна болгарка. Место потише. Нет, я вообще чужих денег не считаю. Мне вообще все равно. Серги за 10 миллионов их в метро могут вместе с ушами оторвать. Да они не ездят на метро. А на чем они ездят? Скоро на свадьбе гульнем. У Канаевой. Чего ты взяла? Ну, я ей, Петр Алексеевич, кольцо купила обручальное за 40 миллионов. Сколько? За 40 миллионов. Хорошо живут. За 40? Ну да. И мы поздравляем Петра Алексеевича, который вместе с Элеонорой Андреевной радушно приняли наш ювелирный дом. Можно обратиться к вам? Можно. В своем доме. Отели Элеоне. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Также мы хотели бы сказать всем нашим дорогим гостям, что вы можете сделать фотографию с нашими ухожениями. Да. Планы меняются. На заднем дворе есть дом на колесах. Если хочешь, чтобы все были живы, принеси мне кольцо, которое купил Петр. Сумку оставь под столом, это мои гарантии. И не вздумай меня обмануть. Я за тобой наблюдаю. Как? И что, его-то брать? А что, он еще не сделал тебе предложение? Даша, когда я впервые увидел тебя, внутри меня что-то... Я согласна. Извини, мне нужно срочно уйти. Миш, надо поговорить. Там, в моей сумочке на стуле бомба. Уводите людей. Дорогие гости, не спешите расходиться. Вас еще ждут невероятные угощения от нашего шеф-повара. Вызываю саперов. Ну, ты и мразь. Переживу. А бомба? Это коробочка со светодиодами. Я же не психопат. Ну да. Ну ладно. Держи. Крыса. Где Даша? Стоять! Помогите! Только дернусь, пристрелю. Помогите! Все, я звоню в полицию. Не надо, они уже едут. Саперы едут. Теперь главное сохранять спокойствие. Угу. Она стала красной. Что делать? Сейчас рванет. Я ее унесу. Что, бомба? Здесь бомба! Без паники! Я ее уже уношу! Выводите людей через кухню на улицу! Сохраняя спокойствие, выходим все через кухню! Эй, кто сумку-то потерял? Уходите оттуда! Черт! Миша, нет! Уходите! Уходите! Бегите, там бомба! Бегите, там бомба! Ну, здравствуй, Белочка! Федеборь, Егор преступник. Он меня похитил. Опа! Я его сейчас... Я не сниму пистолет! Неприятная подробность. Ну, ничего, мы тоже не лыкнемся здесь. Дарья, когда вы проснетесь, все будет закончено. Что? Тешите! Ты еще кто такой? Я верю тебя! Продолжение следует... Продолжение следует... С носом. Ну ты как? Голова не кружится? Нет, все нормально. А куда Петр пропал? Так он убедился, что с тобой все в порядке и сразу уехал куда-то. Петр Алексеевич в ресторане. Ты иди, а я со своим дружком поналяку. Привет. Привет. Даша, присядь. А где все? Мне нужно тебе кое-что сказать. Я эгоистичный дурак. Я думал, ты злишься, переживаешь из-за наших отношений. И совсем не видел, что творится в твоей жизни на самом деле. Затяло это нелепое предложение, показуху с кольцом. Мне правда так стыдно. Все в порядке. Слышишь? Нет. Это выглядело по-идиотски. Но теперь, когда ты можешь нормально подумать... Даша, ты выйдешь за меня? Да. Музыка. 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 Я не знал, какое свадебное платье тебе понравится. Поэтому выбирай. Как ты все это сделал за четыре часа? А если бы я сказала нет? Я бы пережил. А вот перед бабушкой было бы неудобно. Привет. Петя мне больше нравится, чем тот сыр. Стойка! 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 Ст Леня мне все рассказал. И про якобы сбитого мною человека. Надеюсь, ты понимаешь, что это неправда. И про то, как ты меня защищал. Прости, что назвала тебя трусом. И вообще, в последнее время у нас все так запутано. И что нам с этим делать? Меня зовут Соня. Ниша. Друзья, минуточку внимания. У меня две новости. Первая хорошая. Меня ограбили. Украли мой личный сейф. Но, к счастью, деньги, которые были найдены, я хранил в более надежном месте. В тумбочке. И так как мы хозяина этих денег не нашли, я решил разделить всю сумму поровну между сотрудниками отеля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вторая новость плохая. К сожалению, нам с вами придется расстаться. Мы с женой решили переехать жить в Сингапур. Идем. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Будешь ко мне приезжать? Если билеты оплатишь. Я без тебя пропаду. Да ладно. Найдешь себе еще одну проблемную подругу. Все, Канелла, давай вали. А то у меня уже обезвожнее от того, сколько я реву. Мы, в мире, где ты и я, есть лишь море. И это высота. В мире, где ты и я, на повторе нам же эта красота. Какая красота Какая красота